Что, детки мои, лихо? Когда я договорил, воскликнул Сен-Лу, до тех пор смотревший на меня с таким тревожным вниманием, точно я шел по канату. Ну так что вы хотели сказать же, Берг? Я сказал, что молодой человек очень напоминает майора Дюрока, как будто это он говорит. Мне тоже это часто приходило в голову, согласился Сен-Лу. У них много общего. Но вы скоро убедитесь, что у него тьма преимуществ перед Дюроком. Подобно тому, как брат этого приятеля Сен-Лу, ученик с холокантором, думал о всей современной музыке совсем не то, что его отец, мать, родственники, товарищи по клубу, а именно то, что думали все ученики из холокантором. Так и направление, как тогда уже начинали говорить этого знатного офицера, о котором Блок, когда я рассказал ему, составил себе чрезвычайно странное представление, Расстроганный тем, что он его единомышленник, Блок, тем не менее, вообразил из-за аристократического происхождения офицера, из-за религиозного и военного воспитания, которое тот получил, что это полная его противоположность, что в нем есть прелесть уроженца какого-нибудь далекого края, ничем не отличалось от направления всех дрейфусаров вообще и, в частности, Блока, и на него не действовали ни семейные традиции, ни заботы о продвижении по службе. Нечто похожее произошло с молодой восточной принцессой, на которой был женат родственник Сен-Лу. Они говорили, что она пишет стихи не хуже Виктора Гюго и Альфреда де Виньи, но предполагалось, что умонастроение у нее не такое, о каком можно было судить по ее стихам, что у нее умонастроение восточной принцессы, заключенной во дворце Тысячи и одной ночи. Писателей, удостоившихся особой чести познакомиться с ней, ждала разочарование, или, вернее, радость, и эту радость доставили им ее речи, которые рисовали им образ не шахразады, а женщины, чей талант сродни таланту Альфреда де Виньи или Виктора Гюго. Мне особенно нравилось говорить с этим молодым человеком, как, впрочем, и с другими приятелями Робера, да и с самим Робером, о казарме, об офицерах и гарнизонах, и об армии вообще. Благодаря огромным размерам, какие приобретают в наших глазах даже очень небольшие предметы, среди которых мы едим, разговариваем, реально существуем, Благодаря невероятно высоким оценкам, какие мы им даем, вследствие чего весь остальной, отсутствующий мир, не выдерживает борьбы с ними и при сопоставлении кажется недолговечным, как сон, я заинтересовался разными людьми, жившими в казарме, офицерами, которых я видел во дворе, когда шел к Сен-Лу или из моего окна, если меня будил проходивший мимо полк. Мне хотелось подробнее узнать о майоре, которого превозносил Сен-Лу, и об его курсе военной истории, который доставил бы мне наслаждение даже с точки зрения эстетической. Я знал, что Роберт питает пристрастие к громким, хотя по большей части пустым словам, однако в отдельных случаях это означало, что он стремится охватить какую-нибудь глубокую мысль, а он прекрасно понимал такого рода мысли. К сожалению, к сожалению с точки зрения армейской, Роберт был тогда почти всецело поглощен делом Дрейфуса. Говорил он о нем мало, потому что из всех сидевших за столом только он один и был Дрейфусаром. Прочие решительно высказывались против пересмотра дела, за исключением моего соседа, моего нового приятеля, но его суждения были не очень вескими. Страстный почитатель подполковника, считавшегося безупречным офицером, в своих приказах бичевавшего тех, кто выступал против армии, на основании чего о нем составилось мнение, что он анти-Дрейфусар. Мой сосед узнал о высказываниях своего начальника, из которых можно было сделать вывод, что у него есть сомнения в виновности Дрейфуса, и что он по-прежнему относится с уважением к Пикару. Пикар, Жорж, 1854-1914 годы. Офицер французского генерального штаба, начальник его разведывательного управления. Он установил, что наличие связи Эстергази с немецкой военной разведкой подтверждается целым рядом фактов. Начальство Пикара, в частности, генерал Буадефр, было недовольно его разоблачениями, снялось с должности и отправило на унизительный пост в Тунис. После оправдания Дрейфуса в 1906 году Пикар был повышен в чине, стал генералом, а затем военным министром. Слух о дрейфусизме подполковника оказался недостоверным, как и все неизвестно кем распускаемые слухи вокруг каждого крупного дела. Вскоре подполковнику было поручено допросить бывшего начальника разведки, и допрашивал он его с беспримерной грубостью и пренебрежением. Хотя мой сосед не осмелился обратиться за разъяснениями к подполковнику, все же он, желая сделать приятное Сен-Лу, таким тоном, каким католичка сообщает еврейке, что ее духовник осуждает еврейские погромы в России и восторгается щедростью некоторых евреев, сказал, что подполковник не является фанатическим, безоговорочным противником дрейфусарства, каким его выставляют, во всяком случае противником определенного течения в дрейфусарстве. «Это меня не удивляет», — заметил Сен-Лу, он человек интеллигентный, «и все же предрассудки, связанные с происхождением и клирикальные предрассудки, ослепляют его. Тут он обратился ко мне, «А вот майор Дюрок, профессор военной истории, о котором я тебе рассказывал, вот он, по-видимому, придерживается совершенно таких же взглядов, что и мы. Да я был бы крайне изумлен, если бы он оказался в стане наших врагов, ведь он же не только человек высокого ума, но и радикал-социалист и масон». Столько же для того, чтобы угодить приятелям Сен-Лу, которым дрейфусарские его настроения были не понутру, сколько потому, что это меня меньше всего интересовало, я обратился с вопросом к моему соседу, правда ли, что майор придал военной истории подлинную эстетическую ценность. Да, действительно, придал. Но что вы под этим подразумеваете? Ну, например, все, о чем вы читаете у военного историка, самые мелкие факты, самые незначительные события, это только знаки идеи, которую необходимо выявить, и тогда под ней обнаружатся другие, как на полемпсесте. «Полемпсест» – так называется средневековая рукопись на пергаменте, на которой старый текст был стерт и написан новый. Таким образом, перед нами стройная целая, озаренная мыслью, как всякая наука или всякое искусство, и удовлетворяющая нашим умственным запросам. «Вам нетрудно привести примеры?» «Это не так легко объяснить», – вмешался Сен-Лу. «Ты читаешь, например, о том, что такой-то корпус попытался...» «Здесь ты остановись и обрати внимание на то, как называется корпус, каков его состав, все это немаловажно. Если это не первая операция, и если мы видим, что для той же самой операции введен в дело другой корпус, это может означать, что ранее действовавшие корпуса полностью уничтожены во время операции или понесли громадный урон и уже не способны довести ее до победного конца. Потом надо узнать, что собой представлял уничтоженный корпус. Если это были ударные части, которые командование держало в резерве для мощных штурмовых атак, то у нового, более слабого корпуса немного шансов добиться успеха там, где они потерпели поражение. Далее. Если это не начало кампании, то в новом корпусе может быть всякой твари по паре. А на основании этого мы можем судить, какими силами еще располагает войско, насколько близок момент, когда перевес окажется на стороне противника. И тогда уже будет по-иному выглядеть самая операция, предпринимаемая этим корпусом. Потому что если он лишен возможности восполнять потери, то ясно, как дважды два, что результатом успеха, в которых он достигнет, явится полное его уничтожение. И еще, не меньшее значение имеет порядковый номер противостоящего ему корпуса. Если, к примеру, это войсковое соединение во много раз слабее, но уже растрепало крупные войсковые соединения противника, то самый характер операции меняется. Пусть даже она закончится потерей позиции. То, что оборонявшиеся некоторое время удерживали ее, это их большой успех, поскольку с малыми силами им удалось разбить весьма значительные силы противника. Теперь тебе должно быть понятно, что анализ сражающихся корпусов приводит к важным открытиям. Но изучение позиции, изучение того, какими грунтовыми и железными дорогами она располагает, какие склады она прикрывает, дает гораздо больше. Необходимо изучить то, что я назвал бы географическим контекстом, смеясь, добавил Сен-Лу. Ему так понравилось это выражение, что он и потом, каждый раз, даже несколько месяцев спустя, употреблял его все с тем же довольным смехом. Если ты прочтешь, что в то время, как одна из воюющих сторон готовилась к операции, ее разведывательный отряд уничтожила другая воюющая сторона, то ты можешь сделать вывод, что первая воюющая сторона пыталась установить, какие оборонительные работы ведет другая, чтобы отразить ее атаку. Особенно ожесточенная борьба за какой-нибудь пункт может означать стремление овладеть им, но может означать и желание отвлечь противника, и нежелание принимать бой там, где он его навязывает. Но это может быть и хитрость, заключающаяся в том, чтобы прикрыть ожесточенной схваткой отход войск от этого места. Классическая хитрость Наполеона. Кроме того, чтобы понять значение маневра и его наиболее вероятную цель, а следовательно и другие цели, которые могут возникнуть по ходу дела, не бесполезно обратиться не столько к сообщениям командования, которые могут быть рассчитаны на то, чтобы ввести в заблуждение противника замаскировать возможную неудачу, сколько к военным уставам страны. Всегда следует иметь в виду, что в такой обстановке маневр какой-нибудь армии предписывается действующим уставом. Если, например, устав предписывает одновременно с лобовой атакой вести фланговую, и если командование, в том случае, когда фланговая атака не удалась, утверждает, что она была не связана с лобовой и являлась лишь отвлекающим маневром, то истину скорее можно отыскать в уставе, чем в заявлениях командования. И у каждой армии есть не только уставы, но и традиции, навыки, доктрины. Равным образом не следует пренебрегать изучением дипломатических шагов, всегда находящихся во взаимодействии или в противодействии с военными действиями. События, на поверхностный взгляд, незначительные, в свое время неправильно истолкованные, объяснят тебе, что неприятель, рассчитывавший на помощь, которые из-за этих событий ему не оказали, выполнил только часть своего стратегического плана. Словом, если ты умеешь читать военную историю, то изложение, которое останется неясным для большинства читателей, предстанет перед тобой разумным сцеплением обстоятельств, как картина перед любителем живописи, которая и разглядит, что человек тащит на себе, что несет в руках, тогда как у обалдевшего посетителя музеев кружится и болит голова от сливающихся у него в глазах красок. Недостаточно обратить внимание, что на такой-то картине человек держит чашу. Надо еще знать, с какой целью художник вложил ему в руки чашу, что это за символ. Так же обстоит и с военными действиями. Недостаточно знать их ближайшую задачу. Обычно они в уме главнокомандующего накладываются на былые сражения, а былые сражения, это, если хочешь, что-то вроде прошлого, что-то вроде книгохранилища, что-то вроде кладезя учености, что-то вроде грамматики, что-то вроде знатных предков новых сражений. Заметь, что я имею в виду не локальное, не пространственное, если можно так выразиться, сходство боев. Оно тоже существует. Поле сражения было и в течение столетий будет полем еще ни одного сражения. Если оно было полем боя, значит, благодаря условиям своего географического положения, благодаря своей геологической природе, даже благодаря своим недостаткам, мешающим противнику, например, реке, разрезающей его надвое, оно представляет собой удобное поле сражения. Короче, оно было полем сражения, и оно им будет. Нельзя устроить мастерскую художника в любой комнате. Нельзя сделать полем сражения любую местность. Существуют предназначенные для этого участки. Но, повторяю, я говорил не об этом, а о типе сражения, которые берут за образец, об особого рода стратегическом отпечатке, о тактическом подражании, если хочешь, об Ульме, Лоде, Лейпциге, Каннах. Мне неизвестно, будут ли еще войны и между какими народами, но если они будут, то поверь мне, что будут по замыслу полководцев и Канны, и Аустерлиц, и Росбах, и Ватерло, и много других сражений, некоторые говорят об этом прямо. Маршал фон Шлиффен и генерал Фалькенгаузен задумали против Франции сражения под Каннами в стиле Ганнибала. Сдерживать противника на всей линии фронта и на обоих флангах, особенно упорно на правом со стороны Бельгии. А Бернгарди предпочитает косвенный боевой порядок Фридриха Великого, скорее Лейтон, чем Канны. Иные говорят о своих замыслах не так открыто, но я ручаюсь тебе, друг мой, что Боконсей, тот командир эскадрона, с кем я тебя на днях познакомил, офицер, перед которым все дороги открыты, штаны просидел над атакой под Праценом, изучил ее досконально, держит ее прозапас, и когда представится случай, он его не упустит и осуществит ее с невиданным размахом. Прорыв центра под Риволи, да это еще не раз повторится, если будут войны. Ульм. Город на Дунае. В 1805 году этот австрийский город-крепость был осажден армией Наполеона. Имея сильный гарнизон, австрийский генерал Мак 1752-1828 годы, тем не менее поспешил сдаться. Лоди. Город в Ломбардии, около которого Бонапарт одержал блестящую победу над австрийской армией 1796 год. Лейпциг. Имеется в виду кровопролитное сражение, которое произошло под этим городом в 1813 году между армиями Наполеона и союзников. Тяжелая победа досталась союзникам. Канны. Город Вапулии, около которого Ганнибал разбил римские войска 216 год до н.э. Аустерлиц. Городок в Моравии, около которого войска Наполеона нанесли сокрушительное поражение соединенным войскам России и Австрии 2 декабря 1805 года. Росбах, деревня в Саксонии, около которой прусский король Фридрих II нанес поражение войскам Франции и ее немецких союзников 1757 год. Ватерло. Это знаменитое сражение состоялось 18 июня 1815 года. Шлиффен, Альфред, 1833-1913 годы. Немецкий фельдмаршал, начальник германского генерального штаба с 1891 по 1906 год. Его стратегические идеи легли в основу немецкого нападения на Францию в 1914 году. Фалькенгаузен, Людвиг, 1844-1936 годы. Немецкий генерал, теоретик военного искусства. Сражение под Каннами. В данном случае имеется в виду северо-французский город Канны. Бернгарде, Фридрих, 1849-1930 годы. Немецкий генерал, военный историк. Лейтон, деревня в Силезии, около которой Фридрих II одержал победу над австрийской армией, 1757 год. Атака под Праценом. Здесь Пруст, по-видимому, имеет в виду какой-то эпизод из кампании Фридриха II. Риволи, итальянская деревня, около которой войска Бонапарта разгромили австрийскую армию, 1797 год. Это бессмертно, как или ада. Я тебе больше скажу. Мы, в сущности, обречены на фронтальные атаки, потому что не хотим повторять ошибку 70-го года. Нет, нет, наступать и только наступать. Меня смущает одно. Противники этой замечательной теории все люди отсталые, но один из самых молодых моих учителей, очень талантливый Манжен, считает, что нельзя забывать, как о мере временной, разумеется, и о действиях оборонительных. Возразить ему нечего, он ссылается на Аустерлиц. Там оборона была прелюдией к атаке и к победе. Теории Сен-Лум радовали меня. Они укрепляли меня в убеждении, что, быть может, я не впадаю в Дон Сьере по отношению к офицерам, слушая их разговоры за бокалами Сатерна, бросающего на них пленительный отблеск, в то же преувеличение, благодаря которому, когда я жил в Бальбеке, так выросли в моих глазах король и королева океании, кружок четырех гурманов, молодой игрок и зят Леграндена, в настоящее время, до того умолившиеся, что как бы уже перестали и существовать для меня. Король и королева океании. Имеются в виду постояльцы отеля в Бальбеке, называвшие себя королем и королевой одного из островов океании. О них рассказывается в романе «Под сенью девушек в цвету». Что нравилось мне сегодня, то, быть может, не разонравится завтра, как это бывало со мной всегда. Существо, которое я представлял собою сейчас, быть может, не было обречено на разрушение, так как под мою пылкую быстролетную страсть ко всему, что касалось военного быта, Сен-Лу всеми своими рассказами о военном искусстве подводил интеллектуальное основание, основание незыблемое, способное утвердить меня в моей привязанности настолько, чтобы я, не пытаясь обманывать себя, продолжал и после отъезда интересоваться работами моих донсьерских приятелей и мечтал в скорости навестить их еще раз. Чтобы проникнуться, однако, еще больше уверенностью в том, что военное искусство действительно искусство в высоком значении этого слова, я сказал Сен-Лу, вы меня прости, ты меня очень заинтересовал, но я хотел тебя спросить, у меня возникло одно сомнение, я чувствую, что мог бы увлечься военным искусством, но для этого мне нужно убедиться, что оно не противостоит другим искусствам, что для него вытверженный устав не все, ты сказал, что сражения срисовываются одно с другого, в этом, правда, есть, как ты говоришь, своя эстетика, увидеть под нынешним сражение минувшее, не могу тебе передать, в каком я восторге от этой мысли, но если так, то неужели же гений полководца ничего не значит, стало быть, вся его гениальность сводится к тому, чтобы исполнять уставы, ну, хорошо, сравним две близкие области, неужели военный полководец, так же, как великий хирург, имеющий дело с двумя заболеваниями, проистекающими из одного и того же источника, по одной какой-нибудь мелочи, на которой ему, может быть, укажет опыт, но который он правильно истолкует, не придет к заключению, что в этом случае надо сделать то-то, в другом скорее то-то, в одном случае следует оперировать, в другом воздержаться, ну, понятно, Наполеон не атаковал, когда по всем правилам он должен был бы атаковать, его удерживало неясное предвидение, вспомни хотя бы Аустерлиц или его инструкции Ланну в 806 году. Инструкции Ланну имеется в виду осенняя кампания 1806 года, в ходе которой французскими войсками была полностью разгромлена Пруссия. Во время этой кампании маршал Ланн командовал одним из корпусов и участвовал в решающей битве под Йеной 14 октября. Другие военачальники Рабски подражали приемам Наполеона, а результат получался диаметрально противоположный. Десятки подобных примеров дает нам война 1870 года. Но при попытке догадаться, что способен предпринять противник, вот чего не следует забывать. То, что он предпринимает, это всего лишь ход, который может значить все, что угодно. Любое из предположений может быть правильным, если основываться на умозрительных построениях или научных данных. В иных сложных случаях медицины всего мира недостаточно, чтобы определить, что такое невидимая опухоль, фиброма или нет, нужно делать операцию или не нужно. Чутье, предвидение, как у госпожи Детепп, ты меня понимаешь? Вот что самое главное для великого полководца и для великого медика. Госпожа Детепп, модная парижская гадалка, пользовавшаяся особой популярностью в аристократических кругах. Я уже тебе приводил пример, какую цель может преследовать разведка в начале боя. Но она может преследовать и другие цели, например, навести неприятеля на мысль, что его хотят атаковать в таком-то месте, а между тем собираются атаковать другом, опустить завесу, за которую он не разглядит приготовление к операции немнимой, заставить его отвезти войска и стянуть их, держать без движения в другом месте, а не там, где они необходимы, установить, какими силами он располагает, прощупать его, заставить раскрыть карты. Иной раз даже тот факт, что в операции принимают участие огромные силы, не является доказательством, что она задумана как настоящая операция. Она может осуществляться самым добросовестным образом, хотя на самом деле это всего лишь военная хитрость, чтобы тем вернее сбить с толку противника. Если бы у меня было время под этим углом зрения рассмотреть наполеоновские войны, то, уверяю тебя, эти простые классические движения, которые мы исследуем, и которые ты увидишь во время наших полевых учений, когда ты прогуливаешься ради собственного удовольствия, поросенок, ну, извини, я знаю, что ты болен. Так вот, на войне, когда ты чувствуешь за этими движениями бдительность, благоразумие и глубину мысли верховного главнокомандования, то тебя они волнуют, как самые обыкновенные огни маяка, ибо, хотя это свет чисто материальный, но он есть эманация разума, и он обшаривает пространство, чтобы предупреждать суда об опасности. Я, может быть, даже допускаю ошибку, говоря тебе только о военной литературе. На самом деле состав почвы, направление ветра и света указывают, в какую сторону будет расти дерево, точно так же и условия, в которых идет война, особенности страны, где проводятся операции, в известной мере диктуют и ограничивают планы, представляющиеся на выбор полководцу. Словом, если тебе известно высота гор, расположение долин, такие-то и такие-то равнины, ты можешь почти с не меньшей ясностью, чем неизбежность и величественную красоту катящихся по ним лавин, прозревать движение войск. А теперь ты отнимаешь свободу у полководца и предвидение у противника, который стремится проникнуть в его замыслы, хотя ты сам только что соизволил одарить их этими свойствами. Вовсе нет. Помнишь книгу по философии, которую мы с тобой читали в Бальбеке? В ней шла речь о богатстве мира возможностей по сравнению с миром действительным. Так вот, то же самое и в военном искусстве. В данной ситуации напрашиваются четыре плана, на любом из которых мог остановить свой выбор полководец. Так ведь и болезнь протекает по-разному, а врач должен быть готов к любому обороту. И тут тоже все зависит от человеческой слабости и человеческого величия. В самом деле, положим, что из четырех планов случайные причины, не главные цели, недостаток времени, малочисленность, плохое снабжение, вынуждают полководца остановиться на первом, ибо хотя он далеко не безукоризнен, но зато потребует меньше жертв, меньше времени, и осуществить его можно в такой местности, где армия не будет нуждаться в продовольстве. Полководец может начав с этого первого плана, в котором неприятель, сперва недоумевающий, скоро разберется, и потерпев неудачу из-за превышающих его сил и препятствий, это я называю случайностью проистекающей из человеческой слабости, отказаться от этого плана и попробовать второй, третий, четвертый, но он может попробовать первый, и это я называю человеческим величием, только как хитрость, чтобы сковать главные силы противника и обрушиться на него там, где он этого не ожидает. Так было под Ульмом. Мак ждал, что неприятель нападет на него с запада, а его окружили с севера, между тем он считал, что на севере-то ему как раз ничто и не угрожает. Впрочем, это не очень показательный пример. Ульм наилучший вид окружения, и он будет воспроизведен не только потому, что это классический пример, источник вдохновения для полководцев, но и потому, что это нечто вроде необходимой формы, одной из необходимых. Она не исключает выбора, разнообразия, как бы вид кристаллизации. Но этот пример еще ничего не доказывает, потому что условия Ульмского сражения все-таки искусственны. Если обратиться к нашей книге по философии, то эти условия можно приравнять к рационалистическим принципам или к научным законам. Действительно, с ними сообразуется почти во всем. Но вспомни великого математика Пуанкаре, он не уверен, что и математика вполне точная наука. Пуанкаре Анри 1854-1912 годы Знаменитый французский математик, родственник политического деятеля Раймона Пуанкаре 1860-1934 годы Вполне точная наука. К этому месту своего текста Пруст сделал в гранках примечание, которое затем вычеркнул. Примечание это говорит о том, что он хотел значительно развить тему сопоставлений различных военных операций. Вот это примечание. Нотабене. Пример, что я приведу в связи со всем этим в период войны 1916-го года будет марш Фалькенхайна на Краков. Посмотреть беду Деба от 23 и 24 ноября 1916-го года перечитать целиком. Впрочем, до войны Сен-Лу будет сравнивать Лулье-Бургас с Ульмом, в начале войны Шарлеруа с Ульмом. В принципе, он сочтет возможным сопоставить это с войной в Трансваале и с войной в Манчжурии и с Балканской войной. Я покажу его жене, что он наполовину ошибался, возможно, генерал Ла-Круа. И все-таки немного правды. Петен это война до начала войны. Хитрость Фанкельхайна марш на Преховембер через Камполни тут же обманывает всех вплоть до беду, которые 23-го называют этот марш неудачей, а на следующий день, 24 ноября 1916-го года, понимает, что это хитрость. Прорыв центра при Риволе это как раз то, что попробовал сделать клюк в битве на Марне, посмотреть в деба от 1-го или 2-го февраля 1917-го года сообщение беду, а еще лучше другое сообщение. Как видим, вопросы военной истории, как их толкуют его герои на пороге нашего столетия, Пруст хотел сопоставить с событиями только что отгремевшей войны. Отчасти он осуществил это в романе «Обретенное время», где Сен-Лус ссылается в частности на военного обозревателя газеты Деба Анри Беду. В приведенном отрывке Пруст упоминает операцию немецкого генерала Эриха Фанкельхайна 1861-1922 годы по разгрому Румынии. Что же касается уставов, о которых я тебе говорил, то в общем они большой роли не играют, да к тому же меняются, хотя меняются изредка. Так мы, кавалеристы, руководствуемся уставом полевой службы 95-го года, а это можно сказать пережиток, потому что он основанно устарел и обветшал и доктрине, которая заключается в том, что кавалерийский бой имеет чисто моральное значение, налет кавалерии устрашающе действует на противника. А между тем, самые умные наши учителя, все, что есть лучшего в кавалерии, и особенно майор, о котором я тебе говорил, утверждают, что решающей будет самая настоящая рукопашная схватка, когда состязаются пики и сабли, схватка, из которой выходит победителем наиболее стойкий противник, не только благодаря моральному перевесу, которое ему дало действие страха, но и благодаря перевесу материальному. Сен-Лу прав. Возможно, что устав полевой службы изменится именно в этом направлении, заметил мой сосед. Я не сержусь на тебя за то, что ты меня поддерживаешь. Твое мнение, по-видимому, больше значит для моего друга, чем мое, сказал со смехом Сен-Лу, то ли его слегка раздражала зарождающаяся симпатия между его товарищем и мной, то ли он полагал, что вежливость требует от него, чтобы он признал эту симпатию официально. Да и потом, я, может быть, все-таки недооценил значение уставов. Они меняются, это правда, но пока что они определяют военную обстановку, планы компании, концентрацию войск. Если они отражают неверную стратегическую концепцию, то могут оказаться исходным пунктом поражения. Все это чересчур специально для тебя, сказал он, обращаясь непосредственно ко мне. Усвой главное. Больше всего способствует развитию военного искусства сами войны. Во время войны, если она затягивается, одна из воюющих сторон извлекает уроки из успехов и ошибок противника, совершенствует его приемы, а другая сторона напрягает усилия, чтобы превзойти ее. Впрочем, все это в прошлом. Артиллерия превращается в столь грозную силу, что грядущие войны, если только они вспыхнут, будут такими короткими, что прежде, чем противники чему-нибудь научатся, мир будет заключен. Не будь чересчур обидчивым, ответил я Сен-Лу на слова, сказанные в начале. Я слушал тебя, раскрыв рот. Если ты обещаешь не злиться по пустякам и разрешишь мне дополнить то, что ты сказал, снова заговорил приятель Сен-Лу, я позволю себе заметить следующее. Если одно сражение копирует другое и одно на другое напластовывается, то дело здесь не только в умысле полководца. Может случиться, что промах полководца, например, недооценка мощи противника, вынудят его потребовать от своих войск чрезмерных жертв. А буди он их не потребует, то войсковые соединения сами пойдут на жертвы с такой великодушной самоотверженностью, что историки будут сравнивать их образ действий с образом действий такого-то войскового соединения в другом сражении и признают эти два подвига равновеликими. Если говорить о 870 годе, то вот примеры. Прусская гвардия под Сен-Прева, Тюркосы под Фрешвиллером и Висенбургом. Прусская гвардия под Сен-Прева. Имеется в виду атака Прусской гвардии 18 августа 1870 года на французские укрепления под Мецом. Немцы заняли французские позиции, но почти все полегли на поле боя. Тюркосы под Фрешвиллером и Висенбургом. Пруст имеет в виду операции франко-прусской войны, развернувшиеся в Альзасе под Фрешвиллером 6 августа 1870 года и Висенбургом 4 августа. Полк Тюркосов был резервом Макмагона, но его введение в бой не спасло французские войска от поражения. Эти два сражения были первыми крупными боями только что начавшейся войны. Вот-вот равно великими это очень точно сказано. Прекрасно. Ты умница. воскликнул Сен-Лу. Я заинтересовался этими последними примерами, как заинтересовался всякий раз, когда мне в частном показывали общее. Но сейчас меня занимал гений полководца. Мне хотелось уяснить себе, в чем он заключается. Какими средствами в таких обстоятельствах, полководец бездарный прекратил бы сопротивление, гениальный полководец добивается благоприятного исхода, казалось бы, проигранного сражения, что, по словам Сен-Лу, вполне возможно, и что Наполеон проделывал не однажды. И чтобы понять, что такое выдающиеся способности в военном деле, я, рискуя надоесть новым моим приятелям, просил их сравнить известных мне полководцев. Кто из них прирожденный военачальник? Кто из них наиболее одаренный тактик? Но мои приятели не показывали виду, что я им наскучил, и отвечали на вопросы с неутомимой кротостью. Я чувствовал, что я укрыт не только от окружавшей нас великой леденящей тьмы, откуда долетали порой свисток поезда, усиливавший наслаждение сидеть здесь, или бой часов, к счастью, еще далекий от боя, который призывал офицеров надевать сабли и возвращаться в казармы, но и от всех житейских забот, даже от воспоминаний о герцогине Германской, добротою Сен-Лу, которая как бы сгущалась от сливавшейся с нею доброты его друзей, а еще теплом этого отдельного кабинета изысканностью подававшихся нам блюд. Эти блюда услаждали и мое воображение, и мое чревоугодие. Иногда это были частицы природы, шероховатая чаша устрицы с блестевшими на ней каплями соленой воды, узловатая ветка винограда, гроздь с пожелтевшими листьями, несъедобные, поэтичные, далекие, как пейзаж, и во время ужина напоминавшие о полуденном отдыхе под кустом винограда и о морской прогулке. В иные вечера причудливое своеобразие кушаний оттенял повар, он подавал их в естественном обрамлении, и от этого казалось, что перед вами произведение искусства, вареная рыба на длинном глиняном блюде, устланном синеватой травой, на которой она особенно резко выделялась, не развалившаяся, но изогнувшаяся от того, что ее живьем бросили в кипяток, окаймленная раковинками крохотных своих спутников, крабов, креветок и улиток, походила на керамическое изделие Дернара Палисси. Дернар Палисси, 1510-1590 годы, французский ученый керамист и художник эпохи Возрождения. Я ревную. Я в бешенстве, полушутя полусерьезно сказал мне Сен-Лу, намекая на мои бесконечные разговоры с его приятелем. Вы что же считаете, что он умнее меня, вы любите его больше, чем меня? Значит, другим уже нечем поживиться. Мужчина, беззаветной любовью любящие женщины и живущие в обществе бабников, позволяет себе шуточки, которые другой мужчина, считающий, что они не столь уж невинны, ни за что бы не отпустил. Когда разговор становился общим, то заводить речь о Дрейфусе избегали из боязни задеть Сен-Лу. И все же через неделю два его товарища заметили, как странно, что в военной среде живет такой ярый Дрейфусар почти антимилитарист. Дело в том, ответил я, не желая вдаваться в подробности, что влияние среды не так уж сильно. Я хотел на этом остановиться и не повторять мысли, которыми я поделился с Сен-Лу несколько дней назад. Однако эти слова были почти буквальным повторением мною уже сказанного, а потому я решил извиниться и добавить, я об этом уже говорил. Но я не принял во внимание, что покоряющий восторг, который Сен-Лу выражал мне и еще некоторым лицам, имел свою обратную сторону. В этот восторг входило такое глубокое усвоение чужих мыслей, что через два дня Сен-Лу забывал, что мысли эти не его. Та же участь постигла и мой скромный тезис. Сен-Лу с таким видом, как будто эта мысль всегда жила в нем, и я только охотился в его владение, счел своим долгом выразить одобрение и горячо поддержал меня. Ну, конечно, среда не имеет значения, и с не меньшим жаром, словно боясь, что я перебью его или не пойму, воскликнул, влияет по-настоящему среда интеллектуальная, для человека важнее всего идея. Тут он улыбнулся, как улыбаются те, что до конца продумали какой-нибудь вопрос, уронил монокль и пробуравил меня взглядом. Все люди, увлеченные одной идеей, одинаковы, проговорил он с вызовом. Вне всякого сомнения, он совершенно забыл то, что это я ему говорил несколько дней назад, но зато самую мысль запомнил отлично. Я приходил в ресторан Сен-Лу не всегда в одинаковом настроении. Иные воспоминания, иные горести оставляют нас в покое, и мы уже их не замечаем, но потом они все-таки возвращаются, иногда не расстаются с нами долго. В иные вечера, направляясь к ресторану, я так тосковал по герцогине германской, что мне становилось трудно дышать. У меня было такое чувство, словно часть моей грудной клетки вырезана искусным анатомом, удалена и заполнена равной частью невещественного страдания, эквивалентом томления и любви. Как бы хорошо ни были наложены швы, нам больно, когда внутренние органы заменяет тоска по ком-нибудь. Кажется, что она занимает больше места, чем мы все время ее чувствуем, да и сознавать часть своего тела какое-то мучительное раздвоение. А ведь как будто бы мы способны на большее. При малейшем дуновении ветра мы тяжело переводим дух не только от того, что нам тесно стало в груди, но и от того, что мы изнываем. Я смотрел на небо. Если небо было чистое, я думал, может быть, она в деревне, и тоже смотрит на звезды. И как знать, когда я приду в ресторан, не скажет ли мне Робер? Приятная новость, тетя пишет, что соскучилась по тебе и собирается приехать сюда. Не только с небосводом связывал я мысль о герцогине германской. Легкий ветерок, казалось, приносил мне весть о ней, как прежде о Жильберте среди хлебов мезыглиза. Сами мы не меняемся. Мы наполняем наши чувства множеством частиц, до времени спавших, им пробужденных, но ему чуждых. А кроме того, что-то такое внутри нас силится поднять наши личные чувства на высоту чего-то более истинного, иначе говоря, присоединить их к более общему чувству, свойственному всему человечеству. Таким образом, те люди и те муки, какие мы из-за них терпим, это только средство приобщения к чувству общечеловеческому. Сознание, что моя мука есть крохотная частица любви вселенской, придавало ей нечто отрадное. Разумеется, из того, что я, как мне это рисовалось, узнавал душевную боль, какую мне причиняла Жильберта или ту, что я ощущал вечерами в Комбре, когда мама от меня уходила, а также то, что мне запомнилось из Бергота в нынешних моих страданиях, с которыми герцогиня германская, ее холодность, то, что она сейчас от меня далеко, не были так тесно связаны, как причина со следствием в голове ученого, я не делал вывода, что причина в герцогине германской. Физическая боль распространяется путем иррадиации и захватывает области смежные с больной, но как только врач нащупает болевую точку, боль отпускает, а затем проходит окончательно. И все же, перед тем, как пройти боли, ее протяжение придавало ей в нашем создании нечто до того неопределенное и неизбежное, что не в состоянии объяснить ее и даже локализовать, мы считали, что избавиться от нее невозможно. Идя в ресторан, я думал, я две недели не видел герцогиню германскую. Две недели могли казаться громадным сроком только мне, когда дело касалось герцогини германской и отсчитывал минуты. Для меня не только в звездах и в ветре, но и в арифметических делениях времени было что-то мучительное и поэтическое. Каждый день был теперь как движущая совершина зыбкого холма. Я чувствовал, что по одному его склону я могу спуститься в забвение. Вверх по-другому меня увлекала потребность снова увидеть герцогиню. И, лишенный устойчивого равновесия, я перекатывался со склона на склон. Как-то раз я сказал себе, «Может быть, сегодня будет письмо?» И, придя ужинать, отважился спросить Сен-Лу. «Из Парижа не было новостей?» «Были», с мрачным видом ответил он, «неприятные». Поняв, что есть от чего горевать только ему и что новости касаются его любовницы, я облегченно вздохнул. Но мне скоро стало ясно, что одним из следствий этих новостей явится то, что Роберт долго не сможет пойти со мной к тетке. Я узнал, что он и его любовница поссорились, то ли в письмах, то ли когда она приезжала к нему от поезда до поезда. А если между ними возникали ссоры, даже менее крупные, то ему казалось, что они рассорились навсегда. Она злилась, стопала ногами, плакала по таким же непонятным причинам, по каким дети запираются в чулане, не идут обедать, не желают объяснить, что с ними, а когда, видя, что уговоры не действуют, их шлепают, они плачут на взрыв. Сен-Лу тяжело переживал размолвку, но употребить это выражение значит упростить и исказить представление о том, как он страдал. Вскоре после того, как он остался один на один с мыслями о своей любовнице, которая уехала, проникшись к нему уважением от того, что он проявил твердость характера, его тоску рассеяло ощущение непоправимости, а когда тоска проходит, это бывает так приятно, что размолвка, представлявшаяся ему разрывом, приобрела для него частицу той отрады, какую заключает в себе примирение. Более поздние его страдания представляли собой уже вторичные муки и вспышки, неиссякаемым источником которых был он сам, все время думавший, что, может быть, она хотела бы помириться, что вполне вероятно, что она ждет от него только одного слова, что, не дождавшись, она в отместку там-то и в такой-то вечер может наделать бог знает чего, а чтобы ее удержать, ему стоит только телеграфировать о своем приезде, что он упускает время, а другие этим воспользуются, что еще несколько дней и будет уже поздно, потому что она уйдет к другому. Все это он мог только предполагать, молчание любовницы сводило его с ума, и он уже начал подозревать, не скрывается ли она в Донсьере, не уехала ли в Индию. Говорят, что молчание сила, если ее могут применить те, кого мы любим, то это страшная сила, от нее растет тревога ожидающего. Ничего так не тянет к человеку, как то, что нас с ним разделяет. А существует ли менее преодолимая преграда, чем молчание? Говорят также, что молчание пытка, и что оно способно довести до безумия тех, кто обречен на молчание в тюрьмах. Но какая пытка еще более жестокая, чем молчать самому, терпеть молчание любимого человека? Роберро задавал себе вопрос, что с ней? Почему же она молчит? Значит, она мне изменяет? А еще он говорил себе, что же я сделал? За что она наказывает меня таким упорным молчанием? Наверное, она меня возненавидела, и это уже конец. И он винил себя. Молчание в самом деле доводило его до безумия, доводило ревностью и угрызениями совести. Ведь такого рода молчание, страшнее молчания тюремного, есть тоже тюрьма. Промежуточный слой пустоты, через который не проходят лучи взгляда, вперяемого покинутым, это стена, невещественная, разумеется, но непробиваемая. Нет более ужасного освещения, чем молчание, ибо оно показывает не одну отсутствующую, а великое множество, и каждая изменяет по-своему. Временами, в течение краткой передышки, Роберу казалось, что молчание вот-вот нарушится, что придет долгожданное письмо. Он видел его, оно приближалось, он сторожил каждый шорох, он успокаивался, он лепетал письмо, письмо. Еще мгновенье и воображаемого оазиса нежности, который он прозревал, уже не было, и он снова еле передвигал ноги в осязаемые пустыни беспредельного молчания. Он заранее мучился, не уклоняясь ни от одного, всеми мучениями разрыва, а иногда ему казалось, что разрыва можно избежать, так мысли людей, приводящих свои дела в порядок перед переселением, каковое не произойдет. Мысли, не знающие, на чем они остановятся завтра, некоторое время мечутся, оторвавшись от людей, подобно сердцу, все еще бьющемуся, даже если его отделят от тела. Как бы то ни было, благодаря надежде, что любовница вернется, он стойко выдерживал разрыв. Так вера в то, что можно выйти живым из боя помогает бесстрашно встретить лицом к лицу смерть. А поскольку привычка из всех живущих в человеке растений меньше других нуждается в питательной среде для того, чтобы жить, и прежде других появляется на скале с виду совершенно голый, то, может быть, вначале, играя в разрыв, он кончил бы тем, что взаправду свыкся бы с ним. Но неизвестность подогревала в нем связанное с воспоминаниями об этой женщине чувство, похожее на любовь. Тем не менее, он делал над собой усилия, чтобы не писать ей, быть может, полагая, что в известных обстоятельствах жить без любовницы легче, чем вместе с ней, и что она рассталась с ним так, что после этого обязана попросить у него прощения, иначе у нее не останется к нему не только нежного чувства, но и почтения, и уважения. Он ограничивался тем, что ходил на телефон, который недавно провели в Донсьере, и расспрашивал или наставлял горничную, которую он сам нанял для своей подружки. Переговоры эти были, однако, затруднительны, и отнимали у него массу времени, так как, наслушавшись своих друзей-литераторов, ругавших столицу, а главное, ради своих животных и птиц, собак, обезьяны, канарейки, попугая, надоевших хозяину парижского ее дома лаем, пеньем и криками, любовница Робера недавно сняла в окрестностях Версаля небольшое имение. Робера мучила бессонница. Как-то, когда он был у меня, сон его одолел. Вдруг он заговорил во сне, заговорил о том, что ему надо куда-то бежать, чему-то помешать, несколько раз повторил, я все слышу, выне, выне, и проснулся. Он сказал, что ему приснилось, будто он в деревне у обер-вахмистра. Вахмистр не впускал его в какую-то комнату. Сен-Лу догадался, что вахмистр скрывает у себя очень богатого и очень развратного лейтенанта, который, насколько Сен-Лу было известно, жаждет близости с его подружкой. И вдруг он ясно услышал во сне повторявшиеся через определенные промежутки времени прерывистые вскрики, вырывавшиеся из груди его любовницы в минуты особенно острых наслаждений. Сен-Лу хотел ворваться в эту комнату, но вахмистр не пускал его, и вид у него был при этом такой возмущенный наглостью Робера, что Робер, как он говорил, теперь уже никогда его не забудет. Идиотский сон, все еще тяжело дыша, заключил Робер. Но после этого он в течение часа порывался поговорить по телефону с любовницей и помириться с ней. только что появился телефон у моего отца, но вряд ли от этого был бы какой-нибудь толк для Сен-Лу. Притом я считал, что это не очень удобно поручать моим родителям или даже поставленному у них аппарату роль посредника между Сен-Лу и его любовницей, как бы ни были утончены и благородны ее чувства. Дурной сон уплывал из его памяти медленно. С невидящим и неподвижным взглядом он приходил ко мне несколько дней подряд, и эти страшные дни постепенно вычертили для меня как бы некую безукоризненную кривую линию наспех сколоченных подмостков, откуда Робер все спрашивал себя, какое решение примет его подружка. Наконец она попросила прощения. Как только он убедился, что разрыва не произойдет, ему стала ясна отрицательная сторона примирения. Да и боль в его душе приутихла. Он уже склонен был думать, что все к лучшему, а вот если, мол, их связь возобновится, то несколько месяцев спустя, пожалуй, опять начнутся его терзания. Колебался он недолго, да и колебался то он, пожалуй, только потому, что наконец-то был уверен, что может отбить свою любовницу. Может, значит, отобьет. Она только просила его дать ей успокоиться и не приезжать в Париж на Новый год. Между тем, съездить в Париж и не повидаться с ней, это было выше сил Сен-Лу. Правда, она соглашалась отправиться с ним в путешествие, но для путешествия Сен-Лу нужен был длительный отпуск, а князь Бородинский не соглашался отпустить его. Я очень жалею, что так получилось, из-за этого откладывается наш визит к моей тете. Ну уж, на Пасху-то я приеду в Париж непременно. На Пасху мы не сможем пойти к герцогине Германской, я буду уже в Бальбеке, но это совершенно не важно. В Бальбеке? Ведь вы же ездили туда в августе. Да, но в этом году мне по состоянию здоровья надо будет поехать раньше. Сен-Лу больше всего боялся, как бы я после его рассказов о любовнице не стал думать о ней дурно. Она резка, потому что у нее слишком открытый нрав, она собой не владеет, но у нее высокий душевный строй, ты себе не представляешь, какая у нее утонченно поэтическая натура. Каждый год она проводит День Поминовения Усопших в Брюгге. Как это хорошо, правда? День Поминовения Усопших в католических странах этот день отмечается 2 ноября. Когда ты с ней познакомишься, ты увидишь в ней столько благородства. Сен-Лу нахватал со слов, какими уснащали свою речь литераторы, увевавшиеся вокруг этой женщины, а потому не мог не прибавить в ней есть что-то астральное и даже правительское. Ты понимаешь, что я хочу сказать? Она поэт, доходящий почти даже реческого ясновидения. За ужином я все искал предлога для того, чтобы Сен-Лу попросил тетку принять меня до его приезда в Париж. Таким предлогом явилось мое желание еще раз посмотреть картины Эльстира, великого художника, с которым Сен-Лу и я познакомились в Бальбеке. И это был не только предлог. Потому что, если раньше, приходя в мастерскую Эльстира, я требовал от его живописи, чтобы она научила меня понимать и любить то, что было лучше ее самой, настоящую оттепель, подлинную площадь в провинциальном городе, живых женщин на берегу моря. Самое большее, на что я тогда был способен, это попросить его изобразить явления, глубину которых я не постигал, например, дорогу, обсаженную боярышником, но не для того, чтобы он сохранил для меня их красоту, а для того, чтобы он мне ее открыл. То теперь мою любознательность возбуждала неповторимость, пленительность его работ, и мне особенно хотелось посмотреть другие картины Эльстира. Мне ведь казалось, что даже в наименее удачных его картинах есть что-то своеобычное, отличающее от шедевров величайших художников. Его творчество было особым царством, с резко очерченными границами, не похожими ни на какое другое. Усердно собирая старые журналы, где печатались статьи об Альстире, я узнал, что он совсем недавно начал писать пейзажи и натюрморты, а начал с мифологических сюжетов. Фотографии двух таких картин я видел у него в мастерской. Затем в течение долгого времени испытывал на себе влияние японского искусства. Некоторые из наиболее характерных его произведений, написанных в разной манере, находились в провинции. Дом где-нибудь в Андели, потому что там висел один из лучших его пейзажей, являлся для меня такой же драгоценностью и также неодолимо тянул пуститься в странстве, как село близ Шартра, где стоит мельница с Жорновым, в которой вставлен знаменитый витраж. Андели городок на сене южнее Парижа. И к обладателю этого шедевра, к этому человеку, который, заперевшись, точно астролог в своем некрасивом доме на главной улице, вопрошал зеркало жизни, картину Эльстира, приобретенную им, быть может, за несколько тысяч франков, меня влекла приязнь, которая объединяет даже сердца, даже характеры людей, думающих одно и то же о чем-нибудь важном. В одном из журналов было указано, что три выдающихся произведения моего любимого художника составляют собственность герцогини германской. Значит, в тот вечер за ужином, когда Сен-Лу сообщил мне, что его подружка собирается в Брюнге, я мог, не кривя душой в присутствии его друзей, как бы ненароком повести с ним такую речь. «У меня к тебе есть вопрос в связи с разговором о той даме. Ты помнишь Эльстира, художника, с которым я познакомился в Бальбеке? Ну, еще бы. Помнишь, как я им восхищался? Прекрасно помню. Помню и письмо, которое мы с тобой велели ему передать. Следовательно, тебе должна быть известна не самая важная дополнительная причина того, почему я ищу знакомство с этой дамой». Какое длинное предисловие. Дело в том, что у нее есть по крайней мере одна чудная картина Эльстира. А я ее не знал. Эльстир, конечно, будет на Пасху в Бальбеке. Вы же знаете, что теперь он проводит там почти целый год. Мне очень хочется посмотреть его картину до отъезда. Я не знаю, насколько вы хороши с вашей теткой. Не могли бы вы в избежание отказа отозваться обо мне в самых лестных выражениях и попросить разрешения посмотреть картину без вас, поскольку вы не собираетесь в Париж. Безусловно. Я за нее ручаюсь. Все будет сделано. Робер, как я вас люблю. Это очень мило с вашей стороны, что вы меня любите, но еще было бы мило, если вы говорили мне ты, как обещали. И ведь ты уже начал. Надеюсь, вы уславливаетесь не насчет вашего отъезда, спросил меня один из приятелей Робера. Имейте в виду, если Сен-Лу возьмет отпуск, то от этого ничего не изменится, ведь мы же остаемся. Может быть, с нами вам будет не так интересно, но мы сделаем все от нас зависящее, чтобы его отсутствие было не так заметно. В самом деле, когда все уже думали, что подружка Робера поедет в Брюкге одна, стало известно, что князь Бородинский вдруг передумал и решил надолго отпустить унтер-офицера Сен-Лу в Брюкге. Вот как это случилось. Князь, очень гордившийся своей роскошной шевелюрой, постоянно стригся у лучшего парикмахера в городе. Когда-то этот парикмахер состоял в подмастерьях у парикмахера Наполеона Третьего. Князь Бородинский был с парикмахером в самых добрых отношениях. Он хоть и любил напускать на себя таинственный вид, а с маленькими людьми держался просто. Но князь задолжал парикмахеру лет за пять. Флаконы с портюгалем и одесоверен, щипцы, бритвы и ремни для правки были в глазах парикмахера не менее священной, чем шампунь, ножницы и так далее. А Сен-Лу он ставил выше князя. Во-первых, потому что Сен-Лу расплачивался чистоганом, а во-вторых, потому что у Сен-Лу были свои выезды и свои верховые лошади. Узнав, что у Сен-Лу досадное обстоятельство, ему нельзя поехать с любовницей, Бородобрей горячо заговорил об этом с князем, облаченными в белый стихарь, в тот самый момент, когда голова у князя была запрокинута, и он угрожал бритвой его горлу. Рассказ о любовных похождениях молодого человека вызвал на лице князя бонапартовски снисходительную улыбку. Вряд ли он вспомнил о своем долге цирюльнику. Как бы то ни было, к просьбе цирюльника он отнесся столь же благосклонно, отнесся бы к просьбе герцога. Подбородок был у него еще весь в мыле, а дать отпуск он уже обещал и подписал в тот же вечер. Цирюльник, первостепенный хвостун, по своей невероятной страсти к небылицам, приписывавшей себе несуществующие добродетели, тут, оказав Сенлу важную услугу, не только не стал благовестить о своем добром деле, но, как будто тщеславие, обычно нуждающиеся во лжи, если к ней незачем прибегать, уступает место скромности, никогда, словом, не обмолвился об этом Роберу. Все офицеры говорили мне, что сколько бы я не пробыл в Донсьере, и когда бы не пожелал приехать сюда еще раз, если Робера здесь в это время не окажется, их экипажи, лошади, дома, досуг будут в моем распоряжении, и я чувствовал, что эти молодые люди всей душой хотят, чтобы моя слабость нашла себе опору в их роскоши, молодости, здоровье. Да и отчего бы вам после уговоров остаться в Донсьере продолжали приятели Сенлу, отчего бы вам не приезжать сюда каждый год? Эта тихая жизнь придется вам по душе, вот увидите, а кроме того вас интересует все, что касается полка, вы настоящий старый служака. А я и правда все приставал к ним с просьбой перечислить известных мне полководцев в таком порядке, кто заслуживает большего, кто меньшего восхищения, как когда-то в коллеже заставлял товарищи называть артистов французского театра и говорить, кого они любят больше, кого меньше. Если вместо одного из генералов, которых мне всегда называли в числе лучших, например, Галифе или Негрие, приятель Сенлу, заявив, генерал Негрия бездарность, выкрикивал новое имя, незахватанное и вкусное, вроде По или Жеслене де Бургонь, меня это также радостно изумляло, как прежде, когда утратившие свежесть имена Тирона или Февра, оттеснялись внезапно расцветшим, непривычным для моего слуха именем Амори. Галифе Гастон Александр Огюст 1830-1909 годы Французский военный деятель, генерал, был военным министром в 1899-1902 годах. Негрия Франсуа Оскар 1839-1913 годы французский генерал, член Верховного военного совета. По Поль Морис Сезар 1848-1932 годы французский генерал. Жеслен де Бургонь французский генерал начала 20 века. Тирон Шарль Жозеф 1830-1891 годы французский комический актер, выступавший на сцене театра Одеон. Февр Фредерик 1835-1916 годы французский драматический актер, выступал на сцене театра комедии францез. А Мори французский драматический актер играл на сцене ряда парижских театров. Даже выше не Грие? Но чем? Докажите. Мне хотелось, чтобы даже младшие офицеры существенно отличались друг от друга. Я надеялся, что эти отличия помогут мне уяснить, в чем же главным образом проявляется превосходство одного военного над другим. Одним из офицеров, который меня особенно интересовал с этой точки зрения, потому что он чаще других попадался мне на глаза, был князь Бородинский. Но и Сан-Луи, его приятели, отдавая ему должное, как прекрасному офицеру, добившемуся от своего эскадрона безукоризненной выправки, не любили его как человека. Конечно, они не говорили о нем таким тоном, как о людях, дослужившихся до офицерского чина, или о масонах, державшихся особняком с видом нелюдимых фельдфебелей, но, судя по всему, и не относили князя Бородинского к разряду знатных офицеров, потому что он держал себя совсем иначе, чем они, даже с Сан-Лу. Они, пользуясь тем, что Робер всего лишь унтер-офицер, и что поэтому его могущественная родня должна быть счастлива, что его приглашают начальники, коими-нибудь этого обстоятельства она пренебрегала бы, неизменно усаживали его за свой стол, если тут же сидела важная шишка, которая могла быть полезной молодому офицеру. А у князя Бородинского были с Робером только служебные отношения, хотя и прекрасные. Дедушка князя был произведен маршалой императором, и великокняжеский титул он получил тоже от императора, а потом он породнился с ним благодаря браку. Отец же князя женился на двоюродной сестре Наполеона Третьего, и после государственного переворота два раза занимал министерские посты. И все же князь чувствовал, что Сен-Лу и общество германтов смотрят на него сверху вниз, а князь, придерживавшийся других взглядов, не испытывал особого почтения к Сен-Лу и к обществу германтов. После государственного переворота, то есть переворота, совершенного в 1851 году Луи Наполеоном, установившим во Франции империю. Он догадывался, что для Сен-Лу родственника Гогенцолернов, он не настоящий дворянин, а внук фермера. Зато для него Сен-Лу был сыном человека, чье графство было подтверждено императором. В Сен-Жерменском предместе таких людей называли ремонтированными графами, и который домогался у императора префектуры, а потом и гораздо менее важных должностей, находившихся в ведении его высочества великого князя Бородинского, министра, к которому в письмах обращались ваше высочество, и который был племянником государя. Может быть, даже больше, чем племянником. Первая княгиня Бородинская по слухам дарила благосклонностью Наполеона первого и последовала за ним на остров Эльбу, а вторая Наполеона третьего. И на спокойном лице капитана можно было различить, если и не черты прямого сходства, то, во всяком случае, деланную величественность маски Наполеона первого. А в его печальном и добром взгляде от вислых услах, больше, чем в чем-нибудь еще, было нечто напоминавшее Наполеона третьего, напоминавшее до того живо, что, когда после Седана он попросил разрешения увидеться с императором, то Бисмарк, которому его привели, и который сперва в вежливой форме отказал, будучи потрясен этим сходством, каковое он невзначай подняв на него глаза мгновенно уловил, передумал, вернул уже направившегося к выходу молодого человека, и тот получил разрешение, которого Бисмарк не давал никому, и в частности только что не дал князю. После Седана этот город-крепость был осажден в период франко-прусской войны 1870 года, и весь гарнизон из ста тысяч солдат во главе с императором Наполеоном Третьим капитулировал 2 сентября. Князь Бородинский не желал заигрывать с Сен-Лу и с другими служившими в полку членами общества Сен-Жерменского предместья, зато двух симпатичных лейтенантов-разночинцев звал к себе часто, потому что смотрел на всех подчиненных с высоты своего императорского величия, и для него между ними была только та разница, что одни создавали, что они ниже его, и дружба с ними доставляла ему удовольствие, ибо, несмотря на всю свою чисто внешнюю неприступность, он был человек простой и веселый, а другие, хоть и были ниже, но считали себя выше его, и вот этого он не допускал. И тогда, как у других офицеров Сен-Лу был на расхват, князь Бородинский, которому Сен-Лу рекомендовал маршал Икс, ограничивался тем, что был к нему внимателен на службе, кстати сказать, служебные свои обязанности Сен-Лу исполнял Образцова, но упорно не приглашал его к себе, кроме одного исключительного случая, когда он до известной степени был вынужден его позвать, а так как этот случай произошел при мне, то князь попросил Сен-Лу прийти со мной. В тот вечер, следя за тем, как держит себя Сен-Лу за столом у капитана, я без труда улавливал во всем, вплоть до манеры элегантности, разницу между двумя аристократиями старинной и времен империи. Выходец из касты, недостатки которой, хоть он и старался победить их разумом, всосались в его кровь, касты, которая лет сто тому назад утратив реальную власть в покровительственной любезности, составляющей особый раздел программы, получаемого ею воспитания и выказываемой по отношению к буржуазии, которая это знать так презирает, что не думает, чтобы непринужденность аристократии елистила, а бесцеремонно сделала честь, не видит ничего, кроме физического упражнения, вроде верховой езды или фехтования, коим она занимается без всякой серьезной цели, только для развлечения. Сен-Лу дружески пожимал руку любому из тех буржуаз, с кем его знакомили, пожимал, может быть, даже не расслышав его фамилии и в разговоре, приняв небрежную позу, развалившись, все время перекладывая ногу на ногу и держась рукой за башмак, называл его дорогой мой. Напротив, принадлежа к дворянству, титулы коего не теряли своего значения, в тех случаях, когда у того или иного славного рода сохранялось поместье, некогда пожалованное предку за большие заслуги и напоминавшее о высоких постах, на которых занимающие эти посты распоряжаются судьбами многих людей и должны хорошо знать людей, князь Бородинский, быть может, не отдавая себе в этом отчета, не вполне осознанно, но во всяком случае, всем телом, о чем свидетельствовали положения, какие он принимал и все его ухватки, ощущал свой ранг как действенную прерогативу. К тем же самым разночинцам, которых Сен-Лу трепал по плечу и брал за руку, он проявлял величественную доброжелательность, причем сдержанность, полное сознание собственного превосходства и наигранного высокомерия, умеряло его искреннее улыбчивое добродушие. Без сомнения, это объяснялось тем, что князь был ближе к посольствам великих держав и ко двору, где его отец занимал самые высокие посты, и где манерой Сен-Лу ставит локти на стол, и держаться рукой за ногу, коробили бы всех. Но главным образом это объяснялось тем, что князь не с таким презрением, как Сен-Лу относился к буржуазии, этому громадному резервуару, откуда первый император черпал маршалов и свою знать, и где второй император отыскал Фульда и Руэра. Фульд Ашиль 1800-191900 1867 годы французский государственный деятель, министр финансов при Наполеоне Третьем. Руэр Эжен 1814-1884 годы французский политический деятель, один из министров Наполеона Третьего. Понятно, замыслы отца и деда, которые не мог притворить в жизни их сын и внук, всего-навсего командир эскадрона, не занимали воображение князя Бродинского. Дух воятеля в течение многих лет после того, как он угас, продолжает жить в вылепленной им статуе. Вот так же эти замыслы обрели в нем форму, материализовались, воплотились, отражались на его лице. Вспыльчиво, как первый император, пушил он капрала, с мечтательной грустью второго императора, покуривая, пускал дым. Когда он шел в штатском по Донсьерским улицам, украдчивый блеск его глаз под котелком создавал вокруг капитана ореол монаршего инкогнито. Все трепетали, когда он, сопровождаемый Фельдфебелем и Писарем, появлялся в канцелярии Обер-Вахмистра. Можно было подумать, что его сопровождают Бертье и Массена. Бертье, Луи Александр, 1753-1815 годы, маршал Наполеона I, начальник его генерального штаба. Массена Андре, 1756-1817 годы, французский военачальник, один из самых способных маршалов Наполеона I. Когда он выбирал материю на штаны для своего эскадрона, он впивался в полкового портного взглядом, способным привести в замешательство Толейрана и обмануть Александра I. А иногда, производя общий осмотр, он вдруг останавливался, покручивал усы, и его чудные голубые глаза принимали такое задумчивое выражение, что, казалось, он создает новую Пруссию и новую Италию. Но, в одно мгновение, вновь превратившись из Наполеона III в Наполеона I, он делал замечание по поводу того, что амуниция не в порядке и изъявлял желание снять пробу. А у себя дома он ласкал взоры жен офицеров буржуа, если только эти офицеры не были масонами, не только сервизом старинного северского голубого фарфора, который можно было бы поставить на стол даже в честь посла. Этот сервиз, подаренный его отцу Наполеоном, казался еще большей драгоценностью в том провинциальном доме на бульваре, где он жил, подобный редкому фарфору, который особенно пленяет туристов, когда они обнаруживают его в бывшей усадьбе, представляющей собой теперь торгово-промышленную доходную ферму в простом буфете, но и другими дарами императора, благородными и изящными, прелестными манерами. Иметь такие манеры был бы счастлив и дипломат, но беда в том, что иные за подобные дары всю жизнь подвергаются наинесправедливейшему из астракизмов, подвергаются за то, что они из хорошей семьи, непринужденностью жестов, благожелательностью, учтивостью и оправленным в эмаль, тоже старинную, голубую, содержащим в себе образы людей достославных, таинственным, освещаемым изнутри, сохранившимся в целости ковчегом взгляда. О знакомствах, которые князь завел среди обывателей Донсьера, надо заметить следующее. Подполковник прекрасно играл на рояле. Жена главного врача пела так, словно она окончила консерваторию с золотой медалью. И главный врач с женой, и подполковник с женой обедали у князя Бородинского раз в неделю. Конечно, им было приятно знать, что в Париже князь обедает у госпожи де Пуртолес, у Мюратов и тому подобных. У госпожи де Пуртолес, у Мюратов. Пруст, как уже говорилось, называет вполне реальные аристократические фамилии рядом с вымышленными. Но даже когда он называет действительно существовавших аристократов, не всегда возможно установить, кого именно он имеет в виду. Так под Мюратами можно подразумевать родственников сестры Наполеона Первого Каролины Марии Мюрат 1782-1839 годы. Что не мешало им рассуждать так? Ведь он же всего-навсего капитан. Он счастлив, что мы у него бываем. Но он наш истинный друг. А князь Бородинский, давно уже хлопотавший, чтобы его перевели куда-нибудь поближе к столице, получив новое назначение, переехав в БВ, тотчас же забыло думать о двух обожавших музыку супружеских парах. Так же, как он забыл думать о Донсьерском театре и ресторанчике, откуда ему часто приносили завтрак, и к великому их негодованию ни подполковник, ни главный врач, которые так часто у него обедали, до конца своих дней не получили от него ни одного письма. Однажды утром Сен-Лу признался, что написал моей бабушке о том, как я себя чувствую, и подал ей мысль воспользоваться телефонной связью между Донсьером и Парижем и поговорить со мной. Словом, в тот же день бабушка должна была вызвать меня к аппарату. И Сен-Лу посоветовал мне быть без четверти четыре на телефонной станции. Телефоном тогда еще так широко не пользовались, как теперь. И все же привычке нужно очень мало времени для совлечения тайны со священных форм, с коими мы соприкасаемся. Вот почему, так как нас соединили не сразу, я думал только о том, как это долго, как это неудобно, и уже хотел было жаловаться. Подобно всем моим современникам, я считал, что внезапные изменения, изумительные феерии совершаются слишком медленно, тогда как этой феерии достаточно нескольких мгновений, чтобы перед нами предстало незримое, но живое существо, с которым мы хотим говорить, которое сидит у себя за столом в городе, где оно проживает, бабушка жила в Париже, под небом, не похожим на наше, не непременно в такую же погоду, существо, чьих обстоятельств и дел мы не знаем, но о которых оно нам сейчас расскажет, и вдруг переносится за сотни миль, оно само и окружающая его обстановка, к нашему уху, в тот миг, когда этого потребовала наша прихоть. мы, словно действующее лицо из сказки, которому волшебница, исполняя выраженные им желания, показывает в неземном свете его бабушку или невесту, которые читают книгу, проливают слезы, рвут цветы очень близко и вместе с тем очень далеко от зрителя, там, где они действительно находятся. Чтобы это чудо совершилось, нам стоит лишь приблизить губы к чудодейственной пластинке и вызвать должен сознаться, что иной раз на это уходит не так уж мало времени, вечно бодрствующих дев, чей голос нам слышится ежедневно, но чьих лиц мы не видим, наших ангелов-хранителей в кромешной тьме, врата, которые они стерегут неусыпно, всемогущих, благодаря которым отсутствующие возникают рядом с нами, хотя нам не разрешается на ней взглянуть, данаит незримого, все время опорожняющих, наполняющих и передающих друг другу урны звуков, насмешливых фурий, которые в тот миг, когда мы лепечем признание возлюбленной в надежде, что никто нас не слышит, безжалостно кричат «Я слушаю!» всегда сердитых служительниц таинства, недоверчивых жриц незримого, телефонных барышень. И в ответ на наш призыв, раздающийся в ночи полные видения, воспринимаемых только нашим слухом, слышится легкий шорох, абстрактный звук, звук преодоленного пространства, и вслед за тем голос любимого существа обращается к нам. Это оно, это его голос говорит с нами, вот он тут, но до чего же он от нас далек? Как часто я мучительно вслушивался в него, ибо, имея возможность не раньше, чем после многочасового путешествия, увидеть тучи и голос был так близко от моего уха, я отчетливее сознавал, сколько разочарования приносит кажущаяся эта близость, хотя бы и необычайно нежная, и какое громадное расстояние отделяет нас от любимых существ в тот миг, когда нам представляется, что стоит протянуть руку, и мы их удержим. Неложное присутствие в условиях действительной разлуки, вот что такое близкий этот голос, но и предвестие разлуки вечной. Много раз, когда я слушал и не видел говорившую со мной издалека, мне казалось, будто ее голос вызывает из такой бездны, откуда уже не выберешься, и я предчувствовал, как сожмется у меня сердце в день, когда этот голос, один уже вне тела, который я больше никогда не увижу, прошепчет мне на ухо слова, и слова эти мне так страстно захочется поцеловать при их излете из уст, но уста навсегда превратятся в прах. Тогда в Донсьере чудо, увы, не совершилось. Я пришел на телефонную станцию уже после того, как бабушка меня вызывала. Я вошел в кабинку, но провод был занят. Кто-то говорил, не догадываясь, очевидно, что его никто не слушает, потому что когда я поднес к уху трубку, этот кусок дерева болтал, как полишинель. Точно в кукольном театре я заставил его замолчать, водворив на место, но как только я снова приблизил его к себе, он, подобно полишинелю, заторонтил опять. В отчаянии я решительно повесил трубку, чтобы прекратить судороги, звучащие этой деревяшки, трещавшей до последней секунды, и пошел к телефонисту. Тот попросил меня подождать. Потом я опять заговорил, и после нескольких секунд молчания неожиданно услышал голос, который до сих пор напрасно казался мне знакомым. Напрасно, потому что всякий раз, когда бабушка со мной разговаривала, я следил за тем, что она говорит по раскрытой партитуре ее лица, в котором большое место занимали глаза. Самый же ее голос я сегодня слышал впервые. И от того, что этот голос изменил свои соотношения, в тот миг, когда он стал для меня всем и доходил один, без сопровождения черт лица, я почувствовал, какой он ласковый. Впрочем, может быть, прежде он никогда таким и не был, ибо сейчас бабушка, сознавая, что я от нее далеко, и полагая, что я несчастен, сочла возможным не противиться приливу нежности, между тем, как обычно, в воспитательных целях она ее сдерживала и таила. Голос был ласков, но сколько же в нем было и грусти, прежде всего из-за этой самой ласковости, отвеявшей от себя, как это крайне редко бывает с человеческим голосом, всяческую строгость, самомалийший намек на упрямство, на эгоизм. Хрупкий вследствие деликатности, казалось, он вот-вот разобьется и зайдет чистым потоком слез. Затем, так как он был со мною один, без маски лица, я впервые заметил, что он натреснут от житийских невзгод. Впрочем, только ли голос производил на меня от того, что он был один новое, терзавшее душу впечатление. Понятно, нет. Скорее, одиночество голоса являлось как бы символом, отражением, прямым следствием другого одиночества, одиночества бабушки, впервые расставшейся со мной. Приказание и запрещение, которое я поминутно выслушивал от нее в обыденной жизни, скука послушания или пыл возмущения, умерявшие мою любовь к ней. В этот миг, а пожалуй, что и на будущее время, были сведены на нет, потому что бабушка уже не требовала, чтобы я находился под ее надзором. Она бы даже согласилась, чтобы я навсегда остался в Донсьере или, по крайней мере, пожил здесь как можно дольше, если только я тут хорошо себя чувствую, мне тут хорошо работается. Итак, в этом звоночке, приставленном к уху, освобожденной от ежедневно давивших на нее противовесов и благодаря этому всколыхивавшая всю мою душу, сосредоточилась сейчас взаимная наша любовь. Бабушка, сказав, чтобы я здесь побыл, вызвала во мне страстное, безумное желание вернуться домой. Свобода, которую она мне предоставляла и на которую я никак не мог рассчитывать, вдруг показалась мне такой же тоскливой, как та, какой я буду пользоваться после ее смерти, когда я все еще буду любить бабушку, а она от меня уйдет навеки. Я кричал «Бабушка! Бабушка!» и мне хотелось поцеловать ее, но около меня был только ее голос, призрачный, такой же неосезаемый, как тот, что, быть может, придет ко мне, когда ее не будет в живых. «Говори!» Но тут, я снова остался один. Мой слух уже не улавливал ее голоса. Бабушка не слышала меня. Нас разъединили. Мы не находились друг против друга. Мы перестали быть слышны друг другу. Я взывал к ней в ночь, наугад, чувствуя, что ее зов где-то теряется. Я дрожал от волнения, какое охватило меня маленького давным-давно, когда я потерял ее в толпе. Волнение не столько от того, что я ее не найду, сколько при мыслях, что она меня ищет, что она, наверное, думает, что я ее ищу. Волнение отчасти похожее на то, какое охватит меня в день, когда мы обращаемся к тем, кто уже не может нам ответить, кому нам хочется сказать много такого, чего мы не говорили им, пока они были живы, и уверить их, что мы не страдаем. Мне представлялось, что это дорогая тень, которую я потерял в сонме других теней, и один, стоя перед аппаратом, я тщетно повторял бабушка, бабушка, так Орфей, оставшись один, повторял имя умершей. Я решил пойти в ресторан и сказать Роберу, что меня могут вызвать телеграммы, что на всякий случай мне хотелось бы знать расписание поездов. Но прежде, чем на это решиться, я вознамерился в последний раз воззвать к Девам ночи, вестницам разговора безликим богиням. Однако своенравные вратарницы не пожелали отворить чудодейственные врата, а вернее всего не смогли. Напрасно вызывали они с присущим неутомимостью достопочтенного изобретателя книгопечатания и молодого князя, любителя импрессионистической живописи и шофера, это был племянник князя Бородинского. Гутенберг и Ваграм ничего не ответили им, и я ушел, понимая, что незримое прибудет глухим к их мольбам. Гутенберг и Ваграм ничего не ответили им. Имеются в виду парижские телефонные подстанции, расположенные в центре столицы. Роберу и его приятелям я не сознался, что сердцем я уже не с ними, что мой отъезд решен окончательно. Робер сделал вид, что верит мне, но потом я узнал, что он с первого же взгляда понял, что моя нерешительность притворна и что завтра я уеду отсюда. Пока его приятели забыв о стынущих кушаньях искали в расписании поезд, с которым я мог бы уехать в Париж, а в звездные холодные ночи пересвистывались паровозы, я, конечно, уже не ощущал душевного покоя, которыми меня обычно одаряли дружески расположенные ко мне Роберовы приятели и проезжавшие вдали поезда. В этот вечер было много и тех, и других, и они в таких же обстоятельствах действовали на меня по-иному. Мой отъезд не так угнетал меня, когда мне уже не надо было думать о нем одному, как только я почувствовал, что в совершающем сопринимает участие более нормальная и более здоровая деятельность моих волевых друзей, товарищей Сен-Лу и других сильных существ, поездов, движение которых утром и вечером из Донсьера в Париж и обратно крошило все, что было слишком жесткого и нестерпимого в моей долгой разлуке с бабушкой на неиспользованные ежедневные возможности возвращения. Я уверен, что ты говоришь правду и что ты еще не собираешься уезжать, со смехом сказал Сен-Лу, но веди себя так, как если бы ты уезжал и рано утром приходи ко мне проститься, а то мы можем и не увидеться. Я завтракаю в городе, капитан дал мне разрешение, к двум часам мне нужно быть в казарме, мы отправляемся на занятия до самого вечера. Тот господин, у которого я завтракаю в трех километрах отсюда, безусловно доставит меня в казарму точно к двум часам. Не успел он договорить, как из гостиницы пришли сказать, что меня вызывают на телефонную станцию. Я помчался, станция должна была скоро закрыться. Слово междугородное повторялось во всех ответах, которые я получал от служащих. Меня вызывала бабушка, и я с ума сходил от беспокойства. Станция сейчас закроется. Наконец, нас соединили. Это ты, бабушка? Женский голос с сильным английским акцентом ответил, это я, но я не узнаю вашего голоса. А я не узнавал ее голоса, да и потом бабушка никогда не обращалась ко мне на вы. Наконец, все объяснилось. Фамилия молодого человека, которого его бабушка вызвала к телефону, была очень похожа на мою, а жил он в гостиничной пристройке. Меня позвали в тот день, когда я хотел поговорить по телефону с бабушкой, и я ни секунды не сомневался, что меня просит она. Так, случайное совпадение явилось причиной двойной ошибки на станции и в гостинице. На другое утро я опоздал. Сен-Лу уже уехал завтракать в находившийся поблизости замок. Я решил на всякий случай зайти около половины второго в казарму, чтобы дождаться Робера, но на улице, так что я вынужден был постраницам, меня обогнала двуколка. Правил ею унтер-офицер с моноклем в глазу. Это был Сен-Лу. Рядом с ним сидел его приятель, у которого он завтракал и которого я встретил как-то в гостинице, где ужинал в Сен-Лу. Я не решился окликнуть Робера, так как он был не один, но чтобы он все-таки остановился и подвез меня, я привлек его внимание низким поклоном, который можно было объяснить присутствием незнакомого человека. Я знал, что Робер близорук, но все-таки был уверен, что если только он меня заметит, то непременно узнает. Однако он заметил, что я ему поклонился и поклонился в ответ, но не остановился. Он пролетел мимо меня, даже не улыбнувшись. На его лице не дрогнул ни один мускул. Он ограничился тем, что две минуты продержал руку у козырька, словно отвечая на приветствие незнакомого солдата. Я бросился бежать в казарму, но до нее было еще далеко. Когда я прибежал, полк строился во дворе, меня туда не пустили, и в отчаянии от того, что мне не удалось проститься с Сен-Лу, я прошел к нему в комнату, но его там уже не было. Я мог спросить о нем у больных солдат, у новобранцев, освобожденных от строевых занятий, у юного бакалавра или у сверхсрочника, смотревших, как строится полк. Вы не видели унтер-офицера Сен-Лу? спросил я. Он, сударь, уже внизу, ответил сверхсрочник. Я его не видел, ответил бакалавр. Ты его не видел? Уже не обращая на меня внимания, воскликнул сверхсрочник. Ты не видел, как наша знаменитость Сен-Лу щеголяет в новых штанцах? Только бы не увидел капиташа, суконста, офицерская. Ну да, как же офицерская, вмешался освобожденный по болезни от строевых занятий юный бакалавр, побаивавшийся сверхсрочников, но старавшийся держаться с ними развязно. Вовсе не офицерская, так себе, сукнишка. Сударь, в гневе воскликнул заговоривший о штанцах сверхсрочник. Юный бакалавр возмутил его своим неверием в то, что штанцы из офицерского сукна. Но сверхсрочник был бретонец из села Пангерн-Стриден, и французский язык он одолел с таким трудом, как если бы изучал английский или немецкий. Вот почему, когда он волновался, то раза три повторял подряд сударь, чтобы за это время подыскивать нужные слова, а уж потом, после такой подготовки, блистал красноречием, довольствуясь повторением нескольких слов, которые знал лучше других. Однако эти слова он выговаривал неторопливо, так как боялся с непривычки произнести их неправильно. «Ах, сукно так себе!» продолжал он в гневе, который становился все сильнее по мере того, как все замедлялось его речь. «Ах, сукно так себе! А я тебе говорю, что оно офицерское! А я тебе говорю! Ведь я тебе говорю! Я-то знаю, надо полагать!» «Да ладно!» побежденный этими доводами, сказал юный бакалавр. «Стоит из-за чепухи горло драть!» «Э-э-э! Да вот как раз и сам капиташа!» «Нет, вы поглядите на Сен-Лу, как ноги-то задирает и голову! Ну, кто подумает, что это унтер и монокль ишь разлетался!» Я попросил солдат, которых мое присутствие не смущало, позволить и мне смотреть в окно. Они не воспротивились, но и не подвинулись. Я увидел, как князь Бородинский с торжественным видом мчался на коне рысью, вероятно, воображая, что он на поле аустралица. У ворот казармы столпились прохожие, которым любопытно было посмотреть, как выступает полк. Державшийся на коне прямо, со слегка одутловатым лицом, с императорской округлостью щек, ясноглазый, князь, казалось, находился во власти некой галлюцинации, как находился во власти галлюцинации всякий раз я, когда после того, как проезжал трамвай, наступала тишина, ибо мне чудилось, что по ней пробегает рябь музыкального трепета. Я был в отчаянии, что мне не удалось проститься с Сен-Лу, но все-таки уехал, потому что без бабушки я жить не мог. До сих пор, когда я думал в этом городке как-то там бабушка, я представлял ее себе такую, какой она была со мной. Но отсекая себя, я не принимал во внимание, как подействует это отсечение на нее. Теперь мне хотелось как можно скорее освободиться в ее объятиях от призрака, о существовании которого я все это время не подозревал, и который внезапно был вызван голосом бабушки, действительно разлученный со мной, безропотный, в преклонных, о чем я еще ни разу не подумал годах, только что получивший от меня письмо в пустой квартире, где, живя в Бальбеке, я представлял себе маму. Увы, именно этот призрак я увидел, без предупреждения войдя в гостиную и застав бабушку за чтением. Я был в гостиной, или, вернее, меня там еще не было, потому что бабушка еще не знала, что я здесь, и, подобно женщине, застегнутой из-за работы, которую она спрячет, если к ней войдут, думала о чем-то таком, чего она никогда бы мне не поверила. вместо меня в силу мгновенного преимущества, одаряющего нас способностью неожиданно присутствовать при нашем отсутствии, был только свидетель, наблюдатель в шляпе и в пальто, чужой в этом доме, фотограф, явившийся снять места, которые потом уже не увидишь. То, что чисто механически запечатлелось в моих глазах в тот миг, когда я увидел бабушку, было самой настоящей фотографией. Мы всегда видим дорогих нам людей в их одушевленной целокупности, в непрерывном движении нашей неубывающей любви к ним, которая, прежде чем дать возможность образам, какие создает внешний их облик, дойти до нас, втягивает их в свой водоворот, накладывает их на представление с давних пор сложившееся у нас, объединяет и сращивает. Каким чудом, если щеки и лоб бабушки были для моего мысленного взора самым нежным и неизменным? Каким чудом, если всякий привычный взгляд есть некромантия, а каждое любимое лицо зеркало былого? Каким чудом мог бы я проглядеть все, что в нем отяжелело и изменилось, хотя наш взгляд, насыщенный мыслью, даже в самых для него безразличных зрелищах жизни, пренебрегает, подобно классической трагедией, всеми образами, не имеющими прямого отношения к действию, и удерживает лишь те, что способствуют достижению его цели? Но пусть даже вместо глаза будет самый, что ни на есть, вечный объектив, фотографическая пластинка, все равно мы увидим, например, во дворе академии не выходящего академика, собирающегося позвать извозчика, а его нетвердую походку, предосторожности, какие он принимает, чтобы не упасть плашмя, параболу, какую он описывает при падении, как если бы он был пьян или если бы была гололедица. То же самое происходит, когда жестокая игра случая препятствует нашей мудрой и благовейной любви подоспеть вовремя, чтобы утаить от нашего взора то, что он ни в коем случае не должен видеть. Когда взор опережает ее, пребывает раньше и предоставленный самому себе действует механически, так же, как пленка. Когда он показывает нам место любимого человека, которого давно уже нет на свете, но чью кончину наша любовь усиленно старалась скрыть от нас, другого человека, которому она по сто раз в день передавала драгоценное для нас, но обманчивое сходство. И, как больной, который давно не смотрел на себя, но поминутно придумывал себе лицо, не глядя в зеркало, в соответствии с тем идеальным образом, который он хранил в сознании, отшатывается, увидев в зеркале на высохшем пустынном лице косую розовую возвышенность носа, громадного, как египетская пирамида. Я, для кого бабушка была мною самим, но только мною, какого я видел в душе, в одном и том же уголке прошлого, сквозь прозрачность прилегающих одно к другому или одно на другое наслоенных воспоминаний, вдруг в нашей гостиной, составлявшей часть некоего нового мира, мира времени, мира, где живут чужие люди, о которых мы говорим, как он постарел, впервые и всего лишь на мгновение, потому что она очень скоро исчезла, увидел на диване красную при свете лампы, рыхлую, ничем непримечательную, больную, задумавшуюся, бродившую поверх книги слегка безумными глазами, удрученную, незнакомую мне старуху. Когда я спросил Сен-Лун, можно ли посмотреть картины Эльстира у герцогини германской, он сказал, ручаюсь, что можно. К сожалению, ручался за нее только он. Мы охотно ручаемся за других, если в нашем сознании имеются их миниатюрные образы, и мы по нашему усмотрению ими управляем. Разумеется, даже и тогда мы считаемся с трудностями, возникающими из несходства нашего нрава и нрава другого человека, и стараемся применять мощные средства заинтересованность, убеждение, смятение, нейтрализующие наклонности противоположные. Но различие между нашим нравом и нравом другого человека рисует себе все-таки наш нрав. И трудности устраняем, опять-таки мы. Сильные средства дозируем тоже мы. И когда другой человек, действуя в нашем сознании по нашей указке, проделывает все, что нам нужно, мы хотим, чтобы он то же самое осуществил и в жизни. Но вот тут-то все и меняется, и мы наталкиваемся на непредвиденное сопротивление, которое не всегда можно преодолеть. Одно из самых мощных сопротивлений возникает, конечно, у нелюбящей женщины, испытывающей неодолимое и тлетворное отвращение к любящему ее человеку. Сен-Лу долго не приезжал в Париж, и за все это время его тетка, которую он за меня очень просил, в чем я ни капельки не сомневался, ни разу не пригласила меня посмотреть картины Эль-Стира. Холодно отнесся ко мне еще один обитатель нашего дома, это был Жупьен. Быть может, он думал, что я обязан нанести ему визит, тотчас по приезде из Дон-Сьера, не успев даже пройти к себе. Моя мать сказала, что нет, и чтобы я не придавал этому значения. Она слышала от Франсуазы, что такой уже Пьенен Раф, он может ни с того ни с сего надуться, а немного погодя, это с него слетает. Между тем, зима подходила к концу, надолго зарядил дождь со снегом, все не утихало буря, и вдруг как-то утром я услышал в камине вместо нестройного, упругого и угрюмого ветра, тянувшего меня к морю, воркование голубей, гнездившихся в стене. Переливчатая, нежданная, точно первый гиацинт, который осторожно разрывает питающее его сердце, чтобы оттуда брызнул лиловый, атласный, звонкий цветок, оно, словно в открытое окно, вливало в мою еще закрытую темную комнату тепло, слепящий блеск, из тому первого ясного дня. Я почему-то стал напевать шансонетку, выпавшую у меня из памяти с того года, когда я собирался поехать во Флоренцию и в Венецию. Так сильно по прихоти погоды действует на наш организм атмосфера. Она извлекает из темных заповедников, где мы придаем их забвению, записанные у нас душе мелодии, которые не сумела прочитать наша память. Вскоре к музыканту, которого я слушал в себе, даже не сразу узнав, что он играет, присоединился наделенный большей ясностью мечтатель. Я прекрасно понимал, что разочарование, какое я испытал, увидев в Бальбекскую церковь, зависело не от Бальбека, что во Флоренции, в Парме или в Венеции воображение тоже не могло бы заменить мне глаза. Это-то я понимал. Точно так же в один из новогодних вечеров, когда стемнело, я вдруг, стою у столба с афишами, открыл для себя, что неверно думать, будто иные праздники существенно отличаются от Будин. И все же я был бессилен помешать воспоминанию о времени, когда я надеялся провести во Флоренции святую неделю, окружать какой-то особой атмосферой город цветов, предавать дню Пасхи что-то флорентийское, а Флоренции что-то пасхальное. Город цветов. Так, может быть, переведено название Флоренции. До Пасхи было еще далеко, но в череде дней, тянувшихся передо мною, в самом конце дней обычных лучились пасхальные дни. Воспользовавшись тем, что их коснулось заря, как это бывает с отдельными домами в селе и с долевидными благодаря игре святотени, они притягивали к себе все сияние солнца. На дворе потеплело. Даже мои родные советовали мне возобновить утренние прогулки. В мои намерения это не входило. Встречаться с герцогиней германской мне не хотелось. Но именно из-за встреч с ней я все время думал о моих прогулках и ежеминутно находил для них новый предлог, не имевший ни малейшего отношения к герцогине германской и без труда меня убеждавший, что, если бы ее и не существовало, я все равно вышел бы прогуляться именно в этот час. Увы, я чувствовал, что если для меня всякая встреча, кроме встречи с ней, была бы безразлична, то для нее была бы терпима любая встреча, только не со мной. Ей приходилось во время утренних прогулок отвечать на поклоны множества дураков, которых она тоже рассчитала дураками. От рады их появление ей не сулило, но зато она ничего, кроме чистой случайности, в нем не усматривала. И она даже кое-когда останавливала их, потому что в иные минуты у нас возникает потребность выйти за пределы своего я и воспользоваться гостеприимством чужой души, пусть скромнейшей, уродливейшей, но только действительно нам чужой. Тогда, как она возмутилась бы, почувствовав, что в моем сердце она обретает только самое себя. Вот почему, если даже я шел по обычной дороге герцогини германской не для того, чтобы ее увидеть, то, когда она проходила мимо, я дрожал, как виноватый. И иногда, чтобы не показаться навязчивым, я еле здоровался с ней, или смотрел на нее упор, не кланяясь, чем еще сильнее ее раздражал, и в конце концов достиг того, что она приняла меня за невежу и нахало. Теперь она появлялась в более легких, во всяком случае, в более светлых платьях, а на улице уже, как весной, на окнах узеньких ловчонок, зажатых широкими фасадами старых аристократических особняков, в ларьке торговки маслом, фруктами, овощами, были спущены от солнца шторы. Глядя, как герцогиня идет вдалеке, раскрывает зонтик, переходит улицу, я думал, что теперь в глазах знатоков она не имеет себе равных в искусстве делать эти движения и придавать им особую прелесть. Она между тем все шла и шла, не подозревая о своей широкой известности, ее тонкий стан, непокорный, ничего и ни от кого не заимствовавший, покачивался под шарфом из лилового сюра. Сюра — шелковая клетчатая материя, выделываемая в Индии. Ее светлые неприветливые глаза рассеянно смотрели вдаль и, быть может, замечали меня. Она закусывала уголок рта. Я следил за тем, как она расправляет муфту, подает нищему, покупает букет фиалок у торговки с таким же любопытством, с каким следил бы за кистью великого художника. И когда, поравнявшись со мной, она мне кланялась и даже иногда чуть улыбалась, мне чудилось, будто она нарисовала для меня дивную акварель и сделала надпись. Каждое платье герцогини Германской представлялось мне как бы естественным необходимым ее окружением, как бы проекцией одной из сторон ее души. Однажды постом я встретил ее, когда нашла утром кому-то завтракать. На ней было светло-красное бархатное платье с небольшим вырезом. Белокурые волосы герцогини Германской оттеняли задумчивое выражение ее лица. Я был не так огорчен как обычно от того, что печальный ее взгляд и некоторая разобщенность с внешним миром, какую вносил яркий цвет ее платья, придавали ей вид несчастной одинокой женщины. Это меня успокаивало. Платье точно материализовало вокруг герцогини алые лучи ее сердца, о существовании которого я до сих пор не подозревал и которое, пожалуй, мог бы утешить. Укрытая мистическим светом ткани с потоками мягких складок, она напоминала святую первых веков христианства. Мне становилось стыдно при мысли, что своим видом я оскорблю этому ученицу, но ведь улица для всех. Улица для всех, повторял я, придавая этим словам особый смысл и любуюсь тем, что на людной этой улице, часто поливаемой дождем и хорошевшей, как хорошеют иногда улицы в старых итальянских городах, герцогиня германская действительно присоединяла к жизни толпы мгновение своей сокровенной жизни, показывая каждому встречному, таинственное, задеваемое встречными, с чудесным бескорыстием великих произведений искусства. Перед утренними прогулками я не спал всю ночь напролет, поэтому днем родные советовали мне прилечь и попытаться уснуть. Чтобы навеять на себя сон, не надо много думать, наоборот, лучше совсем не думать, и еще здесь большое значение имеет привычка, а у меня не было ни привычки, ни умения отгонять от себя мысли. Перед тем, как заснуть, я долго думал о том, что не усну, и даже когда засыпал, в голове у меня все еще мелькали обрывки мыслей. То был просвет в почти полной темноте, но его было довольно, чтобы в моем сне отражалась сначала мысль, что я не усну, потом отражение этого отражения, мысль, что уже уснув, я думаю, что не сплю, а потом вследствие еще одного преломления пробуждения в новый сон. Снилось же мне, что я хочу рассказать друзьям, вошедшим ко мне в комнату, что, заснув перед их приходом, я думал, что не сплю. Тени моих друзей были едва различимы, нужна была большая и, в сущности, бесполезная острота зрения, чтобы их уловить. Вот так же позднее в Венеции, когда солнце давно зашло и кажется, будто настала ночь, я увидел, благодаря, хотя и невидимому отзвучию последней ноты света, бесконечно долго державшейся на каналах, словно под действием какой-то оптической педали, отражение дворцов, точно навеки распластавших свои черные бархатные силуэты на по-предвечернему серой воде. Иногда мне снился слитный образ, который моя фантазия часто старалась создать наяву, образ морского пейзажа и его средневекового прошлого. Во сне я видел готический город среди моря с застывшими, как на витраже, валами. Рукав моря делил город пополам. Передо мной расстилалась зеленая вода. На том берегу она омывала церковь в восточном стиле, а дальше дома, существовавшие еще в 14 веке, так что подойти к ним это было все равно, что подняться вверх по течению столетий. Мне казалось, что это сон, в котором природа овладела искусством, в котором море стало готическим, сон, в котором я стремился к невозможному и верил, что достиг его, мне казалось, что это один из моих часто повторяющихся снов. Но так как при видевшемуся во сне свойственно множиться в прошлом и представляться, несмотря на свою небывалость, знакомым, я решил, что ошибаюсь. Но вскоре я убедился, что сон этот мне действительно снится часто. Способность сна умельчать предметы проявилась и в моем сне, но только тут она имела символический смысл. Я не мог в темноте различить лица находившихся около меня друзей, ведь спят же с закрытыми глазами. Я вел во сне бесконечные разговоры с самим собой, а как только пытался заговорить с друзьями, звук застревал у меня в горле, ведь никто же внятно не говорит во сне. Мне хотелось подойти к ним, но я не мог пошевелить ногами, ведь во сне же не ходят. И вдруг мне стало стыдно подняться при них с постели, ведь спят же раздетыми, с незрячими глазами, со сжатыми губами, со связанными ногами, обнаженная фигура сна, тень от которой мой же сон и отбрасывал, напоминал одну из подаренных мне с Ваном больших аллегорических фигур Джотто, олицетворение зависти со змеей во рту. Эта фреска Джотто находится в Падве в Капелле дель Арена. Сен-Лу приезжал в Париж всего на несколько часов. Он уверял меня, что у него не было повода поговорить обо мне с герцогиней. «Риана уже совсем не так мила», простодушно выдавал себя он. «Это не моя прежняя Риана, ее подменили. Уверяю тебя, она не стоит того, чтобы ты из-за нее страдал. Слишком много чести». «Хочешь, я познакомлю тебя с моей родственницей Пуактье?» спросил он, не понимая, что это не доставит мне ни малейшего удовольствия. «Умная, молодая женщина, она тебе понравится. Она вышла за моего родственника, герцога де Пуактье, он славный и малый, но по сравнению с ней простоват. Я говорил ей о тебе, она просила тебя привезти. Она гораздо красивее Арианы и моложе ее. В ней, знаешь ли, есть что-то этакое, я бы сказал, милое, приятное». Эти выражения Робер подхватил недавно и потому, когда употреблял их, то весь загорался. При страсти же его к такого рода выражениям свидетельствовало о деликатности его натуры. Сказать, что она дрейфусарка было бы преувеличением. Надо принять во внимание ее среду, и все-таки она говорит, если он невиновен, то заточить его на чертовом острове, ведь это просто ужас. Правда, здорово? И потом она много помогает своим бывшим воспитательницам, не велела проводить их к ней с черного хода. Уверяю тебя, в ней есть что-то очень приятное. В глубине души Ариана не любит ее, она понимает, что та умнее. хотя вся душа Франсуазы была полна сострадания к одному лакею германтов, который не мог ходить в гости к своей невесте, даже когда герцогини не было дома, потому что привратник сейчас же донес бы на него, все-таки Франсуазе было жаль, что Сен-Лу приходил в ее отсутствие, но ведь теперь она тоже бывала в гостях. Она уходила именно тогда, когда я в ней особенно нуждался. Навещала она своего брата, племянницу и особенно часто родную дочь, недавно переехавшую в Париж. Меня раздражало, что я лишался ее услуг уже одним тем, что она отправлялась к родственникам, ибо предвидел, что после каждого такого посещения она станет говорить, что ей нельзя было туда не пойти, так, где ее учили у Андрея Первозванного в полях. Андрей Первозванный в полях — это церковь под Камбре, описана Прустом в романе по направлению к Свану. Вот почему, выслушивая ее извинения, я всякий раз на нее сердился, хотя и зря. И особенно меня бесило то, что Франсуаза вместо того, чтобы сказать «Я ходила к брату, я ходила к племяннице», говорила «Я навестила брата, я по дороге заглянула к племяннице», или «К племяннице, у которой мясная лавка». Что касается дочери, то Франсуазе хотелось, чтобы она вернулась в Камбре. Однако новоиспеченная парижанка, уже научившаяся умодниц пользоваться сокращениями, правда, уже затрёпанными, утверждала, что ей и неделю трудно было бы прожить в Кумбре без Энтрана. Энтран, сокращённое название издававшейся в Париже националистической газеты Энтран-Синжан. И уж совсем была ей не по душе поездка к сестре Франсуазе в гористую местность, ибо горы, говорила дочь Франсуазе, придавая слову неинтересный, новый ужасный смысл, это не больно-то интересно. Теперь она уж ни за что не вернётся в Мезыглис, где живёт такое дубьё, и где на рынке кумушки три по хвостке начнут считаться с ней родством и скажут «Ээээ, да ведь это дочка покойного Базеро». Лучше умереть, чем возвращаться туда после того, как она уже вкусила парижской жизни. А ретроградка Франсуаза снисходительно улыбалась, когда, проникнутая новыми веяниями, новоиспечённая парижанка говорила «Вот что, мамаша, раз у тебя нет свободного дня, пошли мне пнев». Пнев — сокращённое название письма, отправленного по пневматической почте. Эта внутригородская почта была очень распространена в конце девятнадцатого века в крупных городах типа Парижа. Опять похолодало. А выходить «Это ещё зачем?» «Чтобы схватить простуду», восклицала Франсуаза, предпочитавшая сидеть дома всю неделю, которую её дочь, брат и торговка мясом проводили в Комбре. Единственная оставшаяся в живых последовательница тётя Леонии, Франсуаза, в которой что-то ещё осталось от её вероучения о физическом мире, говорила по поводу внезапной перемены погоды. «Это Господь всё ещё на нас гневается». Но я отвечал на её сетование томной улыбкой, ибо меня её пророчества не пугали. Для кого, для кого, а для меня начнётся чудная погода? Я уже видел утренний яркий солнечный свет на холме Фьезоля. Я грелся под лучами солнца, они заставляли меня открывать и полузакрывать веки, я улыбался, и мои веки, подобно алебастровым лампадам, отливали розовым. Фьезоля, небольшое местечко под Флоренцией, ныне в черте города. Не только колокола возвращались из Италии, сама Италия приходила вместе с ними. Нет, мои преданные ей руки не ощутят недостатка в цветах, чтобы отпраздновать годовщину путешествия, которое я должен был совершить, ибо, хотя в Париже снова завернули холода, как в тот год, когда мы в конце поста собирались в Италию, в текучем холодном воздухе, омывавшем на бульварах каштаны, платаны и дерево, росшее перед нашим домом, уже приоткрывают лепестки, будто в чаше с прозрачной водой, нарциссы, жонкили, анимоны Понте-Веккио. Понте-Веккио, то есть старый мост во Флоренции. Отец сказал нам, что теперь он знает от А.Ж., у которого бывает в нашем доме маркиз де Нарпуа. А.Ж. А.Ж. Моро, сослуживец отца героя, персонажа романов Пруста обычно называет Моро этими инициалами. У маркиз и де Вильпаризи они близкие друзья, а я и не знал. Должно быть, это прелестная, незаурядная женщина, тебе бы не мешало навестить ее, обратился он ко мне. А вообще, маркиз меня крайне удивил. Он сказал, что герцог германский прекрасно воспитан, а я его всегда считал грубияным. оказывается, он человек широко образованный, с отменным вкусом, только уж очень он гордится своим происхождением и своими связями. Но вообще, по словам де Нарпуа, он пользуется большим почетом не только у нас, но и во всей Европе. Если не ошибаюсь, императоры австрийский и русский с ним на дружеской ноге. Папаша Нарпуа сказал, что маркиза де Виль Порези очень тебя любит, и что в ее салоне ты сведешь знакомство с интересными людьми. Он отозвался о тебе с большой похвалой. Ты с ним встретишься у маркиза, он может дать тебе ценный совет, если ты хочешь быть писателем. А я вижу, что ничто другое тебя и не увлекает. В сущности говоря, это не дурная карьера. Я бы для тебя ее не выбрал, но ты скоро станешь взрослым. Мы не вечно будем около тебя, и раз это твое призвание, то мы не вправе препятствовать тебе. Ах, если бы я мог по крайней мере начать писать. Но в каких бы условиях я не приступал к работе, увы, это в равной степени относилось и к моему желанию не пить спиртного, рано ложиться спать, поддерживать в себе хорошее настроение, соувлечения, методически, с удовольствием, отказываясь от прогулки, откладывая ее, чтобы потом заслужить ее как награду, пользуясь тем, что я хорошо себя чувствую, или вынужденным бездействием во время болезни, мои усилия неизменно увенчивала чистая страница девственной белизны, неизбежная, точно обязательная карта, которую ты роковым образом вытаскиваешь, как бы тщательно была перед фокусом не перетасована колода. Я представлял собой всего лишь орудие привычек не работать, ложиться поздно, не спать по ночам, которые должны были действовать во что бы то ни стало. Если я не оказывал им сопротивления, если я довольствовался предлогом, который они извлекали из любого пришедшего в этот день случая, дававшего им возможность поступать по-своему, то я отделывался более или менее легко. Я все-таки на несколько часов засыпал перед утром, почитывал, не переутомлялся. Но если я шел им наперекор, если я давал себе слово леча рано, пить только воду, работать, то они возмущались, прибегали к сильным средствам. Я чувствовал себя отвратительно, удваивал дозу алкоголя, по два дня не ложился в постель, не мог даже читать, и потом давал себе обещание быть более рассудительным, то есть менее благоразумным, уподобиться жертве, которая дает себя оградить от страха, что если она станет сопротивляться, то ее убьют. Отец за это время раза два встретился с герцогом германским. И теперь, после того, как маркиз де Норпуа сказал ему, что герцог человек замечательный, он стал несколько иначе к нему относиться. Во дворе они как-то заговорили о маркизе де Вильпорези. Герцог мне сказал, что это его тетка, он произносит Вильпорези. Он сказал, что она необычайно умна, он еще прибавил, что у нее бюро остроумия, присовокупил отец, на которого это выражение произвело впечатление своей непонятностью, хотя оно и попадалось ему в мемуарах, но он не понимал, что оно собственно значит. Мать, относившаяся к отцу с необычайным почтением, заметив, что маркизе де Вильпорези выросла в его глазах из-за бюро остроумия, тоже прониклась к ней уважением. Бюро остроумия имеются в виду французские литературные салоны 17-18 века, где остроумие было непременным качеством собеседников. Она давным-давно знала от бабушки настоящую цену маркизи, но после разговора с отцом переменила о ней мнение. Прихварывавшая в это время бабушка была сначала против того, чтобы я посетил маркизу, но потом перестала проявлять к этому какой бы то ни был интерес. После того, как мы переехали на новую квартиру, маркиза де Вильпорези несколько раз приглашала ее к себе, а бабушка неизменно отвечала ей, что пока не выходит. В письмах, которые она по своей новой привычке нам непонятной не запечатывала собственноручно, она предоставляла заклейку Франсуазе. Я же довольно смутно себя представлял бюро остроумия, а потому был бы не очень удивлен, застав почтенных лет даму из Бальбека за бюро, что, кстати, сказать и случилось. Отцу, помимо всего прочего, хотелось узнать, много ли голосов даст ему поддержка посла при выборах в академию, куда он намеревался баллотироваться в качестве почетного члена. Откровенно говоря, отец, не смея сомневаться в поддержке маркиза Ден-Арпуа, все же не был в ней твердо уверен. Он решил, что это сплетня, когда ему сказали в министерстве, что маркиз Ден-Арпуа предпочитает быть единственным представителем министерства в академии, и что он приложит все усилия, чтобы провалить его, а на самом деле у маркиза была сейчас другая кандидатура. И все же, когда Леруа Болье посоветовал отцу выставить свою кандидатуру и взвесил шансы, на отца произвело неприятное впечатление, что в числе коллег, на которых он в данном случае мог положиться, наш выдающийся экономист не упомянул маркиза Ден-Арпуа. Леруа Болье Анатоль 1844-1912 годы французский ученый, член Академии моральных наук. Отец не решался прямо спросить об этом бывшего посла. Он надеялся, что я вернусь от маркиза Девиль-Паризи с вестью о том, что он уже избран. Теперь мне непременно надо было пойти к маркизе. Доброе слово маркиза Ден-Арпуа могло в самом деле обеспечить отцу две трети голосов в Академии, а между тем помощь посла казалась ему тем более вероятной, что о том, какой Ден-Арпуа доброжелательный человек, знали все, и даже его недруги признавали, что он обожает делать людям приятно. А кроме того, в министерстве он никому так явно не благоволил, как моему отцу. У отца была еще одна встреча, но она сперва удивила его, а затем страшно обозлила. Он увидел на улице госпожу Сазра, которая была так бедна, что во всем Париже изредка бывала только у одной своей близкой приятельницы. Самый скучный из наших знакомых отец считал госпожу Сазра, так что маме приходилось раз в год говорить ему ласковый умоляющий друг мой, надо как-нибудь позвать госпожу Сазра, она не засидится, или даже послушай, мой друг, я хочу попросить тебя о большом одолжении, сходи ненадолго к госпоже Сазра, ты знаешь, я не люблю тебе надоедать, но это было бы так мило с твоей стороны. Отец смеялся, слегка сердился и шел с визитом. Словом, отец не был в восторге от госпожи Сазра, тем не менее, увидев ее, он снял шляпу и хотел подойти, но к величайшему его изумлению госпожа Сазра удостоила его кивком, каким только из вежливости отвечают человеку, который сделал подлость или которому предложено выехать за пределы родной страны. Отец пришел домой взбешенный, огорошенный. На другой день мать встретила госпожу Сазра у знакомых. Госпожа Сазра не подала ей руки, а лишь улыбнулась неопределенной или грустной улыбкой, как улыбаются женщины, с которой вы играли в детстве, но потом порвали всякие отношения из-за того, что она вела распутную жизнь, вышла замуж за бывшего каторжника или еще того хуже за разведенного. Между тем, мои родители все время оказывали госпоже Сазра глубочайшее уважение и ничем не заслужили неуважения с ее стороны. Но об этом моей матери ничего не было известно. В той части камбрейского общества, к которой принадлежала госпожа Сазра, она была единственной Дрейфусаркой. Мой отец, приятель Мелина, был убежден в виновности Дрейфуса. Мелин Жюль 1838-1925 годы французский государственный деятель. В период дела Дрейфуса занял националистические антидрейфусарские позиции и пытался оперевшись на реакционеров сделать политическую карьеру. Выставив в 1899 году свою кандидатуру в президенты республики, потерпел поражение. Вспылив, он выставил за дверь сослуживцев, просивших его подписать ходатайство о пересмотре дела. Узнав, что я другого мнения, он потом целую неделю со мной не разговаривал. Отец ни от кого не скрывал своих взглядов. Считавшие его националистом были недалеки от истины. В нашей семье только бабушка была, по-видимому, охвачена великодушным сомнением, потому что, когда ей говорили, что, может быть, Дрейфус и не виноват, она делала движение, которое нам было тогда непонятно, вскидывала голову, с таким видом точно ее отвлекли от серьезных мыслей. Мать, любившая моего отца, и вместе с тем верившая в мой ум, пребывала в нерешимости, которая выражалась у нее в молчании. Наконец, дедушка, обожавший армию, хотя в зрелом возрасте он вспоминал о своей службе в национальной гвардии, как о кошмарном сне, когда в комбре мимо нашего дома проходил полк, при виде полковника и полкового знамени непременно снимал шляпу. Для госпожи Сазра, не имевшей основания сомневаться в бескорыстии и честности моего отца и деда, этого было достаточно, чтобы отнестись к ним, как к пособникам несправедливости. Прощаются преступления индивидуальные, не прощается причастность к преступлению коллективному. Услышав, что мой отец анти-дрейфусар, госпожа Сазра стала смотреть на него, как на человека с другого материка и с другого века. Не мудрено, что на таком расстоянии, во времени и в пространстве моему отцу могло показаться, что она ему не поклонилась, а ей не пришло в голову протянуть ему руку и обменяться двумя-тремя словами, ведь они находились в разных мирах. Еще до приезда в Париж, Сен-Лу обещал побывать со мной у маркизы де Вильпризи, в доме которой, не сказав об этом Сен-Лу, я надеялся встретиться с герцогиней Германской. Он предложил мне пообедать вместе с ним и его любовницей в ресторане, а потом проводить ее на репетицию. Она жила за городом, и мы должны были за ней заехать. Я предложил Сен-Лу пообедать в том ресторане, а в жизни родовитых юношей, которые сорят деньгами, ресторан играет такую же важную роль, как тюки тюки тканей в арабских сказках. Куда до открытия сезона в Бальбеке должен был поступить метродотелем Эмме, о чем я слышал от него самого. Я так часто мечтал о путешествиях и так мало путешествовал. Вот почему меня тянуло свидеться с человеком, который являлся не только частью моих воспоминаний о Бальбеке, но и частью самого Бальбека, который ездил туда ежегодно и которому, если усталость или учение удерживали меня в Париже, в долгие июльские вечера все так же хорошо было видно сквозь стеклянные двери, пока еще пустой огромной столовой, как заходящее солнце опускается в море и как неподвижные крылья далеких голубоватых судов становятся похожи в час, когда солнце меркнет, на экзотических ночных бабочек под стеклом. Намагниченный соприкосновением с мощным магнитом Бальбека, мэтр Дотель становился магнитом для меня. Я надеялся, что, говоря с ним, я вступлю в связь с Бальбеком, что, не выезжая из Парижа, я хоть и слабо, а все-таки почувствую прелесть путешествия. Я вышел из дому утром, в то время, как Франсуаза охала из-за того, что лакей-жених опять не мог вчера вечером пойти к невесте. Франсуаза застала его в слезах. Ему хотелось дать привратнику за трещину, но он дорожил местом и потому только сдержался. по дороге к Сен-Лу, уговорившегося со мной, что он будет ждать меня у дверей своего дома, я встретил Леграндена, которого мы потеряли из виду со времен Комбре, и у которого, хоть он и стал совсем седой, глаза были все такие же молодые и бесхитростные. Он остановился. «Ах, это вы!» воскликнул он. «Шикарный мужчина, да еще и в сертуке. Моя независимость не сумела бы приноровиться к этой ливреи. Впрочем, вам нужно быть светским человеком, делать визиты. А чтобы, как и я, пойти помечтать у какой-нибудь полуразрушенной гробницы, вполне сойдут мой галстук бабочка и пиджак. Вы знаете, что я высоко ценю ваши прекрасные душевные качества. Вот отчего мне так жаль, что вы погубите свою душу среди язычников. Раз вы способны пробыть хоть мгновенье в тошнотворной атмосфере салонов, где бы я задохнулся, вы навлекаете на свое будущее осуждение проклятие пророка. Я убежден, вы водитесь с прожигателями жизни, вращаетесь среди знати. Это порог нынешней буржуазии. Ох уж эти аристократы! Жаль, что террор не отрубил головы им всем. Это или отъявленные негодяи, или непроходимые дураки. Ну что ж, дитя мое, дружите с ними, если это доставляет вам удовольствие. Когда вы отправитесь на какой-нибудь файвоклок, ваш старый приятель будет счастливее вас. Один одиношник где-нибудь в пригороде, он будет наблюдать восход розовой луны в фиолетовом небе. Ведь я в сущности уже не живу на земле. Я здесь так одинок. Только всемогущая сила закона тяготения меня здесь и удерживает, а то бы я давно улетел в другую сферу. Я житель другой планеты. Прощайте и не сердитесь на неисправимую откровенность крестьянина Свивоны, который так грубым мужиком и остался. Чтобы доказать, что я считаюсь вашим мнением, я пришлю вам мой последний роман. Но только он вам не понравится. Он покажется вам недостаточно упадочным, недостаточно проникнутым духом конца века. Для вас это слишком чисто сердечно, слишком честно. Вам подавая бергота, вы сами мне в этом признались, для утонченного вкуса присыщенных чревоугодников нужна тухлятинка. Вашем кружке наверное считают, что я пережил свой век. Я вкладываю душу в то, что пишу, это мой недостаток. Теперь это уже не в моде. Да и потом в народном быте нет ничего изысканного. Это не для ваших снобиков. А все-таки вспоминайте иногда слова Христа. Делайте так, и вы будете живы. Прощайте, мой друг. Встреча с Легранденом не оставила во мне неприятного осадка. Иные воспоминания, подобные общим друзьям, они примеряют. Перекинутый среди усеянных лютиками полей, на которых выселись полуразрушенные старинные замки, деревянный мостик соединял Леграндена и меня, как два берега Вивоны. В Париже, несмотря на то, что весна уже началась, на бульварах ветви деревьев только-только украсились первыми листьями, а когда мы с Сен-Лу доехали по окружной железной дороге до поселка, где жила его любовница, и сошли с поезда, то так и ахнули от восторга при виде цветущих плодовых деревьев огромными белыми престолами, расставленных в каждом садике. Как будто мы попали на один из тех особых, поэтичных, коротких местных праздников, на которые в установленные дни стекаются издалека, но только праздник, устроенный природой. Лепившиеся один к другому белые футлярчики цвета на вишнях и издали среди других деревьев почти без цветов и без листьев можно было принять в этот солнечный, но холодный день за снег, который всюду растаял, но в кустах пока лежал. А высокие груши окутывали каждый дом, каждый скромный двор, еще более широкой, более ровной, более ослепительной белизной, так что казалось, будто все постройки и все участки поселка нарядились сегодня ради первого причастия. при въезде в такие поселки, расположенные в окрестностях Парижа, уцелели парки 17-го и 18-го веков, причуды интендантов и фавориток. Интенданты в дореволюционной Франции так назывались назначаемые королем чиновники, ведавшие всеми делами той или иной провинции. Какой-то садовод воспользовался одним из них, разбитым ниже дороги. Воспользовался для того, чтобы насадить здесь плодовые деревья, а может быть просто сохранил рисунок громадного плодового сада тех времен. Рассаженные в шахматном порядке на большом расстоянии одна от другой и дальше от дороги, чем те, что я увидел раньше, здесь груши образовывали большие, отделенные низкой оградой четырехугольники белых цветов, на каждой стороне которых солнечный свет золотился по-разному, так что все эти комнаты без крыши на вольном воздухе напоминали комнаты Дворца Солнца где-нибудь на Крите. И еще они становились похожи на водоемы или на части моря, отгороженные человеком для какого-нибудь рыбного промысла или для разведения устриц, когда вы видели игру света на ветвях, зависевшую от того, как были к нему повернуты ряды деревьев. Словно это была полая вода, и свет то здесь, то там возметал искрившиеся в решетчатых прогалах в лазуре ветвей белые брызги, осиянные солнцем пены цветов. Это было древнее селение со старинным зданием Мэрии, обожженным солнцем и золотистым, перед которым вместо призовых столбов и флагов стояли три большие груши, будто для местного гражданского праздника с большим вкусом наряженные в белый атлас. Никогда еще Робер не говорил мне с такой нежностью о своей подружке, как по дороге к ней. В его сердце пустила корни только она. Военная карьера, положение в обществе, семья, все это, конечно, было ему небезразлично, но это для него ничего не значило по сравнению с каким-нибудь сущим пустяком, касавшимся его любовницы. Только она сохраняла для него обаяние, неизмеримо больше, чем обаяние германтов и всех королей на свете. Я не могу сказать с уверенностью, сознательно ли он считал ее высшим существом. Я знаю одно, думал он и заботился только о ней. Страдал он из-за нее, был счастлив благодаря ей, мог, пожалуй, кого-нибудь убить ради нее. Для него положительно не существовало ничего интересного, увлекательного, вне того, к чему стремится, что будет делать его любовница, вне того, что происходило, насколько об этом можно было догадываться по быстрым ее взглядам на узком пространстве ее лица, под ее властительным лбом. Сен-Лу, щепетильный во всем остальном, был не против того, чтобы она составила себе блестящую партию, лишь бы по-прежнему содержать ее и сохранить. По-моему, нет такой крупной цифры, которая могла бы определить, как высоко он ее ценил. не женился он на ней только от того, что житейский инстинкт подсказывал ему, что как только она поймет, что ей от него больше ждать нечего, так сейчас же бросит его или будет жить совершенно самостоятельно, значит, удерживать ее над ожиданием завтрашнего дня. Ведь он предполагал, что она, может быть, вовсе не любит его. Несомненно, всеобщая болезнь, именуемая любовью, временами заставляла его, как это бывает со всеми людьми, думать, что она его любит. Но опыт говорил ему, что любовь любовью, но что она не уходит от него только из-за его денег, и что в тот день, когда ей больше нечего будет от него ждать, она не замедлит, ибо он считал, что она жертва теории своих друзей-литераторов, продолжая его любить, порвать с ним. Если она будет сегодня мила, я сделаю ей подарок, которому она обрадуется, сказал Сенлу. Колье, которое она видела у Бушерона. Правда, сейчас для меня тридцать тысяч франков многовато, но у моего бедного волчонка не такая уж веселая жизнь. Она будет в диком восторге. Она говорила мне об этом колье, и сказала, что один человек может быть ей его подарит. Я не очень-то этому верю, но на всякий случай сговорился с Бушероном, поставщиком моей семьи, чтобы он отложил его для меня. Я рад, что ты ее увидишь. Знаешь, по внешности она ничего особенного собой не представляет. оставляет. Я видел ясно, что он думает другое и не высказывает своего настоящего мнения только для того, чтобы я был тем сильнее поражен, когда ее увижу. Но она на редкость умна. При тебе она, пожалуй, будет неразговорчива, но я ликую от одной мысли о том, как хорошо она будет говорить о тебе после. Ты знаешь, она иногда говорит такие вещи, что чем больше о них думаешь, тем более глубокий открывается в них смысл. Право, в ней есть что-то от пифи. Дорога к ее дому шла мимо садиков, и я невольно остановился. Таким обильным цветом цвели вишни и груши. Вчера еще, наверное, пустые необитаемые и точно домики без жильцов. Они вдруг заселились и украсились прибывшими под вечер гостьями, чьи красивые белые платья сквозили через решетку в конце аллей. Послушай, я вижу, тебе хочется всем этим полюбоваться, настроиться на поэтический лад, сказал Робер. Ну, так подожди меня здесь. Моя приятельница живет совсем близко, я за ней схожу. В ожидании я начал прохаживаться мимо скромных садиков. Когда я поднимал глаза, то кое-где в окнах видел молоденьких девушек. А под открытым небом на высоте второго этажа гибкие и легкие в новеньких лиловых платьях молодые гроздья сирени то здесь, то там висели на ветках и колыхались от ветра, не обращая внимания на прохожего, поднимавшего глаза на зеленые их антресоли. Я узнавал в них фиолетовые отряды, выстраивавшиеся у входа в парк Свана за низенькой белой оградой в теплые весенние дни и напоминавшие чудесный ковер на стене провинциального дома. Я пошел по тропинке, которая вела на лужайку. Здесь меня опахнул свежий резкий ветер, как в комбре, а на глинистой влажной деревенской почве, какая могла быть и на берегу Вивоны, все-таки передо мной предстала вовремя явившаяся на место сбора вместе со всей стайкой своих подружек большая белая груша, и она покачивалась, улыбаясь и вывешивала на солнце, точно занавес из-за веществленного и осязаемого света, дрожавшие на ветру отполированные и высеребренные солнечными лучами цветы. Но вот подошел со своей любовницей Сен-Лу, и в этой женщине, в которой сосредоточивалось для него все, что могла дать любовь, все утехи жизни, в женщине, чья личность таинственно заключенная в ее теле, как в скине и завета, представляла собой объект, над которым без устали трудилось воображение моего друга, понимавшего, что ему так никогда его и не познать, постоянно задававшего себе вопрос, что же все-таки там, за покровом ее взглядов и тела, в этой женщине я мгновенно узнал, Рахиль, ты мне дана, ту самую, которая несколько лет назад, на этом свете женщины, уж если меняют положение, то необычайно быстро, говорила сегодня, стало быть, завтра вечером, если я вам для кого-нибудь понадоблюсь, пошлите за мной. Скиния У древних евреев переносной шатер для отправления культа. Согласно легенде, сооружен Моисеем в момент исхода евреев из Египта. Рахиль, ты мне дана, начало популярной арии из оперы Голеви 1799-1862 годы, Жидовка 1835 год, на слова Эжена Скриба. Эта ария не раз упоминается в связи с любовницей Сен-Лу в первой части романа «Под сенью девушек в цвету». И когда за ней действительно посылали, и она оставалась в комнате одна с этим кем-нибудь, то она так хорошо знала, чего от нее хотят, что, заперевшись на ключ из предосторожности свойственной женщине благоразумной, она тотчас же освещенными ритуалом движениями начинала снимать с себя одежды, как раздеваемся мы в приемную доктора, который должен нас выслушать, и останавливалась на полдороги, только если кто-нибудь не любящий ноготы говорил ей, что она может не снимать рубашку. Так врачи, обладающие тонким слухом и боящиеся простудить больного, слушают, как он дышит и как работает у него сердце через белье. Эта женщина со всей ее жизнью, со всеми ее мыслями, со всем ее прошлым, со всеми, кто только ею не обладал, до такой степени мне безразличная, что если б она стала мне рассказывать о себе, я слушал бы только из вежливости, в одно ухо впуская, в другое выпуская. Эта женщина, из-за которой Сен-Лу так волновался, так мучился, и которую он так любил, она, на кого я смотрел, как на заводную игрушку, в конце концов, превратилась для него в предмет бесконечных страданий, в ту, за кого он отдал бы жизнь. При виде этих двух разъединенных элементов, ведь, Рахиль, ты мне дана, я встречал в доме терпимости, я пришел к заключению, что многие женщины, которые составляют для мужчин смысл жизни, из-за которых они страдают, накладывают на себя руки, являются в сущности, или же являются для других, тем, чем была для меня Рахиль. Мысль, что ее жизнь может возбуждать мучительное любопытство, казалась мне нелепой. Я мог бы рассказать Роберу о многих ее постельных делах, которые меня совершенно не интересовали, а как бы огорчили они его, и чего бы он не дал, чтобы о них разузнать, хотя так бы и не допытался. Я отдавал себе отчет, сколько человеческое воображение способно накопить за завесой небольшой части человеческого лица, хотя бы лица этой женщины, если только воображение познакомиться с нею первым. И наоборот, на какие жалкие вещественные составные части, не имеющие никакого значения, обесцененные, может распасться то, что составляло предмет стольких мечтаний, если знакомство состоялось иначе, наипошлейшим образом. Я понимал, что вещь, за которую я не дал бы и двадцати франков в публичном доме, где мне ее предложили бы за двадцать франков, не дал бы, потому что там она была всего-навсего женщиной, которой хотелось заработать двадцать франков, может стоить больше миллиона, дороже семьи, дороже самого завидного положения в обществе, если сперва она представилась нашему воображению существом неведомым, манящим, которое нелегко словить и удержать. Разумеется, и Робер и я видели одно и то же некрасивое узкое лицо, но пришли мы к нему разными путями, которые никогда не сойдутся, и о наружности этой женщины мы так до конца и останемся при своем мнении. Это лицо с его взглядами, улыбками, движениями губ, я узнал, будучи посторонним наблюдателем, только как лицо некоего предмета, который за двадцать франков сделает все, чего я захочу. Таким образом, его взгляды, улыбки, движения губ показались мне лишь знаками каких-то общих проявлений, в которых ничего индивидуального нет. Отыскивать же личность под этими знаками у меня не достало любопытства. Но то, что мне было предложено в качестве исходного пункта, это на все согласное лицо, для Робера являлось конечной целью, которой он шел через столько надежд, сомнений, подозрений, мечтаний. Он давал более миллиона, чтобы иметь, чтобы не доставалось другим, то, что мне, как и другим, предлагалось за двадцать франков. Почему он не получил этого за такую цену, это могло зависеть от чисто случайного мгновения. Мгновение, когда та, что как будто уже готова была отдаться, уклоняется, может быть, потому, что у нее назначено свидание, или же еще почему-либо, из-за чего она сегодня менее изговорчива. Если подобного сорта женщина имеет дело с мужчиной душевно ранимым, то, если даже она этого не замечает, в особенности же, если заметила, начинается страшная игра. Слишком сильно переживая свою неудачу, чувствуя, что без этой женщины он не может жить, душевно ранимый мужчина гонится за ней, она от него убегает. И вот почему улыбка, на которую он уже не смел надеяться, оплачивается им в тысячу раз дороже того, во что должна была бы ему обойтись высшая ее благосклонность. В подобных обстоятельствах бывает даже, это когда из сочетания наивности представлений с боязнью страданий рождается безумное стремление превратить продажную девку в недоступный кумир, что этой высшей благосклонности и даже первого поцелуя он так и не добьется, он не посмеет заикнуться о них, чтобы она не поставила под сомнение искренность его уверений в том, что он любит ее платонически. И мучительно жаль бывает тогда расстаться с жизнью, так и не узнав, что же такое поцелуй женщины, которую вы любили больше всего на свете. Сен-Лу, впрочем, удалось снискать у Рахили все виды благосклонности. Конечно, если бы он узнал теперь, что они предлагались всем и каждому за Луидор, то ему было бы страшно больно. И все же он отдал бы миллион за то, чтобы она продолжала дарить его своей благосклонностью, ибо все, что он узнал бы, не могло бы заставить его, это выше человеческих сил и случается только против нашей воли, под влиянием какого-нибудь могучего закона природы, свернуть с дороги, на которой он стоит, на которой лицо любимой женщины видится ему только сквозь его мечты. Неподвижность этого некрасивого лица, подобно неподвижности листа бумаги, подвергшегося сверхмощному давлению двух атмосфер, представлялась неравновесием двух бесконечностей, вплотную приблизившихся к ней, но не встретившихся, ибо она разделяла их. И в самом деле, глядя на нее, мы с Робером видели разные стороны тайны. Рахиль, ты мне дана, я и за человека-то не считал. А вот сила человеческого воображения, самообман, порождавший любовную муку, меня изумляли. Робер видел, что я взволнован. Чтобы он подумал, будто меня растрогала красота груш и вишен в саду напротив, я перевел глаза на них. А их красота трогала меня отчасти так же. Она тоже обращала мое внимание на нечто такое, что не только видишь глазами, но и чувствуешь сердцем. Принимая эти деревца в саду за неведомых богов, не обманывался ли я, как Магдалина, когда в другом саду, в день, память которого приближалась, она увидела человеческий облик и подумала, что это садовник. Магдалина подумала, что это садовник. Имеется в виду эпизод из Евангелия от Иоанна, рассказывающая о воскресении Иисуса Христа. Мария Магдалина увидела в саду воскресшего Христа, но сначала приняла его за садовника и хотела спросить его, не он ли открыл гробницу и унес тело погребенного Спасителя. Хранители воспоминаний о золотом веке наглядные доказательства, что действительность не соответствует нашим о ней представлениям, что в ней могут воссиять и чудо поэзии, и волшебное сияние невинности, и явиться наградой, которую мы постараемся заслужить. Эти большие белые создания, восхитительно склонившиеся над тенью, благоприятной для отдыха, для рыбной ловли, для чтения, не были ли они скорее ангелами? Я и любовница Сен-Лу сказали друг другу несколько слов. Мы пошли по деревне. Дома здесь были грязные, но около самых убогих, тех, которые словно сжег серный дождь, таинственные путники, остановившиеся на один день в проклятом городе, светоносные ангелы, широко простирали над ними ослепительное покровительство своих крыльев, крыльев цветущей невинности, то были груши. Сен-Лу прошел со мной вперед. Мне бы очень хотелось побыть с тобой вдвоем, я бы даже предпочел пообедать с тобой наедине, словом, провести все время до того, как надо будет идти к тетке, но обед это такое удовольствие для моей девчушки, и она, понимаешь ли, так со мной мила, что я не мог отказать ей. Да она тебе понравится, она литературна, очень чутка, и с ней так приятно пообедать в ресторане, она такая славная, такая простая, всегда всем довольна. Я полагаю, однако, что как раз в то утро и, вероятно, впервые, Робер отошел на мгновение от женщины, которую он от ласки к ласке из подволь сочинял, и вдруг увидел на некотором расстоянии другую Рахиль, ее двойник, но совершенно на нее не похожий, увидел самую обыкновенную потаскушку. Расставшись с прекрасным садом, мы направились к парижскому поезду, но на вокзале Рахиль немножко отстала, и тут ее узнали, и, подумав сперва, что она одна, окликнули невысокого полета шлюшки вроде нее самой. Эй, Рахиль, поедем с нами, Люсьена и Жермена уже в вагоне, как раз рядом с нами есть свободное место, «Скорей, потом вместе пойдем на скетинг», и они уже собирались познакомить ее с двумя прикощишками, своими кавалерами, ехавшими вместе с ними, но, заметив, что Рахиль слегка смутилась, с любопытством подняли глаза, увидели нас, извинились и попрощались с ней, а она тоже с ними попрощалась, не без чувства неловкости, но дружелюбно. Это были две бедные шлюшки в пальто с воротниками из поддельного котика, и вид у них был почти такой же, как у самой Рахили, когда Сен-Лу встретил ее в первый раз. Он их не знал, не знал, как их зовут, и, удостоверившись, что они хорошие знакомые его подружки, подумал, что в ее жизни, наверное, был и, пожалуй, есть и теперь такой уголок, о котором он и не подозревал, и что та другая жизнь резко отличается от их совместной жизни, что там можно иметь женщину за Луидор. Та жизнь лишь приоткрылась перед ним, но вместе с ней он увидел и совсем иную Рахиль, не ту, которую он знал, а Рахиль, похожую на этих двух шлюшек, Рахиль за двадцать франков. Словом, Рахиль на мгновение раздвоилось перед ним, он увидел на некотором расстоянии от его Рахили, Рахиль-шлюшку, настоящую Рахиль, если исходить из того, что настоящая Рахиль скорее шлюха. Быть может, Робер подумал еще, что из того ада, в котором он жил, жил с мыслью о неизбежности жениться на богатой и продаже своего имения, что дало бы ему возможность по-прежнему давать Рахили сто тысяч франков в год. Он с радостью вырвался бы и добивался благосклонности своей возлюбленной, как эти приказчишки добиваются благосклонности своих потаскушек за ничтожную плату. Но как это сделать? Она же ни в чем не провинилась. Если быть с ней менее щедрым, она будет не такой обворожительной, перестанет в разговорах и в письмах употреблять выражения, которые его так трогали и которые он не без хвостовства пересказывал товарищам, подчеркивая, как это мило с ее стороны, но умалчивая о том, как безумно много тратит он на ее содержание, о том, что он вообще что-то ей дает, что ее надписи на фотографиях или заключительные слова телеграмм это те же сто тысяч франков, но только в уменьшенном и более драгоценном виде. Хотя Сен-Луи не проговаривался, что платят Рахилии за эти ее немногие ласковые слова, но отсюда не следует делать вывод, а такой вывод при упрощенном подходе к явлениям глупейшим образом делается относительно всех любовников, сорящих деньгами относительно стольких мужей, что не проговаривался он из самолюбия, из тщеславия. Сен-Луи был достаточно умен, чтобы отдавать себе отчет, что все, что тешит тщеславия, он легко и безвозмездно мог бы найти в свете благодаря своему громкому имени, благодаря своей красоте, а что его связь с Рахилью, напротив, несколько отдаляет его от света, понижает его вес. Нет, самолюбивое желание внушить другим, что ты получаешь бесплатно явные знаки расположения любимой женщины. Это просто-напросто производная любви, потребность показать себе и другим, что та, которую ты так любишь, любит тебя. Рахиль, расставшись со шлюшками, садившимися в вагон, подошла к нам. Однако образ новой Рахили на мгновение укрепили не только их поддельный котик и напыщенность приказчишек, в равной мере способствовали его созданию имена Люсиены и Жермены. На мгновение Сен-Лу представил себе жизнь на площади Пегаль с темного происхождения дружками, с грязными любовными похождениями, с незатейливыми развлечениями во второй половине дня в Париже, где солнце, начиная с бульвара Клиши, сияло, как ему показалось, совсем не так, как когда он гулял со своей любовницей, от того, что любовь и страдания, составляющие с любовью единое целое, обладают, как и опьянение, способностью менять в наших глазах предметы. Внутри Парижа ему померещился как бы иной Париж. Связь с Рахилью показалась всматриванием в чью-то чужую жизнь, так как, хотя Рахиль, когда была с ним, становилась чуть-чуть похожа на него, все-таки она и с ним жила частью своей настоящей жизни и даже частью наиболее ценной, благодаря бешеным деньгам, которые он ей давал, частью, которая возбуждала к ней безумную зависть ее подруг и которая давала бы ей возможность после того, как она набьет кубышку, переехать в деревню или начать выступать в каком-нибудь знаменитом театре. Роберу хотелось спросить у своей подружки, кто это такие Люсьена и Жермена, о чем бы они говорили, если бы она села к ним в купе, как провела бы она с ними день, и не закончился ли бы он после скеттинга целой оргии в ресторане Олимпия, если бы с ней не было Робера и меня. На мгновение окрестности Олимпии, которые всегда казались ему нестерпимо скучными, возбудили в нем любопытство, причинили ему боль, а при виде весеннего солнца, заливавшего светом улицу Комартен, куда Рахиль, пожалуй, если бы она не была знакома с Робером, пошла бы сейчас и заработала бы Луидор, ему стало как-то безотчетно грустно. Но к чему задавать Рахиле вопросы? Ведь он же знал наперед, что ответом ему будет или просто молчание, или ложь, или что-нибудь очень для него тяжелое, но ничего не проясняющее. Его раздвоение длилось слишком долго. Кондуктора закрывали дверцы, мы поспешили занять места в вагоне первого класса, чудные жемчуга Рахили напомнили Роберу, что это очень дорогая женщина, он ее приласкал, вернул в свое сердце и начал смотреть на нее, а внутрененно, как смотрел до сих пор всегда, за исключением того краткого мига, когда он увидел ее на площади Пегаль, написанный художником-импрессионистом, и поезд тронулся. Оказалось, что она и правда литературна. Она безумолку говорила мне о книгах, о новом искусстве, о толстовстве, и прерывала себя только, чтобы упрекнуть Сен-Лу в том, что он много пьет. «Пожил бы ты со мной год, я бы поила тебя водой, и ты чувствовал бы себя гораздо лучше». «Решено, уедем». «Ну, ведь ты же знаешь, что мне нужно много работать». Она уверила себя, что из нее выйдет настоящая актриса. «Да и что скажет твоя семья?» Тут она, обратившись ко мне, начала критиковать его семью. Ее критика показалась мне совершенно справедливой. Да и Сен-Лу, проявлявший непокорность, когда речь заходила о шампанском, тут вполне с ней согласился. «Я считал, что возлияние для Сен-Лу опасно. У меня было такое чувство, что любовница оказывает на него влияние благотворно, и я уже готов был посоветовать ему плюнуть на семью. Я имел неосторожность заговорить о Дрейфусе, и на глазах у молодой женщины выступили слезы. Несчастный страдалец, сдерживая рыдание, сказала она, они его там уморят. Успокойся, Зезетта, он вернется, его оправдают, ошибка будет исправлена. Но до тех пор он умрет. Но хоть, по крайней мере, у его детей имя будет незапятнанное, но какие муки он терпит, вот что меня убивает. И представьте себе, мать Робера, женщина благочестивая, говорит, что он должен остаться на чертовом острове, даже если он невиновен. Какой ужас, правда? Да, совершенно верно, она это говорит, подтвердил Робер. Моя мать именно такого мнения, это истинная правда, но она, безусловно, менее чувствительна, чем Зезетта. На самом деле в этих обедах таких приятных ничего хорошего не было. Дело в том, что как только Сен-Лу появлялся со своей любовницей в публичном месте, ему начинало казаться, что она заглядывается на всех мужчин и оттого мрачнел. Она же замечала его дурное настроение и, быть может, ей нравилось поддразнивать его, а еще вернее она не пыталась разубеждать его из глупого самолюбия, задетое его тоном. Она притворялась, что не спускает глаз какого-нибудь мужчины, причем иногда это не было пустой забавой. Стоило какому-нибудь господину оказаться их соседом в театре или в кафе, или если даже в их извозчике было что-то привлекательное, Робер, которому сейчас же обо всем докладывала ревность, замечал это раньше своей любовницы, ему мгновенно рисовалось, что перед ним одно из тех гнусных созданий, которые, о чем он говорил мне в Бальбеке, находят удовольствие в том, чтобы развращать и позорить женщин. Он умолял свою любовницу отвести взгляд и тем самым обращал на него ее внимание. А иной раз, найдя, что в своих подозрениях Робер выказывает тонкий вкус, она в конце концов переставала дразнить его, чтобы он успокоился, согласился пойти пройтись и таким образом дал ей возможность заговорить с незнакомцем и зачастую ей удавалось условиться с ним о свидании, а иногда у нее с этого начинались интрижки. От меня не укрылось, что как только мы вошли в ресторан, на лице у Робера появилось озабоченное выражение. Дело в том, что ему сейчас же бросилось в глаза то, что от нас ускользнуло в Бальбеке. Эме, выделявшийся среди своих заурядных товарищей умением скромно блеснуть, совершенно непроизвольно излучал из себя нечто романическое, что обычно исходит на протяжении нескольких лет от пушистых волос и греческого носа, и этим он отличался от многих других слуг. Слуги, почти уже все довольно пожилые и до ужаса безобразные, живо напоминали священников ханжей, елейных духовников, а чаще прежних комиков, потому что их лбы в форме сахарной головы можно теперь найти разве лишь на портретах, вывешенных в по-старинному скромных фойе и уже не пользующихся успехом театриков, на портретах, на которых они изображены в ролях лакеев или священноначальников, а в ресторанах эти величественные официанты составляют особый тип, сохраняются в виде некоего совета жрецов, то ли благодаря строгому отбору, а может быть благодаря обычаю, в силу коего должность официанта переходит по наследству. К несчастью, Эме нас узнал и сам подошел принять заказ. А в это время целая процессия переточных верховных жрецов направилась к другим столикам. Эме осведомился о здоровье моей бабушки, я спросил, как поживают его, жена и дети. Эме был хорошим семьянином, и мой вопрос его растрогал. Глядя на него, можно было сказать, что это человек умный, волевой, но знающий свое место. Любовница Робера до странности внимательно его рассматривала, однако впалые глаза Эме на его неподвижном лице, которым небольшая близорукость придавала таинственную глубину, ничего не выражали. В провинциальной гостинице, где он прослужил много лет до перехода в Бальбек, красивый очерк его теперь уже слегка пожелтевшего и утомленного лица, которое столько лет вроде гравюры, изображающей принца Евгения, можно было видеть все на том же месте, в глубине почти всегда пустой залы, вряд ли привлекал к себе много любопытных взглядов. Принц Евгений Имеется Евгений Савойский 1663-1736 годы, выдающийся полковолец своего времени, состоявший на австрийской службе. Таким образом, по всей вероятности, за неимением знатоков, он долго оставался в неведении насчет художественной ценности своего лица, а так как он был лишен темперамента, то и не захотел бы выставлять ее на показ. В лучшем случае, какая-нибудь заезжая парижанка, в первый раз остановившись в этом городе, подняла на него глаза, может быть, попросила его прислужить ей в номере до отхода поезда и запрятала в прозрачную, не меняющуюся, глубокую пустоту существования этого верного мужа и провинциального слуги тайну прихоти без видов на будущее, тайну, которую никто никогда не стал бы разоблачать. И все же, Эмэ, должно быть, заметил пристальность впившегося в него взглядом молодой артистки. Во всяком случае, эта пристальность обратила на себя внимание Робера, потому что я увидел, как на его лице проступает румянец, но не яркий, тот, что вспыхивал, когда Робера вдруг приходил в волнение, а слабый, неровный. «Кажется, метр дотель показался тебе очень интересным, Зезетта», довольно невежливо обойдясь СМС, спросил он любовницу, «можно подумать, что ты собираешься его зарисовать». «Начинается», так я и знала. «Что начинается, Дуся?» «Если это не так, пожалуйста, я беру свои слова обратно». «Но все-таки я в праве предостеречь тебя от этого халуя, ведь я же знал его еще в Бальбеке, а иначе плевать бы я на него хотел. Редкий прохвост». Сделав вид, что послушалась Робера, она заговорила со мной о литературе, и в этом разговоре принял участие Робер. Мне было с ней нескучно, так как она превосходно знала произведение, которое я любил, и во мнениях мы с ней почти каждый раз сходились. Но от маркизы до Вильпаризи я слыхал, что она бездарна, и потому ее культура в моих глазах стоила недорого. Она тонко шутила над многим, вообще была очаровательна, а раздражала меня в ней только то, что она неумеренно пользовалась жаргоном литературных салонов и художественных мастерских. Она прибегала к нему по всякому поводу, так, например, привыкнув говорить о картинах, если это были картины импрессионистические, или об операх, если это были оперы вагнерианские, да не дурно, она как-то сказала молодому человеку, который поцеловал ее в ухо, и тронутый тем, что она будто бы вздрогнула, прикинулся скромником, да, как ощущение, по-моему, это не дурно. Но особенно меня удивляло, что излюбленные выражения Робера, впрочем, может быть, он перенял их у литераторов, с которыми она же его и познакомила, она употребляла при нем, а он при ней, так, как будто без них нельзя обойтись, и не сознавая, насколько ничтожно общедоступная оригинальность. Руки у нее были до того неловкие, что, глядя, как она ими действует во время еды, можно было себе представить, что так же неуклюже будет она и на сцене, играя в комедии. Она обладала сноровкой только в любви, но этой сноровкой она была обязана трогательному предощущению свойственному женщинам, которые так любят мужчин, что мгновенно угадывают, несмотря на различия между своим телом и телом мужчины, что может доставить им наибольшее наслаждение. Когда речь зашла о театре, я перестал принимать участие в разговоре, потому что суждения Рахиля о театре отличались крайней недоброжелательностью. Правда, она с нисходительным тоном заговорила оберма, защищая ее от нападок Сен-Лу и тем самым показывая, что она часто обрушивалась на нее при нем. «О нет, эта женщина замечательная. Конечно, то, что она делает, теперь нас уже не волнует. Мы ищем совершенно другого, но мы должны помнить, когда она появилась. Мы ей многим обязаны». Поработала она недурно, можешь мне поверить. А потом, она такая милая, у нее такое доброе сердце. Она, естественно, не любит то, что интересует нас, но прежде она покоряла своей довольно привлекательной внешностью и изящным складом ума. Движения пальцев по-разному сопровождают эстетические суждения. Если говорят о живописи, то, чтобы показать, что картина написана отлично, звучными красками, достаточно выставить большой палец. А изящный склад ума более требователен. Ему нужно, чтобы вы двумя пальцами, или, вернее, двумя ногтями, как бы сбрасывали пылинку. Но, если не считать Берма, любовница Сен-Лу говорила о самых знаменитых артистах с насмешкой или свысока. Это меня возмущало, так как я ошибочно ставил ее ниже их. Она видела ясно, что ее я считаю посредственностью и отношусь с глубоким уважением к тем, кого она презирает. Но она не обижалась от того, что такому, как у нее, большому, правда, еще не признанному таланту, как бы ни был он уверен в себе, свойственно известное самоуничижение. И мы требуем уважения к себе, соответственно, не тайным нашим дарованием, а занимаемому нами положению. Через час в театре я удостоверился, что любовница Сен-Лу очень почтительна с теми артистами, которых она так строго судила. Вот почему, хотя мое молчание не допускало иных толкований, она решительно настаивала на том, чтобы мы вместе поужинали и уверяла, что ни с кем еще не было так интересно, как со мной. В театр мы собирались пойти после обеда, а нам казалось, что мы уже в фойе, украшенном портретами старых актеров. Такое разительное сходство в облике было у метродотелей с представителями как будто бы уже ушедшего целого поколения выдающихся артистов Пале-Рояля. Еще не напоминали академиков. Один из них, остановившись перед буфетом, рассматривал груши с любопытством Де-Жусье между тем, как другие рядом с ним окидывали зал тем любопытным и холодным взглядом, каким уже приехавшие члены института окидывают публику, переговариваясь так, что она их не слышит. Жусье Бернар, 1699-1777 годы, знаменитый французский ученый-ботаник. Институт объединения пяти академий, французской академии, академии наук, академии надписей изящной словесности, академии моральных наук и академии художеств. Завсегдаты знали их всех. Впрочем, сегодня они указывали друг другу на новичка с горбатым носом и ханжески выпеченной нижней губой, от которого, как выражалось на своем жаргоне Рахиль пахло подрясником, и на которого все посетители с интересом смотрели. Вскоре, быть может, для того, чтобы спровадить Робера и остаться наедине с Эмэ, Рахиль начала строить дегласки молодому биржевику, обедавшему с приятелем за соседним столиком. Зезетта, я прошу тебя не смотреть так на этого молодого человека, сказал Сен-Лу, на лице которого рассеянные пятна недавнего румянца сгустились в кровавое облако, ширившееся и мрачивше вытянувшиеся черты моего друга. Если ты хочешь привлечь к нам всеобщее внимание, то я пересяду за другой стол и затем подожду тебя в театре. Тут Эмэ сказали, что какой-то господин ждет его в карете и просит выйти к нему. Сен-Лу всегда находился в страхе и тревоге, не хочет ли кто-нибудь передать Рахиле любовную записку, и сейчас он поспешил выглянуть в окно. В карете, сложив руки в полосатых перчатках, цветком в петлице, сидел Де Шарлю. «Ты видишь?» Шепотом заговорил со мной Сен-Лу. «Родные выслеживают меня и здесь. Пожалуйста, мне это неудобно, а ты хорошо знаешь метрод отеля. Он, конечно, нас выдаст. Попроси его не выходить. Пусть выйдет любой официант, который меня не знает. Нрав моего дядюшки я изучил. Если официант скажет, что он меня не знает, то дядя не пойдет в ресторан, он эти места терпеть не может. Да чего же это все-таки мерзко? Старый бабник до сих пор не угомонился, а мне вечно читает мораль и шпионит. Эмэ, получив от меня наставление, послал кого-то из своих помощников сказать, что Эмэ занят, а если, мол, его спросят, знает ли он Сен-Лу, то ответит, что нет. Карета сейчас же уехала. Но любовница Сен-Лу, не слышавшая, о чем мы с ним шептались, и решившая, что речь идет о молодом человеке, в заигрывании, с которым упрекал ее Робер, взбеленилась. Ах, вот оно что! Теперь этот молодой человек, спасибо, что сказал прямо, как приятно обедать в такой обстановочке. Вы ему не верьте, он просто на что-то обиделся, обратилась она ко мне. А главное, он воображает, что ревновать это хороший тон, что так принято у важных господ, и она начала нервно постукивать каблучками и похлопывать об стол ладонями. Но ведь мне же это неприятно, Зязетта. Ты делаешь нас посмешищем в глазах этого господина. Он будет думать, что ты с ним кокетничаешь. Мне же он кажется на редкость отвратным. А мне он очень нравится, у него прелестные глаза. И когда он смотрит на женщину, сразу чувствуется, что он умеет любить. Если ты не в своем уме, то хоть помолчи, пока я не ушел, крикнул Робер. Человек, пальто! Я не знал, уйти мне с ним или остаться. Нет, мне хочется побыть одному, сказал он мне таким же тоном, каким только что говорил с любовницей, словно он был на меня сердит. Гнев его можно было сравнить с мотивом, на который его перепоют несколько реплик, совершенно разных по смыслу и по характеру, но связанных единым чувством. Когда Робер ушел, его любовница позвала Эмэ и начала расспрашивать его. Потом обратилась с вопросом ко мне, какого я о нем мнения. У него какой-то особенный взгляд, правда? Понимаете, мне бы хотелось знать, о чем он думает. Хотелось бы часто пользоваться его услугами, взять его с собой в путешествие, но не больше. Любить всех, кто вам нравится, тут я вам скажу приятного мало. Опасения Робера напрасны. Просто мне нравится фантазировать. Робер может быть совершенно спокоен. Она все еще смотрела на Эмэ. А ну-ка, загляните в его черные глаза. Хотел бы я знать, что там в глубине. Немного погодя, пришли сказать, что Робер просит ее в отдельный кабинет, куда он через другой выход, не проходя через всю залу ресторана, пошел дообедовать. Я остался один, но потом Робер прислал и за мной. Его любовница лежала на софе под поцелуями и ласками, которыми ее осыпал Робер. Они пили шампанское. Ух, какой выговорила она. С недавних пор она стала употреблять это выражение, казавшееся ей верхом нежности и остроумия. Пообедал я плохо, чувствовал себя плохо и, независимо от того, что мне говорил Ле Гранден, жалел, что начинаю в отдельном кабинете, окончу за кулисами вторую половину этого весеннего дня. Боясь опоздать, Рахиль посмотрела на часы, а затем налила мне шампанского, предложила восточную папиросу и отколола для меня от своего корсажа розу. И тут я подумал, этот день нельзя назвать неудачным. Время, проведенное с этой молодой женщиной, время для меня не потерянное, ведь благодаря ей у меня есть бесценные сокровища. Роза, душистая папироса, бокал шампанского. Все это я себе говорил, так как мне казалось, что предавая этим скучно проводимым часам эстетический характер, я их оправдываю, спасаю. А мне бы следовало подумать о том, что уже самая потребность найти утешение ясно доказывает, что никакой эстетики я в этой скуке не находил. Робер же и его любовница как будто даже и не помнили, что они только что поссорились, что я при этом присутствовал. Они не намекали на ссору, не старались объяснить ни ее, ни столь внезапную перемену в их отношениях. От выпитого с ними шампанского я опьянел, как в Ривбеле. Впрочем, не совсем так. Как в Ривбеле обед героя и Сен-Лу в этом местечке недалеко от Бальбека описан во второй части романа «Под сенью девушек в цвету». Не только каждый вид опьянения, начиная с опьянения солнцем или путешествием и кончая опьянением усталостью или вином, но и каждая степень опьянения, требующая особой отметки, вроде тех, какие указывают глубину моря, раскрывает в нас на той глубине, где он находится, человека неповторимого. Кабинет Сен-Лу был маленький, но единственное его украшение зеркало стояло так, что в нем словно отражалось еще тридцать уходивших в бескрайнюю даль, а электрическая лампочка над зеркалом по вечерам, когда ее сжигали, сопровождаемое шествием тридцати ее отражений, должна была наводить даже одинокого пьяницу на мысль, что пространство вокруг него увеличивается вместе с ростом возбуждаемых в нем вином ощущений, и что заточенный в этой одиночке он все же царит над чем-то, вытянувшимся в бесконечную лучистую кривую линию, протянувшуюся гораздо дальше, чем аллея парижского ботанического сада. и вот будучи сейчас этим пьяницей, я вдруг увидел его в зеркале. На меня смотрел незнакомый урод. Блаженство опьянения пересилило годливость. От радости или из-за зорства я ему улыбнулся, а он улыбнулся мне. Я находился под эфемерным и мощным влиянием минуты, когда все ощущения становятся необыкновенно сильными, и, вернее, всего единственное, что меня огорчало, это мысль, что увиденное мною сейчас в зеркале мое омерзительное я, быть может, доживает свой последний день, и мне уже до самой смерти не суждено встретить этого незнакомца. Робера теперь сердила только то, что мне больше не хочется блистать перед его любовницей. А вот этот господин, которого ты встретил утром, и который примешивает снобизм к астрономии, расскажи ей про него, а то я забыл, и он искоса посмотрел на нее. Миленький, кроме того, что ты уже рассказал, о нем уже нечего больше рассказывать. Ты просто невыносим. Ну, тогда расскажи о Франсуазе на Элисейских полях, ей это очень понравится. Да-да, Бобби мне так много рассказывал о Франсуазе. Взяв Сен-Луза подбородок и повернув его к свету, она из-за бедности своего словаря повторила «Ух, какой вы!» С тех пор, как актеры перестали быть для меня единственными хранителями, в дикции и в игре некой артистической истины. Они начали интересовать меня сами по себе. Я воображал, что передо мной герои старинного комического романа, и меня занимало появление нового лица молодого барина. Занимало то, как Инженю рассеянно слушала признания первого любовника, а он, разливая соловьем, украткой бросал пламенные взгляды на пожилую даму в ближайшие ложи, прельстившую его своими великолепными жемчугами. Таким образом, особенно благодаря рассказам Сен-Лу о частной жизни артистов, я видел, как идет другая пьеса, немая и выразительная, под пьесой произносимая, пьесой посредственной, но все-таки меня интересовавшей, потому что я чувствовал, как растут и расцветают на один час при свете рампы в душе актера, слова роли, рожденные наведенным на его лицо карандашом или румяными другим лицом. Эти эфемерные и живучие личности, действующие лица тоже пленительной пьесы, которые мы любим, которыми мы восхищаемся, которые мы жалеем, и которые, когда мы уходим из театра, нам хочется увидеть вновь, но которые уже распались на актеров, утративших положение, какое они занимались в пьесе, на текст, уже не показывающий лица актера, на цветную пудру, смахиваемую носовым платком, словом, которые по причине распада, происходящего тотчас по окончании спектакля, снова превращаются в элементы, ничего общего с ними не имеющие. Эти личности заставляют, подобно любимому существу, сомневаться в реальности нашего я и задумываться о смерти. Один из номеров программы произвел на меня очень мрачное впечатление. Должна была дебютировать исполнением старинных романсов молодая женщина, предмет ненависти Рахилии и кое-кого из ее приятельниц, у которой с этим дебютом были связаны все ее надежды и надежды ее близких. У нее был до смешного толстый зад, а голос красивый, но маленький, да еще ослабевший от волнения, контрастировавший с ее мощной мускулатурой. Рахилии рассадила в зрительном зале своих приятелей и приятельниц, в чью задачу входило смущать сарказмами дебютантку, о которой было известно, что она конфузлива от природы, довести ее до такого состояния, чтобы она потерпела полное фиаско, и директор не подписал с ней ангажемента. После первых же нот, взятых несчастной дебютанткой, завербованные с определенной целью слушатели, смеясь, повернулись к ней спиной. Женщины, находившиеся с ними в заговоре, смеялись громко, каждая тоненькая нота вызывала новый взрыв вделанного хохота, от которого пахло скандалом. Несчастная дебютантка, от обиды потевшая под румянами, пыталась справиться с собой, потом обвела публику отчаянным, негодующим взглядом, но шиканье от этого только усилилось. Инстинкт подражания, желание показать свое остроумие и удаль, увлекли молодых актрис, которых никто не подучивал, и сейчас они подмигивали заговорщиком, как подмигивают злобствующие сообщницы, корчились от смеха, прыскали так, что по окончании второго романса, хотя в программе значилось еще пять, режиссер отдал распоряжение опустить занавес. Я старался не думать об этом происшествии, так же, как в свое время старался не думать о том, как страдает бабушка, когда мой двоюродный дед, чтобы подразнить ее уговаривал дедушку выпить коньяку. Человеческое злобо всегда была для меня до нельзя мучительно. И все-таки подобно тому, как сострадание, быть может, не всегда соответствует душевной боли страдальца, ибо вследствие того, что он силится перебороть свои муки, он не ощущает их так остро, как это нам рисуется в воображении. Злоба в душе злого человека тоже, наверное, свободно от жестокости в чистом виде, от жестокости сладострастной, которую нам так больно представлять себе. Злого человека воодушевляет ненависть, гнев приводит его в ярость и возбуждение, в которых ничего особенно отрадного нет. Наслаждение это может доставить только садисту. Просто злой человек думает, что он досаждает злому. Рахиль, конечно, воображала, что актриса, которую она травила, дарованием не блещет, и что Ашиков ее, обратив внимание публики на то, какая она смешная, она, Рахиль, выступила на защиту хорошего вкуса и вместе с тем дала урок нелюбимой сослуживице. Как бы то ни было, я решил не говорить об этом происшествии. У меня самого не достало ни мужества, ни сил прекратить безобразие, а сказать доброе слово о жертве, тем самым уподобив злорадству жестокости чувства, воодушевлявшие палачей дебютантки, мне было бы очень тяжело. Однако начало представления занимало меня и с другой стороны. Оно приоткрыло мне основу самообмана, в который впадал Сен-Лу в своем отношении к Рахиле и который разверс пропасть между образами его любовницы, какие Робер и Я составили себе, когда видели ее утром под цветущими грушами. Рахиль играла в маленькой пьеске почти выходную роль, но сейчас это была другая женщина. У нее было одно из тех лиц, которые расстояние и не непременно расстояние между зрительным залом и сценой. Весь мир в этом смысле только огромный театр, вырисовывает четко, и которые вблизи рассыпаются в прах. Находясь рядом с ней, вы видели туманность, млечный путь, веснушек, прыщичков и больше ничего. В некотором отдалении все это становилось невидимым, а над померкшими, стушеванными щеками поднимался полумесяцем такой правильный, такой тонкий нос, что хотелось обратить на себя внимание Рахили, глядеть на нее и не наглядеться, удерживать ее силой, если иначе нельзя видеть ее вблизи. Я говорю не о том, что чувствовал я, а о том, что чувствовал Сен-Лу, когда впервые увидел ее игру. Тогда-то он и задумался над тем, как приблизить ее к себе, как с ней познакомиться. Ему открылось волшебное царство, то, где жила она, откуда исходили чудные излучения, но куда он проникнуть не мог. Несколько лет назад он вышел из провинциального театра с мыслью о том, что писать ей было бы глупо, что она все равно не ответит, готовый пожертвовать своим состоянием и своим именем ради существа, которое заняло внутри него особый мир, паривший над знакомым ему бытом мир, украшенный желанием и мечтой, и тут вдруг увидел вылетевший из артистического подъезда театра веселый, изящно одетый рой игравших в сегодняшнем спектакле артисток. Их поджидали знакомые молодые люди. Число людей пешек не так велико, как число комбинаций, которые могут из них создаться. И вот в какую-нибудь залу, где у нас нет ни одной знакомой женщины, неожиданно входит та, с кем мы не чаяли когда-нибудь свидеться, и которая появляется до того кстати, что эта случайность представляется нам провиденциальной, тогда как вместо нее, вне всякого сомнения, могла бы возникнуть иная случайность, если бы мы были не в этом, а в другом месте, где бы у нас явились другие желания, и где бы мы встретились с другой старой знакомой. Золотые врата мира мечтаний затворились за Рахилью до того, как Сен-Лу увидел, что она выходит из театра, поэтому веснушки и прыщи особого значения не имели. Все же они ему не нравились, главным образом потому, что он был теперь не один и не обладал той же силой воображения, что и в театре. Но Тар-Ахиль, хотя он ее уже не видел, по-прежнему руководила им. Так небесные светила правят нами с помощью силы притяжения, даже в часы, когда наше зрение их не различает. Вот почему, повинуя желанию пробужденному в Робере актрисой с тонкими чертами, уже выпавшими из его памяти, Робер вцепился в своего старого товарища, который случайно тут очутился, и велел представить его женщине без черт, но с веснушками, потому что это была та самая, решив установить позднее, кто же она на самом деле, та или эта. Она так спешила, что даже ничего не успела сказать Сен-Лу, и только спустя несколько дней, он, добившись, чтобы она рассталась со своей компанией, наконец проводил ее домой. Он уже любил ее. Потребность в мечте, желание быть осчастливленным той, о ком мы мечтали, так сильны, что нужно очень немного времени для того, чтобы все свои надежды на счастье связать с женщиной, которая за несколько дней до этого была для нас всего лишь неожиданным, безвестным, безразличным видением на театральных подмостках. Как только занавес опустился, и мы прошли на сцену, я, сразу воробев, решил начать с Сен-Лу оживленный разговор. Я не знал, как держать себя на новом для меня месте, а так как мое поведение всецело зависело бы от моей беседы, и можно было бы подумать, что я до того увлечен ею, до того рассеян, что мое лицо естественно не приняло выражения, какое оно должно было бы здесь принять, а судя по тому, что я говорил, я и впрямь почти не отдавал себе отчета, где я нахожусь. Только, чтобы не молчать, я поспешил заговорить на первую попавшуюся тему. Знаешь же, в день отъезда я заходил к тебе попрощаться. Мы с тобой еще об этом не успели поговорить, сказал я Роберу. Я тебе поклонился на улице. Ах, и не напоминай, воскликнул Робер, я был так огорчен. Мы встретились около самых казарм, но я не мог остановиться, я и так уже намного опаздывал. Мне это было очень неприятно, уверяю тебя. Значит, он меня узнал. Я живо себе представлял, с каким видом полного безразличия он откозырял мне, не показав взглядом, что он меня узнал, не сделав ни одного движения, которое дало бы мне понять, что он жалеет, что не может остановиться. Очевидно, это его тогдашнее притворство, будто он меня не узнал, многое для него упрощало. Но меня потрясла быстрота, с какой он это решился, ничем не выдав, что он меня узнал. Я еще в Бальбеке заметил, что лицо у него было простодушно открытое, сквозь его прозрачную кожу был виден внезапный прилив чувств, а его тело было замечательно выдрессировано воспитанием для некоторых видов притворства, требуемых правилами приличия. И как великолепный актер он мог в своей полковой жизни, в светской жизни играть самые разные роли. В одной из ролей он любил меня всей душой, был мне почти родным братом. Он был мне братом и опять стал братом, но на одно мгновение стал другим незнакомым со мной человеком, который, держа вожжи с моноклем в глазу, без взгляда и без улыбки приложил руку к козырьку, чтобы, как подобает учтивому военному, отдать мне честь. Еще стоявшие на сцене декорации, между которыми я пробирался, лишенные вблизи всего, что им придает расстояние освещения, всего, что имел в виду писавший их большой художник, сейчас выглядели убого, и та же разрушительная сила коснулась Ирахили, в чем я уверился, когда подошел к ней. Крылья ее прелестного носа остались где-то там, между залом и сценой, так же, как объемность декораций. Это была не она, я узнал ее только по глазам, подлинность ее удостоверяли они. Очертания и блеск юного этого светила, еще недавно такого яркого, исчезли. Вместо них, словно мы долго смотрели на луну, и она перестала казаться нам розовой и золотистой, на этом совсем недавно гладком лице я различал сейчас одни лишь протуберанцы, пятна, впадины. Далее. В первом издании шел текст, снятый Прустом в Гранках, но эта правка не была учтена издателями. Несмотря на то, что вблизи не только лицо женщины, но и раскрашенный холст не соответствовали первоначальному впечатлению, все-таки я был счастлив, что я на сцене слоняюсь между декорациями. Я был просто очарован, когда увидел, как среди журналистов, светских людей и приятелей актрис, которые здоровались, разговаривали, курили точно в частном доме, молодой человек в черной бархатной шапочке, в юбочке, цвета гортензии, с нарумяненными щеками, ожившая страница из альбома Ватто, сыгравший на губах улыбкой, глядя вверх изящным движением, едва касался одной ладонью другой, легко подпрыгивал и казался существом до такой степени инородным этим благоразумным господам в пиджаках и сюртуках, между которыми он, как безумец, проносил восторженную свою мечту, таким чуждым их житейским заботам, таким далеким от условий их цивилизации, таким непослушным законом природы, что, когда вы следили глазами за арабесками, которые так свободно вычерчивали между декорацией его крылатые, причудливые, загримированные прыжки, то на вас веяло такой же успокоительной свежестью, как при виде мотылька, заблудившегося в толпе. Но тут Сен-Лу показалось, что Рахиль загляделась на танцовщика, в последний раз повторявшего фигуру танца, который ему предстояло исполнить в дивертисменте, и лицо Сен-Лу потемнело. «Ты могла бы смотреть другую сторону», сказал он ей с мрачным видом. «Знаешь ли, эти плесуны не стоят каната, на который хорошо бы их поднять, чтобы они сломали себе шею, и они потом будут хвастаться, что ты обратила на них особое внимание, да и потом ты же слышишь, что тебя зовут в уборную одеваться. В довершении всего еще опоздаешь». Трое мужчин, три журналиста, увидев бешеное лицо Сен-Лу, заинтересовались и подошли послушать, что он говорит. На противоположной стороне сцены устанавливали декорацию и нас притиснули к журналистам. «Да ведь я же его знаю. Это мой приятель», воскликнула любовница Сен-Лу, глядя на танцовщика. «Как он сложен! Вы только посмотрите на его ручки, они тоже танцуют, как и весь он». Танцовщик повернулся к ней лицом, и из-под сильфа, которого он старался изобразить, проступила человеческая его личность. Ровное, серое, студенистое вещество его глаз дрогнуло и блеснуло между подведенными затвердевшими ресницами, а улыбка растянула рот на нарумянином лице. Потом точно певица, из любезности напевающей арию, за которую мы ее превозносили, он, чтобы позабавить молодую женщину, стал делать то же движение ладонями, передразнивая самого себя с тонкостью пародиста и веселостью ребенка. Ах, какая прелесть! он подражает самому себе, хлопая в ладоши, воскликнула Рахиль. Дуся, я тебя умоляю, голосом полным отчаяния, заговорил Сен-Лу, не устраивай представления, ты меня убиваешь, клянусь. Если ты скажешь еще хоть слово, я не провожу тебя в твою уборную и уйду, не зли меня. Не дыши сигарным дымом, тебе станет плохо, сказал мне Сен-Лу с той заботливостью, которую он проявлял ко мне еще в Бальбеке. Ах, какое это будет счастье, если ты уйдешь. Но я не вернусь, предупреждаю, не смею надеяться. Послушай, ты помнишь, я обещал подарить тебе колье, если ты будешь хороший. Но раз ты так со мной обращаешься, а я ничего другого от тебя и не ожидала. Раз ты дал мне обещание, значит, я должна была быть твердо уверена, что ты его не исполнишь. Ты хочешь, чтобы весь свет узнал, что у тебя есть деньги, а я не такая корыстная, как ты. Плевать мне на твое колье, мне его другой подарит. Никто тебе его не подарит. Я оставил его за собой у Бушрона и взял с него слово, что продаст он его только мне. Ах, как мило! Ты решил шантажировать меня, ты все это обдумал заранее. Вот она, Марсант, матер-семита. Порода-то сказывается, продолжал Рахиль, пуская в ход игру слов, которая была основана на грубом искажении смысла, ибо семита значит тропинка, а не семитка, но которой пользовались националисты, когда говорили о дрейфусарстве Сен-Лу, хотя, кстати сказать, заразился он им от актрисы. Во всяком случае, не ей было говорить о еврейском происхождении госпожи де Марсант, у которой великосветские этнографы не могли отыскать ничего еврейского, кроме родства с Леви Мерпуа. Но еще не все пропало, можешь быть уверен. Слово, данное при таких условиях, ровно ничего не стоит. Ты поступил со мной подло. Бушрон узнает, и ему дадут за его колье вдвое больше. Ты обо мне скоро услышишь. Будь спокоен. Робер был в ста случаях прав. Но обстоятельства всегда бывают так запутаны, что человек в ста случаях правый может вдруг поступить неправильно. В Гранках Пруст сделал вставку, не вошедшую в окончательный текст. Сам лорд Дерби признавал, что Англия далеко не всегда оказывается правой перед лицом Ирландии. И мне невольно пришла на память неприятная и вместе с тем вполне невинная фраза, которую я слышал от Робера в Бальбеке. Так и я держу ее в руках. Насчет колье ты меня не так поняла. Я тебе не обещал его наверняка. Теперь ты делаешь все для того, чтобы я с тобой расстался. Ну так естественно я тебе его не подарю. Не понимаю, где ты видишь тут подлость и в чем мое корыстолюбие. И никогда я не разванивал о своем богатстве. Я всегда говорил, что я голяк, без гроша за душой. Ты ошибаешься, Дуся? Откуда ты взяла, что я корыстен? Ты прекрасно знаешь, что единственная моя корысть это ты. Слыхали, насмешливо проговорил Рахиль, махнув рукой с таким видом, как будто хотела сказать «Знаем мы вас», и повернулась лицом к танцовщику. Ах, что он выделывает руками? Я женщина, а так бы не могла. Рахиль показал ему глазами наперекошенное лицо Робера. Они страдают, прошептала она во внезапном порыве садической жестокости, которая, впрочем, была неизмеримо слабее ее искренней привязанности к Сен-Лу. Послушай, в последний раз клянусь, что бы ты ни вытворяла, как бы горько ты не пожалела, через неделю я не вернусь, чаша терпения переполнена. Имей в виду это бесповоротно, потом пожалеешь, но будет поздно. Быть может, он был искренен. Быть может, пытка разлуки с любовницей казалась ему не такой жестокой, как продолжение отношений в этих условиях. А ты, милый, прибавил он, обратившись ко мне, уйди отсюда. Я тебе уже сказал, ты раскашляешься. Я показал на декорацию, стоявшую у меня на дороге. Робер дотронулся до шляпы, и сказал журналисту. Милостивый государь, нельзя ли вас попросить не курить? Мой друг не переносит дыма. Не дожидаясь, Робера его любовница пошла в свою уборную и обернулась. Эти ручки и с женщинами так обращаются, деланно мелодично и наивно, как говорят инженю, из глубины сцены, спросила она танцовщика. Да ты и сам похож на женщину. Мне думается, что вы бы с одной моей приятельницей столковались легко. Насколько мне известно, здесь курить не запрещается, а больные пусть сидят дома, отрезал журналист. Танцовщик таинственно улыбнулся артистке. Молчи, молчи, я и так от тебя без ума, крикнула она ему, нам это припомнят. Должен заметить, милостивый государь, что вы не слишком любезны, сказал Сен-Лу журналисту все так же вежливо и мягко, с видом человека, желающего показать, что инцидент уже исчерпан. Но тут я увидел, что Сен-Лу взмахивает рукой, как будто делает знак кому-то мне невидимому, или как будто он дирижер, и в самом деле, без всякого перехода, так по одному взмаху дирижерской палочки в симфонии или в балете грациозное анданте сменяется вихревыми ритмами, после учтивых слов, какие Сен-Лу только что произнес, раздалась звонкая затрещина, которую он влепил журналисту. Теперь, когда плавные речи дипломатов и радующие взор искусства сменились неудержимым взметом войны, во время которой на удар отвечают ударом, я бы не очень удивился, увидев противников, плавающих в собственной крови. Но я не мог понять, подобно людям, которые считают, что исправление границы между государствами это не повод для войны, так же, как другие считают, что нельзя умереть от расширения печени. Почему Сен-Лу слова, произнесенные им скорее любезно, заключил жестом, который ни в коей мере им не соответствовал, который они не предвещали, взмахом руки, нарушавшим не только человеческие права, но и причинную связь, являвшим собой стихийное проявление гнева, жестом, возникшим экс-нихило. Экс-нихило из ничего с латинского. К счастью, побледневший и пошатнувшийся от силы удара журналист до того растерялся, что не дал отпора. Один из его приятелей мгновенно повернулся к кулисам и сделал вид, что кого-то высматривает, хотя там никого не было. Другому будто бы попала в глаз соринка, и он со страдальческой гримасой тер себе века, а третий бросился бежать с криком «Боже мой, сейчас поднимется занавес, наши места займут». Я хотел заговорить с Энлу, но он был так полон ненависти к танцовщику, что она подступила к его зрачкам. Подобно некоему остову, она растягивала ему щеки, и его внутреннее волнение выражалось в полной внешней неподвижности. Он так напрягся, что во всем его существе не осталось ни одного зазора, через который он мог бы воспринять мое слово и ответить на него. Приятели журналиста, удостоверившись, что все спокойно, подошли к нему, но с опаской. Им было стыдно, что они его бросили, и они наперебой пытались уверить его, что ничего не заметили. Один распространялся насчет соринки, другой насчет фальшивой тревоги с занавесом, третий насчет необычайного сходства прошедшего мимо человека с его братом. Они даже выразили легкую досаду на то, что он к их треволнениям отнесся безучастно. «Как? Тебя это не поразило? Стало быть, ты близорук!» Трусишки несчастные проворчал получивший пощечину журналист. В полном несоответствии с теми версиями, которые они придумали, чтобы быть последовательными, они должны были притвориться, будто не понимают, что он имеет в виду, но этого-то они как раз и не сообразили. Они сказали то, что всегда говорят в таких случаях. Не лезь в бутылку. Охота была нервничать по пустякам. Но чего ты расходился? Я уснил себе утром возле цветущих груш, тот самообман, на котором основывалась любовь Сен-Лу «Крахиль ты мне дана». Теперь я так же непреложно убедился в истинности страданий, которые несла с собой эта любовь. Постепенно страдание, которое он испытывал в течение часа, хотя и не прекратилось, но запало внутрь, ушло в него. В глазах у Робера образовалась свободная податливая зона. Мы с ним пошли погулять. Я остановился на углу улицы Габриэль, из-за которого в былые времена часто выходила Жильберта. Я попытался оживить в себе впечатление далекого прошлого, а затем пустился догонять Сен-Лу гимнастическим шагом, как вдруг заметил, что на довольно близком от него расстоянии с ним заговаривает довольно бедно одетый господин. Я решил, что это кто-нибудь из приятелей Робера. Но вот они как будто еще ближе подошли друг к другу. Внезапно точно на небе появились новые светила, какие-то яйцевидные тела с головокружительной быстротой начали принимать перед Сен-Лу всевозможные положения, образуя некое движущееся созвездие. Казалось, их выпустили из прощи числом не менее семи. Это были, однако, всего-навсего два кулака Сен-Лу, умноженные быстротой перемещения в по виду совершенном декоративном ансамбле. Словом, весь этот фейерверк представлял собой учинявшуюся Сен-Лу кулачную расправу, воинственный, а вовсе не эстетический характер который, открылся мне после того, как я окинул взглядом неважно одетого господина, потерявшего одновременно все свои достоинства, вставную челюсть и много крови. Он дал неверные сведения подошедшим к нему людям, затем обернулся и увидев, что Сен-Лу решительным шагом направился ко мне, посмотрел ему вслед с видом человека рассерженного и огорошенного, но отнюдь не разъяренного. Сен-Лу наоборот был разъярен, хотя тот ни разу его не ударил. И когда он подошел ко мне, глаза его все еще злобно сверкали. Это происшествие не имело никакого отношения, как я сперва подумал, к пощечине, которую Сен-Лу закатил в театре. Любострастный гуляка, увидев такого красивого военного, как Сен-Лу, начал к нему приставать. Мой друг никак не мог опомниться от наглости этой сволочи, которая даже не дожидалась покрова ночной темноты. Он говорил о тех предложениях, которые были ему сделаны с таким же возмущением, с каким газеты пишут о вооруженных грабителях, орудующих среди велодня в центре Парижа. И все-таки избитого господина можно было извинить, ибо наклонная плоскость быстро приближает желание к наслаждению, и уже один вид красоты воспринимается как согласие. А Сен-Лу бесспорно был красавцем. Мордобой таким людям, как прицепившийся к Сен-Лу господин, полезен тем, что наводит их на серьезные размышления, но они так и не исправляются и попадают под суд, потому что мысли эти очень скоро вылетают у них из головы. Таким образом, хотя Сен-Лу без дальних размышлений отколотил встречного, а все-таки побои, хотя бы даже в интересах закона, не соответствуют очищению нравов. После этих происшествий, в первую очередь, конечно, после того, которое особенно взволновало Робера, ему, наверное, захотелось побыть одному. Он сказал, чтобы я шел к Маркизе де Вильпаризи, что мы там с ним встретимся, но что он не хочет входить со мной вместе. Ему не хочется, чтобы знали, что он уже часть дня провел со мной. Пусть лучше думает, что он только что приехал в Париж. Я догадывался, еще до знакомства с Маркизой де Вильпаризи в Бальбеке, что среда, в которой вращалась она, и среда герцогини германской совершенно различны. Маркиза де Вильпаризи принадлежала к числу женщин, которые, происходя из славного рода и после замужества попав в семью не менее знатную, все же не занимают видного положения в обществе, и, если не считать нескольких герцогинь, их племянниц или невесток, и даже двух-трех особ королевского рода, старых друзей их дома, принимают у себя в салоне третьесортную публику, буржуа, провинциальных ляскудевших дворян, из-за которых давно уже у них перестали бывать люди элегантные и снова не связанные с ними долгом родства или старинной дружбы. Конечно, в Бальбеке я уже через несколько минут понял, почему Маркиза де Вильпорези так хорошо еще лучше нас осведомлена о самых незначительных происшествиях, случившихся тогда с моим отцом во время его совместного с Маркизом де Норпуа путешествия в Испанию. И все же никак нельзя было допустить мысль, что более чем двадцатилетняя связь Маркиза с послом явилась причиной понижения Маркизы рангом в высшем обществе, где самые блестящие женщины афишировали свои отношения с менее почтенными людьми, чем Маркиз де Норпуа, который, к тому же, вероятно, давно был для Маркизы всего только старым другом. Были ли у Маркизы де Вильпорези в прошлом какие-нибудь другие романы? Прежде у Маркизы был более пылкий нрав, чем теперь, когда для нее настала пора утихомирившейся и благочестивой старости, которая, быть может, отчасти придала этот колорит бурно ее молодость, и не жила ли она так долго в провинции, для того, чтобы забылись и на ее похождения, о которых новое поколение ничего не знало, и которые сказывались лишь на посещавшем ее салон смешанном и неказистом обществе, каково иначе было бы совершенно свободно от малейшей сомнительной примеси. не нажал ли маркизи в те времена врагов ее злой язык, о котором я слышал от ее племянника, не пользовалась ли она им для того, чтобы очернить соперниц и одержать над ними победу? Все это могло быть. Изящная, мягкая манера маркизи де Вильпорези, тонко выбиравшая не только выражение, но даже интонации, говорить о целомудрии, о доброте не подтверждало подобного рода догадок. Люди, не только прекрасно говорящие о добродетелях, но и чувствующие их прелесть, изумительно их понимающие, способные создать в своих воспоминаниях их верный образ, по большей части только принадлежат к безгласному, бесцветному поколению, поколению без искусства, но не имеют с ним ничего общего. Поколение отражается в них, но не продолжается. В отличие от него, наделенного твердой волей, они обнаруживают впечатлительность ум, а эти качества не побуждают к действию. Были или не были в жизни маркизы де Вильпорези похождения, помрачившие блеск ее имени, одной из причин ее выпадения из высших кругов был, само собой, разумеется, ее ум, ум скорее второсортного писателя, чем светской женщины. Конечно, маркизи де Вильпорези нравились главным образом качества для своего проявления, не требующие особого душевного подъема, как, например, уравновешенность, чувство, меры, но если понимать чувство меры буквально, то его одного недостаточно. Писателям нужны и другие достоинства, возникающие из ее строго размеренной вдохновенности. В Бальбеке я заметил, что маркиз де Вильпорези не понимала некоторых больших художников, что она умела лишь тонко вышучивать их и придавала своему непониманию остроумную изящную форму. Но необыкновенные ее умы и изящества становились в другой плоскости, хотя бы в своем развитии они доходили до непризнания величайших произведений искусства, подлинно художественными достоинствами. А такого рода достоинства действуют на любое положение в обществе, как выражаются врачи, болезнетворно и до такой степени разрушительно, что даже наиболее прочные положения с трудом сопротивляются ему недолей нескольких лет. Что у художников называется умом, то представляется чистой претенциозностью людям светским, ибо они не способны стать на ту единственную точку зрения, с какой на все смотрит художник, ибо им никогда не понять особого наслаждения, какое испытывают художники, выбирая то или иное выражение, либо что-то сопоставляя, вследствие чего общество художников утомляет их, раздражает, отсюда очень недалеко до враждебности. Вместе с тем, в разговоре, а также в воспоминаниях, напечатанных впоследствии, маркиза де Виль Порези выказывала изящество в полном смысле слова светское. Проходя мимо крупных явлений, она не углубляла их, иногда и вовсе не замечала. Из пережитого ею описанного, кстати, сказать, очень правильно и увлекательно, ей запомнились разные пустяки. Между тем, всякий труд, даже если он не затрагивает жизни умственной, есть плод ума. И чтобы создать в книге или в разговоре, который мало чем от нее отличается, законченное впечатление легкомыслия, требуется доля серьезности, которая особо вполне легкомысленной отсутствует. Из одних мемуаров, написанных женщиной и считающихся настоящим произведением искусства, отдельные фразы приводятся как образец изящной легкости. А мне всегда казалось, что для того, чтобы достичь такой легкости, автор должен был в свое время взвалить на себя груз более или менее солидных знаний, должен был обладать отпугивающей многих культурой, и что, когда мемуаристка была молоденькой девушкой, то подруги, наверное, считали ее невыносимо скучным синим чулком. Связь между литературными способностями и неуспехом в свете настолько очевидна, что современному читателю достаточно напасть в воспоминаниях маркизы де Виль-Паризи на какой-нибудь меткий эпитет или на сцепление метафор, чтобы увидеть за ними низкий, но холодный поклон, который отвешивала старой маркизе на лестнице посольства такая снобка, как госпожа Леруа, которая, быть может, оставляла у маркизы по дороге к германтам визитную карточку, но никогда не переступала порога ее салона и с боязни смешаться с женами нотариусов и врачей. Возможно, что в ранней молодости маркиза де Виль-Паризи была синим чулком и упоенная своей ученостью не сумела удержаться от шпилек, которые она подпускала светским людям, не таким ученым и не таким образованным, как она, а уколотый шпилек не забывает. А кроме того, талант это не просто предаток, которые искусственно присоединяют к различным свойствам, от коих зависит успех в обществе, чтобы в результате получилось, как выражаются светские люди, женщина до кончиков ногтей. талант это детище определенного душевного строя, в котором многих свойств обычно недостает и в котором преобладает впечатлительность, проявление кое не замечается в книгах, но живо ощущается в жизни, как, например, любознательность, причуды, желание пойти туда-то и туда-то ради собственного удовольствия, а не для разрешения или поддержания светских отношений и вообще не ради них. В Бальбеке я видел, как маркиза де Вильпаризи, окруженная своими слугами, проходила в отеле через вестибюль, не удостаивая взглядом тех, кто там сидел. Но у меня было такое впечатление, что это отчужденность не от безучастности, и что маркиза не всегда бывает до такой степени самоуглубленной. Прежде я вдруг приспичивала познакомиться с людьми, у которых не было никаких прав на то, чтобы у нее бывать. Иной раз потому, что кто-то, по ее мнению, был красив, или просто потому, что ей о ком-то сказали, что он человек занятный, или потому, что кто-то показался ей непохожим на ее знакомых, которые в то время, когда она их еще не ценила, так как была уверена в их преданности, составляли цвет сен-жерменского предместья. Эту богему, этих мелких буржуа, которых она отличила, ей приходилось зазывать к себе, но они это не ценили. С другой стороны, настойчивость такого рода зазываний постепенно снижала ей цену в глазах снобов, привыкших судить о салоне потому, кто туда не вхож, а не потому, кто принят. В молодости Маркизи де Вильпорези набила оскомину ощущение своей принадлежности к сливкам аристократии, ей доставляло известное удовольствие шокировать людей, среди которых она жила, бесстрашно разрушать свое положение в обществе, зато теперь, когда она его утратила, она, конечно, начала им дорожить. Раньше, чтобы показать герцогиням свое превосходство, она говорила и делала все, что не осмеливались говорить и делать они. А теперь, когда они, за исключением близких родственниц, не бывали у нее, она почувствовала себя ущемленной и все еще желала царить, хотя и не с помощью ума. Ей хотелось приманить к себе всех, кого она прежде так старательно от себя отдаляла. Жизнь стольких женщин, впрочем, та жизнь, о которой знают немногие. Ведь у каждого из нас свой особый, меняющийся с возрастом мир, но несловоохотливость стариков лишает возможности молодежь составить себе представление об их прошлом и обнять мысленным взором целый период времени. Делится на две совершенно разные эпохи. И вторую, позднюю пору, они всецело посвящают отвоеванию того, что в раннюю пору они так беззаботно бросили на ветер. Как бросили? Молодежь рисует себе это смутно, потому что глядит на старую почтенную маркизу де Виль Паризи и не представляет себе, что теперешняя чинная мемуаристка, которой придает такой важный вид белый ее парик, могла быть когда-то веселой посетительницей ночных ресторанов, быть может, кружила головы, быть может, промотала целые состояния мужчин, теперь уже лежащих в могиле. В одном из следующих романов цикла «В беглянке» рассказывается, что в молодости госпожа де Виль Паризи разорила отца госпожи Сазра. Но то обстоятельство, что она тоже с искусной и упорной непринужденностью потратила свою молодость, чтобы разрушить положение, которое перешло к ней по наследству от знатных родителей, ни в коей мере не означает, что даже в далекие времена маркиза де Виль Паризи не дорожила им. Так уединение и бездеятельность, из которых с утра до вечера вплетет свое время не в растенек, тоже могут казаться ему невыносимыми. И, торопясь прибавить новую петлю к сети, которая держит его в плену, он, наверное, мечтает о балахах, охоте, путешествиях. Мы каждый миг трудимся над тем, чтобы придать нашей жизни определенную форму, но при этом мы невольно копируем точно рисунок личность, которую мы представляем собой на самом деле, а не ту, какой нам бы хотелось быть. Презрительные поклоны госпожи Леруа могли в известной мере отражать подлинную сущность маркизы де Виль-Паризи, но они совершенно не соответствовали ее желаниям. Конечно, в тот момент, когда госпожа Леруа, по излюбленному выражению госпожи Сван, давала по носу маркизе, та могла в утешение себе вспомнить, что королева Мария Амелия однажды сказала ей, «Я люблю вас как родную дочь». Мария Амелия, 1782-1866 годы, французская королева, жена Луи Филиппа. Но эти королевские любезности, тайные, никому неизвестные, существовали только для маркизы, покрытые пылью, как свидетельство консерватории о присуждении первой премии. Истинные преимущества высшего света это преимущества, на которых строится жизнь. Человек может лишиться их, но ему незачем за них цепляться и незачем о них трезвонить, потому что в тот же день на смену им придут сотни других. Маркиза де Вильпорези хоть и вспоминала слова королевы, а все же охотно променяла бы их на постоянную возможность, которую имела госпожа Леруа, получать приглашение. Так жаждет попасть в ресторан большой, но неизвестный художник, чей талант не написан ни на чертах его робкого лица, ни на старомодном покрое его потертого пиджака, хотя бы для этого он должен был превратиться в биржевого зайца последнего разбора, который, однако, бедает с двумя актрисами, и к которому то и дело подбегают с подобострастными лицами хозяин, метродотель, официанты, посыльные, а поварята, выйдя из кухни, дефилирует перед ним с поклонами точно феерии, предводительствуемые смотрителем винного погреба, таким же запыленным, как его бутылки, жмурящимся и припадающим на ногу, точно выползая из погреба на свет божий, он ее вывихнул. Впрочем, надо заметить, что отсутствие госпожи Леруа в салоне маркиза де Виль-Паризи, огорчая хозяйку, для большинства гостей проходило незамеченным. Они понятия не имели об особом положении госпожи Леруа, знал о нем только высший свет, и у них не возникало и тени сомнения, как и у нынешних читателей воспоминаний маркиза де Виль-Паризи, что ее приемы самые блестящие во всем Париже. Расставшись с Эн-Лу и в первый раз придя с визитом по совету, который де Норпуа дал моему отцу к маркизе де Виль-Паризи, я застал ее в гостиной, обитой желтым шелком, на котором розовыми, почти фиолетовыми пятнами, будто спелая малина, выделялись диваны и чудесные ковровые кресла Бове. Рядом с портретами Германтов и Виль-Паризи висели портреты, подарки тех, кто был на них изображен, королевы Марии Амели, королевы Бельгийской, принца Жон-Вильского, императрицы Австрийской. Принц Жон-Вильский Франсуа Фердинанд Филипп 1818-1900 годы третий сын короля Луи Филиппа, французский политический и военный деятель. Маркиза Виль-Паризи в старинном чепчике из черных кружев, она его берегла, потому что у нее было тоже тонкое чувство местного и исторического колорита, что и у хозяев гостиницы в Британии, которые, несмотря на то, что останавливаются у них преимущественно парижане, считают правильным сохранять у служанок бретонские чепчики и широкие рукава, сидела за небольшим бюро, на котором рядом с кистями, палитрой и начатой акварелью были расставлены в стаканах, блюдечках и чашках розы, цинии и венерин волос, которые она сейчас из-за наплыва гостей перестала писать и которые превращали бюро в прилавок цветочницы на гравюре XVIII века. В этой гостиной, хотя и не жарко, но натопленной, по тому случаю, что Маркиза простудилась, возвращаясь из своего замка, среди присутствовавших, когда я вошел, находились тот архивариус, с кем Маркиза до Вильпорези утром разбирала письма к ней исторических деятелей, чьи фоксимели она собиралась поместить как оправдательные документы в воспоминаниях, над которыми она теперь работала, и надутый, хотя и оробевший историк, который, узнав, что ей по наследству достался портрет герцогини де Монмаранси, пришел просить позволения воспроизвести его в своей книге о фронде. А затем к этим посетителям присоединился мой старый приятель Блок, теперь начинающий драматург, на связи которого с артистами Маркиза рассчитывала, собираясь на даровщинку устраивать у себя утренники. Герцогини де Монмаранси Мари Фелиси 1601-1666 годы французская аристократка племянница Марии Медичи после казни мужа в 1632 году жила в монастыре. Правда, общественный калейдоскоп тогда менялся, и дело Дрейфуса должно было вот-вот сбросить евреев на последнюю ступеньку общественной лестницы. Но как бы ни свирепствовал Дрейфусарский циклон, волны доходят до полного осатанения не в начале бури. Притом Маркиза де Вильпризи не препятствуя большей части своей родни метать гром и молнии против евреев сама до сих пор держалась в стороне и не проявляла ни малейшего интереса к делу Дрейфуса. Наконец, никому неизвестный молодой человек вроде Блока мог и не обратить на себя внимание, хотя видные представители еврейской партии находились уже под угрозой. Мой приятель отрастил козлиную бородку, носил пенсне, ходил в длинном сюртуке и точно свиток папируса держал в руке перчатку. Пусть даже румыны, египтяне, турки ненавидят евреев, но во французском салоне национальная рознь не так ощутима. Если какой-нибудь иудей появляется здесь, словно он только что из пустыни, напружившись точно гиена, склонив голову на бок и расточая направо и налево селямы, то он вполне удовлетворяет требованиям восточного вкуса. Только ему не нужно принадлежать к свету, иначе он быстро принимает вид лорда, его манеры офранцуживаются, и непослушный его нос, растущий, как настурция, в самых неожиданных направлениях, начинает скорее напоминать нос маскариля, чем нос соломона. Но блок не был вышкален предместьем, его не облагораживала кровь англичанина или испанца, и для любителей экзотики он оставался таким же необычным и любопытным, несмотря на свой европейский костюм, как еврей на картине Декана. Декан Александр Габриэль 1803-1860 годы Французский художник ориенталист мастер Колорита Нельзя не подивиться на пористости той расы, что из глубины веков забрасывает вплоть до современного Парижа в фойе наших театров, за окошечки наших канцелярий, на похороны, на улицы нераспыленную фалангу, которая, стилизуя современные головные уборы, завладев сюртуком, скрадывая его и подчиняя себе, в общем, сохраняет полное сходство с фалангой ассирийских песцов, изображенных в торжественном одеянии на фризе монументов Сузах, охраняющего ворота дворца Дария. Через час Блок вообразил, что де Шарлю заинтересовался нееврейское ли у него имя по нелюбви к евреям, тогда, как им владела чисто эстетическая любопытство и пристрастие к местному колориту. Но, впрочем, говорить об устойчивости рас, значит, не точно передавать наши впечатления от евреев, греков, персов, от всех этих народов, чье разнообразие лучше не трогать. Мы знаем, благодаря античной живописи лица древних греков, мы видели ассирийцев на фронтоне дворца в Сузах. Речь идет о дворце царя Дария в Сузах, современный Иран. И когда мы встречаемся с представителями тех или иных восточных народностей, нам кажется, будто перед нами сверхъестественные существа, вызванные силой спиритизма. Мы знали плоскостное изображение, но вот оно обретает глубину, растет трех измерений, движется. Молодая гречанка, дочь богатого банкира, в настоящее время имеющая успех, похожа на одну из тех фигуранток, которые в художественно-исторических балетах являют собой воплощение эллинского искусства. Но театр опошляет эти образы. А вот если мы присутствуем в салоне при появлении турчанки или еврея, то это зрелище оживляет фигуры. Здесь они выглядят необычнее, как будто это и впрямь существа, вызванные усилиями медиума. Эта душа, вернее, то крохотное, до чего при таких материализациях она умаляется, во всяком случае умалялась до сих пор, это душа, которую мы прежде видели мельком только в музеях. душа древних греков, душа древних евреев, оторванная от жизни ничтожной и вместе с тем трансцендентальной, словно разыгрывает перед нами все эти ошеломляющие мимические сцены. Мы сделали несколько снимков с блока, они дали бы то самое изображение Израиля, пугающее, ибо нам представляется, что это изображение не человека, и обманчивое, ибо оно все же слишком похоже на человека, какое нам показывают спиритические фотографии. Нет ничего на свете, если взять шире, вплоть до пустых слов, оброненных людьми, среди которых мы живем, что не производило бы на нас впечатление чего-то сверхъестественного в нашем бедном повседневном мире, где даже гений, от которого мы ждем, собравшись вокруг него, как вокруг вращающегося столика, открытия тайной бесконечности, говорит лишь то, что как раз сию минуту сказал Блок, не сядьте на мой цилиндр. Господи, министры, дорогой мой, говорила маркиза де Вильпорези, обращаясь главным образом к моему старому товарищу и вновь беря в свои руки нить разговора, прерванного моим появлением. Министры, кого они интересовали? Я тогда была совсем маленькая, но я хорошо помню, как король просил моего дедушку пригласить Деказа на бал, где мой отец должен был танцевать с герцогиней Берийской. Деказ Эли 1780-1860 годы, французский политический деятель либерального направления, министр при Людовике XVIII. Герцогиня Берийская Мария Каролина 1798-1870 годы, жена герцога Берийского, сына короля Карла X. «Доставьте мне это удовольствие, Флоримон», говорил король. Мой дед был туговат на ухо, ему послышалось, что король говорит о Декастри, и эта просьба показалась ему вполне естественной. Декастри Арман 1756-1842 годы, французский политический деятель в эпоху революции эмигрант. Когда же он понял, что речь идет о Деказе, то это его возмутило, но он все-таки наклонил голову в знак согласия и вечером написал Деказу, прося его почтить своим присутствием бал, который должен был состояться на следующей неделе. В те времена люди были вежливы. Молодой человек, хозяйка дома не могла бы ограничиться посылкой карточки с припиской чашка чаю или чай музыка или чай танцы. Вежливы-то вежливы, но и надерзить умели. Деказ принял приглашение, но накануне бала мой дед, видите ли, захворал и по этому случаю отменил прием гостей. Он послушался короля, но Деказ так-таки и не был у него на балу. Да, молодой человек, я очень хорошо помню Моле. Остроумный был, это он доказал, когда принимал в Академию Девиньи, но уж очень церемонно, я так и вижу, как он у себя дома спускается обедать с цилиндром в руке. Моле Луи Матье, 1781-1855 годы, французский государственный деятель, премьер-министр при Луи Филиппе. Принимал в Академию Девиньи. Избрание Виньи во Французскую Академию сопровождалось скандалом. Несмотря на обещание не делать этого, граф Моле, тогда председатель Академии, на торжественном акте, отвечая новоизбранному академику, высказал немало критических замечаний в адрес поэта, порицая его за то, что он не включил в свою речь похвал правящей династии 29 января 1846 года. После этого Виньи отказался занимать свое кресло в Академии, пока Моле там председательствует. «О, в этом вся та эпоха с ее тлетворным филистерством. Ведь тогда, наверное, вообще было принято ходить у себя дома с цилиндром в руке», спросил Блок, обрадовавшись редкому случаю выведать у очевидца черты жизни прежней аристократии. А между тем Архивариус, время от времени исполнявший обязанности секретаря Маркизы, бросал на нее умильные взгляды и словно говорил, «Вот она какая, все знает, со всеми была знакома, спросить ее о чем угодно, необыкновенная женщина». «Ну нет», ответила Маркиза де Виль Порези, придвигая к себе стакан с венериным волосом, чтобы возобновить работу. «Такая привычка была только у Моле. Я ни разу не видела дома моего отца со шляпой, кроме, разумеется, тех случаев, когда приезжал король, потому что король везде у себя дома, а хозяин при нем в своей собственной гостиной всего только гость». «Аристотель говорит в главе второй», начал был историк Фрон де Пьер, но до того робко, что никто не обратил на него внимания. Он давно уже страдал бессонницей на нервной почве, никакие лекарства ему не помогали, он даже не ложился и, изнемогая от усталости, выходил из дому только, когда этого требовала работа. Он не мог часто предпринимать эти походы, несложные для других, а ему стоившие так дорого, словно он каждый раз спускался с луны и часто с удивлением обнаруживал, что чужая жизнь не приспособлена для того, чтобы его неожиданные вылазки оканчивались с максимальной пользой для него. Кое-когда бывала закрыта библиотека, куда он вдруг отправлялся, силком заставляя себя встать и, как герой Уэллса, надеть сюртук. Намек на герой известного романа Герберта Уэллса «Человек-невидимка» На свое счастье он застал Маркиза де Вильпорези дома и собирался посмотреть портрет. Блок перебил его. «В первый раз слышу честное слово», воскликнул он после того, как Маркиза де Вильпорези окончила свой рассказ об этикете при посещениях короля. Воскликнул с таким видом, как будто и правда было удивительно, как мог он об этом не слыхать. «Кстати, о таких визитах. Знаете, какую глупую шутку сыграл со мной вчера утром мой племянник Базен?» обратилась к архивариусу Маркиза де Вильпорези. «Вместо того, чтобы доложить о себе, он велел передать, что меня спрашивает королева шведская». «Так прямо и велел передать?» Шутник воскликнул Блок и закатился хохотом между тем, как историк улыбался с величественной робостью. Я была очень удивлена. Ведь я вернулась из деревни всего несколько дней назад, и, чтобы пожить спокойно, просила никому не говорить, что я в Париже. Потому-то я и ломала себе голову, откуда шведской королеве стало известно, что я уже здесь. Двух дней не дала мне передохнуть, говорила Маркиза де Вильпорези, повергая гостей в изумление тем, что визит шведской королевы был для хозяйки дома делом обыкновенным. Утром Маркиза де Вильпорези вместе с архивариусом проверяла по документам свои воспоминания. А теперь она, конечно, хотя и неведомо для нее самой, испытывала их действия и обаяние на средних людях, которые составят круг будущих ее читателей. Хотя салон Маркиза де Вильпорези отличался от истинно аристократического салона, где отсутствовали многие буржуаски, которых принимала она, и где зато можно было встретить блестящих дам, которые госпожа Леруа заманивала к себе далеко не сразу, однако этот оттенок не ощущается в воспоминаниях Маркизы, так как из них выпали заурядные знакомые автора, о которых он не упомянул за отсутствием повода, а то, что автор ничего не говорит о дамах, которые у нее не бывали, не умаляет ценности воспоминаний, потому что на вынужденно ограниченном пространстве ее воспоминаний могут действовать немногие, и если это особо королевского рода или исторические личности, то впечатление наивысшей элегантности, какое только могут произвести на читателей воспоминания, достигнуто. С точки зрения госпожи Леруа, салон Маркизы де Вильпорези был салоном третьесортным, и Маркиза де Вильпорези воспринимал ее мнение болезненно. Но теперь никто уже не знает, кто такая была госпожа Леруа. Ее мнения забылись, а вот салон Маркизы де Вильпорези, который посещали королева шведская, герцог Омальский, герцог де Бройль, Тьер, Монталанбер, Монсеньер Дюпанлу, потомство будет читать одним из самых блестящих салонов девятнадцатого века, ибо потомство не изменилось со времен Гомера и Пиндара, и оно всегда будет завидовать родовитости, принадлежности к королевскому или околокоролевскому роду, дружбе с королями, народными вождями, со знаменитыми людьми. Герцог де Бройль, Виктор, 1785-1870 годы, французский государственный деятель, премьер-министр при Луи Филиппе, был женат на дочери госпожи Десталь. Тьер, Адольф, французский политический деятель и историк, занимал министерские посты при монархии Луи Филиппа, премьер-министр в 1836-1840 годах. Монталанбер Шарль, 1810-1870 годы, французский публицист и политический деятель католического направления, зачинатель так называемого либерального католицизма. Дюпанлу Феликс, 1802-1878 годы, французский церковный деятель, сторонник либерального католицизма. Так вот, всего этого понемножку было в нынешнем салоне маркизы де Вильпаризи и в ее кое-где легонько приукрашенных воспоминаниях, с помощью которых она уходила в его прошлое. Кроме того, маркиз де Норпуа, хотя он и не мог создать своей приятельнице высокое положение, приводил к ней иностранных и французских государственных деятелей, которые в нем заискивали и знали, что единственный верный способ угодить ему, это бывать у маркизы де Вильпаризи. Госпожа Леруа, может быть, тоже была знакома с этими европейскими знаменитостями. Но, будучи женщиной очаровательной, боявшейся, как бы ее не приняли за синий чулок, она избегала говорить о восточном вопросе с премьер-министрами и о любви с романистами и с философами. «Любовь?» переспросила она однажды претенциозную даму, которая задала ей вопрос, «Как вы понимаете любовь?» «Любовь?» «Это мое постоянное занятие, но я никогда о ней не говорю». Когда у нее собирались светила литературы и политики, она довольствовалась, как и герцогиня германская, тем, что усаживала их играть в покер. Да они и сами часто предпочитали покер серьезным разговором на общие темы, на которые их заставляла беседовать маркиза де Вильпаризи. Но этим разговором, быть может, неуместным в светском обществе, мы обязаны прекрасными местами в воспоминаниях маркиза де Вильпаризи, теми рассуждениями о политике, которые также хороши в мемуарах, как и в трагедиях Корнеля. Помимо всего прочего, только такие салоны, какой был у маркиза де Вильпаризи, могут быть увековечены, потому что госпожи Леруа не умеют писать, а если поумели, у них не нашлось бы времени. Пусть госпожи Леруа презирают маркиз де Вильпаризи за их склонность к литературе. Презрение госпож Леруа в сильнейшей степени способствует развитию этой склонности маркиз де Вильпаризи, потому что благодаря такому презрению у синих чулков появляется досуг, необходимый для занятий литературой. Богу угодно, чтобы на свете было несколько хороших книг, и для этого то он и вкладывает презрение в сердца госпож Леруа, ибо он знает, что если бы они приглашали ужинать маркиз де Вильпаризи, те немедленно бросали бы перо и приказывали закладывать лошадей к восьми часам. Вскоре медленным величественным шагом вошла высокая старуха. Из-под соломенной шляпы у нее выглядывала монументальная прическа в стиле Марии Антуанетты, которую она соорудила себе из своих седых волос. Тогда я еще не знал, что это одна из трех дам, которых еще можно было видеть в парижском обществе и которые, как маркиз и Девильпаризи, несмотря на благородство их происхождения, поскрывавшимся во тьме времен причинам, о коих нам мог бы рассказать только какой-нибудь старый франт, вынуждены были принимать у себя всякое требье, не допускавше больше никуда. У каждой из этих дам была своя герцогиня германская, блестящая племянница навещавшая ее по долгу родства, но бессильная привести к ней герцогиню германскую двух других дам. Маркиза де Вильпаризи была в очень хороших отношениях со всеми тремя дамами, но не любила их. Быть может, их положение в свете, очень похожее на ее положение, рисовало перед ней картину, на которую ей было неприятно смотреть. Притом эти озлобленные синие чулки, пытавшиеся при помощи разыгрывавшихся у них скетчей создать себе иллюзию салона, соперничали друг с другом, но так как довольно бурно проведенная жизнь привела их денежные дела в расстройство, то они поневоле стали расчетливыми, экономили на том, что артисты играли у них бесплатно, и это их соперничество вырождалось в борьбу за существование. К тому же еще дама с прической Марии Антуанетты при виде маркизы де Вильпаризи всякий раз вспоминала, что герцогиня германская не посещает ее пятниц. Утешением ей служило то обстоятельство, что этих самых пятниц из уважения к родственнице никогда не пропускала принцесса де Пуа, ее герцогиня германская, которая никогда не бывала у маркизы де Вильпаризи, несмотря на то, что с герцогиней ее связывала близкая дружба. Как бы то ни было, протянутая от дома на набережной Малаке к салонам на улицах Турном, Шесси и Сент-Онерэ-Цепь, столь же прочная, сколь и ненавистная, соединяла трех поверженных богинь. И мне не терпелось узнать из мифологического словаря великосветского общества, какое любовное похождение, какая святотатственная дерзость навлекла на них кару. Одинаково блестящее происхождение и одинаковое нынешнее падение являлись вероятно одной из главных сил, которые разжигали у нее взаимную ненависть и вместе с тем заставляли бывать друг у друга. Кроме того, каждая видела в других средства осчастливить своих гостей. Как гостям было не подумать, что они попали в самый узкий аристократический круг, когда их представляли титулованной даме сестра, которая была замужем за герцогом Десаганом или принцем Делинь. Тем более, что в газетах писали гораздо больше об этих поддельных салонах, чем о настоящих. Даже племянники этих дам, представители золотой молодежи, Сен-Лу Первый, которым товарищи обращались с просьбой ввести их в свет, говорили, «Я свожу вас к моей тетке Вильпорези или к тетке Икс, это интересный салон». Прежде всего, им было гораздо проще ввести своих друзей туда, чем к элегантным племянницам этих дам или к их невесткам. Мужчины весьма почтенных лет и молодых женщин говорили мне, что этих старых дам не принимают в обществе из-за необычайной безнравственности их поведения. А когда я замечал, что это может уживаться с элегантностью, мне возражали, что их безнравственность выходит за рамки ныне дозволенного. Распутство величественных этих дам, которые, сидя, держались совершенно прямо, приобретало в устах тех, кто мне о нем рассказывал, нечто недоступное моему воображению, приобретало невероятные размеры, связывающиеся в нашем представлении с доисторическими временами с веком мамонтов. Словом, три эти парки с белыми, голубыми или розовыми волосами спряли горькую долю бесчисленному множеству мужчин. Мне думается, что мы теперь склонны преувеличивать пороки тех баснословных времен, так греки сотворили Икара, Тезея и Геракла из людей мало чем, отличавшихся от тех, что спустя много лет обожествили их. Но мы обычно подсчитываем грехи человека, только когда он уже не способен грешить. И в зависимости от меры наказания, которую для него определяет общество, которую к нему уже применяют, и из которой исходит при оценке этого человека, мы вычисляем, придумываем, преувеличиваем размеры совершенного преступления. В галерее символических фигур, какую являет собой свет, женщины действительно доступны, законченные мессолины, неизменно выступали в величественном обличье по меньшей мере семидесятилетней надменной дамы, которая принимает никого хочет, а кого может, который не ходят женщины более или менее легкого поведения, который папа римский неизменно дарит золотую розу, которая возьмет и напишет книгу о юности Ла Мартина, да еще получит за нее академическую премию. Мессалина, жена императора Клавдия, знаменитая своей распущенностью, первый век нашей эры. Папа римский неизменно дарит золотую розу. Речь идет об обычае, состоящем в том, что папа римский посылает золотую розу одной из католических принцесс, чтобы таким образом поощрить ее благочестие. Здравствуй, Алиса, сказала маркиза де Виль Паризи даме с белой прической Марии Антуанетты. А дама в это время окидывала общество пронизывающим взглядом, чтобы углядеть в салоне маркиза что-нибудь полезное для своего, следовательно, такое, что могла обнаружить только она, ибо для нее не подлежало сомнению, что маркиза де Виль Паризи с ее хитростью непременно это от нее утаит. Так маркиза де Виль Паризи приложила все усилия к тому, чтобы не представить старухе Блока из боязни, что он устроит на набережной Малаке тот же самый скетч, что и у нее. Впрочем, она сделала это в отместку. Вчера у старухи читала стихи Ристори, и старуха позаботилась о том, чтобы маркиза де Виль Паризи, у которой она перехватила итальянскую артистку, не узнала об этом событии раньше, чем оно состоится. Ристори Аделаида 1821-1906 годы итальянская трагическая актриса с успехом выступавшая во Франции. А чтобы маркиза не обиделась, прочитав о нем в газетах, она сама, как ни в чем не бывало, сообщила ей о Ристори. Полагаю, что если представить Марии Антуанетти с набережной меня, то это не нанесет ей такого ущерба, как знакомство старухи с Блоком, маркиза познакомила нас. Мария Антуанетта с набережной, пытаясь и в старости сохранить ту же осанку богини Куазе Вокса, которая когда-то давно очаровывала элегантную молодежь, которую теперь вершеплеты выславляли в Буреме, а также в силу того, что она выработала в себе чопорную утешительную надменность, присущую всем, кто впав в немилость, вынужден всегда быть предупредительным, старственной холодностью слегка наклонила голову и тут же отвернувшись больше уже не обращала на меня внимания, как будто меня тут не было. Куазе Вокс, Антуан, 1640-1720 годы, французский скульптор, автор ряда монументальных групп на античные сюжеты. Всей своей позой, имевшей двойной смысл, она словно говорила Маркизе де Вильпорези. Как видите, я в знакомствах не нуждаюсь, и мальчики, ни с какой точки зрения, сплетниц в Эдке меня не интересуют. Однако, через четверть часа, воспользовавшись кутерьмой, чтобы незаметно скользнуть, она шепотом пригласила меня в ближайшую пятницу к себе в ложу, где должна была быть еще одна из трех дам, чье громкое имя, к тому же она была урожденная Шуазель, произвело на меня сильнейшее впечатление. Урожденная Шуазель имеется в виду старинный аристократический род, давший Франции ряд видных государственных деятелей, в том числе герцога Этьена Франсуа де Шуазеля 1719-1785 годы, министра иностранных дел при Людовике XV. «Вы, кажется, собираетесь писать о герцогине де Монморанси?» спросила историка фронды маркиза де Виль-Паризи с тем кислым видом, который, помимо нее, в совокупности с глубоко запрятанным недовольством, старческой раздражительностью, а также с желанием подражать почти крестьянскому тону старинной аристократии, омрачал чрезвычайную ее любезность. «Сейчас покажу вам ее портрет, оригинал луврской копии». Она встала, положила кисти около цветов, и тут передничек, который она надевала, чтобы не запачкаться красками, усилил то впечатление почти деревенской жительницы, какое она производила благодаря чепчику и большим очкам, в отличие от ее разряженной прислуги, дворецкого, подававшего чай с пирожными, и ливрейного лакея, которого она позвала, чтобы он осветил портрет герцогини де Монморанси, аббатиса одного из самых известных монастырей Восточной Франции. Все встали. Вот что любопытно заметила она. В эти монастыри, где многие наши прабабки были аббатисами, не допускались дочери французского короля, туда было очень трудно попасть. Не допускались дочери французского короля? Но почему же, с удивлением спросил Блок? Да потому, что династия французских королей запятнала себя неравным браком. Блок пришел в еще больше изумления, унизила себя неравным браком? Каким образом? Да породнившись с Медичи, не задумываясь, ответила маркиз де Виль Паризи. Правда, хороший портрет? Отличная сохранность, добавила она. Породнившись с Медичи. Принцессы из флорентийского семейства Медичи дважды становились французскими королевами. Екатерина Медичи 1519-1589 годы была женой Генриха Второго, Мария Медичи 1573-1642 годы Генриха Четвертого. «Дорогая», сказала дама, причёсанная под Марию Антуанетту, «Помните, когда я привела к вам лист, он сказал, что это копия?» Мнение Листа для меня закон в музыке, но не в живописи. Кроме того, он тогда уже впал в детство, да я и не помню, чтобы он говорил что-нибудь подобное, и вовсе не вы привели его ко мне. Я двадцать раз ужинала с нему княгине Десайн Витгенштейн. Удар Алисы был отбит. Она умолкла и застыла на месте. Толстый слой пудры, которой она штукатурила А так как профиль у нее был благородный, то она напоминала стоящую на треугольном прикрытом накидкой замшелом постаменте ветшающую богиню из парка. Вот еще прекрасный портрет, сказал историк. Дверь отворилась и вошла герцогиня германская. А здравствуй, даже не кивнув ей сказала маркиза де Виль Парези, вынула руку из кармана передника, протянул ее только что вошедшие гостьи и тотчас же снова обратилась к историку. Это портрет герцогини де Ларош Фуко. Герцогиня де Ларош Фуко, жена политического деятеля эпохи фронды и писателя моралиста Франсуа де Ларош Фуко, 1613-1680 годы. Вошел неся визитную карточку на подносе молодой слуга с независимым видом и с прелестным лицом. Даже нагло его выражение не уменьшало правильности его черт, а правильность это была до того безукоризненно, что красноватый его нос и слегка раздраженная кожа словно еще хранили недавние следы резца. «Это тот самый господин, который уже несколько раз приходил к вашему сиятельству. Разве вы ему сказали, что я принимаю?» Он услышал разговор. «Ну что ж, пригласите». «Мне его где-то представили», молвила маркиза де Виль Паризи. «Он сказал, что ему очень хочется прийти ко мне. Я его не приглашала. Но он уж пять раз себя утруждает. Не надо обижать людей». «Милостивый государь», сказала она мне. «И вы, милостивый государь», обратилась она к историку фронды, «позвольте вам представить мою племянницу, герцогиню германскую». И историк так же низко, как я, поклонился. Должно быть, он предполагал, что поклон вызовет у герцогини ласковые слова, потому что глаза у него заблестели, он приоткрыл был рот, но его расхолодил вид герцогини германской. Она с преувеличенной благожелательностью подалась всем корпусам, которому она предоставляла полную свободу, вперед, затем, точно рассчитав движение, выпрямила его, а между тем взгляд ее словно и не замечал, что перед ней кто-то стоит. Чуть слышно вздохнув, она легким движением ноздрей, строгость которого обличала полнейшую безучастность ее ничем не поглощенного внимания, дала почувствовать, насколько мы с историком ей безразличны. Вошел назойливый посетитель и с простодушным и восторженным видом направился прямо к маркизе де Вильпаризи, это был Легранден. «Я очень вам благодарен, сударыня, за то, что вы меня приняли», сказал он, подчеркнув слово «очень». «Вы доставили старому отшельнику редкостное и изысканное наслаждение. Уверяю вас, что его отзвук...» Тут он увидел меня и сразу осекся. «Я показывал этому господину прекрасный портрет герцогини де Ларош Фуко, жены автора Максим, это наша фамильная ценность. Герцогиня Германская, поздоровавшись с Алисой, извинилась, что не могла по примеру прошлых лет навестить ее. «Я все о вас знала от Мадлены», добавила она. «Она у меня утром завтракала», молвила маркиза с набережной Малаке, довольная тем, что маркиза де Вильпорези не сможет этим похвастаться. Я в это время разговаривал с Блоком, и, боясь, как бы он мне не позавидовал, так как он признался, что отношения у него с отцом испортились, заметил, что, наверное, он все-таки счастливее меня. Я это ему сказал просто в утешение. Но людей до крайности самолюбивых такие слова убеждают или побуждают убедить других. Да, мне оживется чудесно, с ликующим видом подхватил Блок. У меня три закадычных друга, больше мне не надо, обворожительная любовница, я счастлив бесконечно. Мало к кому из смертных папаша Зевс так благосклонен. Я думаю, что ему больше всего хотелось похвастаться и возбудить во мне зависть. Не лишено вероятия, что в его оптимизме было еще и желание пооригинальничать. Мне было ясно, что ему противно отвечать готовыми фразами, которые можно услышать от всех, да ничего особенного. На мой вопрос «Хорошо прошло?» по поводу танцевального утра, которое он устроил у себя и на которое я не мог пойти, он ответил спокойно, равнодушно, как будто речь шла о ком-то другом. Ну, конечно, очень хорошо, лучше нельзя, действительно великолепно. «Все, что вы рассказываете, представляет для меня огромный интерес», говорил Маркизи де Виль Порези Ле Гранден. «Значит, я был прав. На днях я как раз думал о том, что вы очень его напоминаете точной живостью языка, чем-то, что я обозначу двумя противоречащими одно-другому понятиями, краткой стремительностью и закреплением мимолетного. Я бы с удовольствием записал все, о чем вы будете говорить в течение сегодняшнего вечера, но я и так запомню. Все, что вы говорите, по выражению, если не ошибаюсь, Жубера, в дружбе с памятью. Вы не читали Жубера? О, вы бы ему очень понравились. Позвольте мне сегодня же прислать вам его произведение. Я буду горд тем, что познакомил вас с этим великим умом. У него не было вашей силы, но он тоже был очень изящен. Жубер Жозеф 1754-1824 годы французский писатель-моралист автор книги «Мысли», отмеченной тонким остроумием и определенной глубиной. Я хотел поздороваться с Легранденом, но он все время старался держаться от меня подальше. По всей вероятности из-за боязни, как бы до меня не донеслась та лесть, какую он в изысканнейших выражениях по всякому поводу расточал маркизи до века. Она с улыбкой пожала плечами, точно приняв его слова за насмешку и повернулась лицом к историку. А это знаменитая Мария де Роган, герцогиня де Шеврес по первому мужу де Луинь. Мария де Роган, герцогиня де Шеврес, 1600-1679 годы, французская аристократка, игравшая значительную политическую роль в середине 17 века, ярая противница кардиналов Ришелье и Мазарини. Дорогая, фамилия де Луинь напомнила мне об Иоланте. Она была вчера у меня. Если бы я знал, что вечер у вас свободен, я бы за вами послал. Ко мне неожиданно приехала Ристория и читала стихи королевы Кармен Сильвы в присутствии автора. Что это было за чудо? Кармен Сильва. Псевдоним, под которым выступала в печати румынская королева Елизавета 1843-1916 годы. Какая подлость, подумала маркиза де Вильпорези. Наверное, она об этом на днях и шушукалась с госпожой де Болинкур и с госпожой де Шапоне. Я была свободна, но все равно бы не приехала, сказала она. Я слышала Ристорию в ее лучшие времена, а теперь это развалено, и потом я не перевариваю стихов Кармен Сильвы. Как-то раз ко мне приводила Ристория герцогиня Даоста, и Ристория читала песнь издантова ада. Вот это было бесподобно. Алиса, не дрогнув, выдержала удар. Сейчас она была все такая же мраморная. Взгляд у нее был по-прежнему пронизывающий и пустой, горбинка на носу по-прежнему говорила о ее родовитости. Но одна щека облупилась, подбородок покрывала ни на что не похожее, легкая, зеленая и розовая растительность. И еще одна зима, пожалуй, что свалит ее. Если вы любите живопись, посмотрите портрет герцогини де Монмаранси, сказала Леграндену маркиза де Вильпорези, чтобы прервать комплименты, которые тот опять начал было ей рассыпать. Воспользовавшись тем, что Легранден отошел, герцогиня германская указала на него тетки насмешливого просительным взглядом. Это господин Легранден в полголоса сказала маркиза де Вильпорези, его сестра маркиза де Говожо, но я думаю, что это имя говорит тебе столько же, сколько и мне. Да нет же, я ее прекрасно знаю, прикрыв рот ладонью, воскликнула герцогиня германская. Вернее, сказать я ее не знаю, но Базену, которая неизвестна где встречается с ее мужем, ни с того ни с сего пришло в голову позвать артолстуху ко мне. Что это было, я вам не могу передать. Она рассказала мне, что была в Лондоне, назвала все картины в Бритиш. Бритиш, то есть британский, имеется в виду Британский музей, галерея скульптуры и библиотека в Лондоне. Собрание картин находится в Национальной галерее. Прямо от вас я заеду к этому чудищу и подсуну визитную карточку. Не думайте, что это так просто. Под предлогом, что она умирает, она всегда дома. Зайдете ли вы к ней в семь вечера или в девять утра, она непременно угостит вас пирогом с земляникой. Ну, конечно, она чудище, продолжала герцогиня Германская в ответ на вопросительный взгляд тетки. Она невозможна. Употребляет такие выражения, как щелкопер и прочее тому подобное. А что значит щелкопер? Спросила племянницу маркиза де Виль-Паризи. Почем я знаю? В притворном негодовании воскликнула герцогиня, да и не желаю знать. Я таких выражений не употребляю. Убедившись, что тетка действительно не понимает значение слова щелкопер, герцогиня решила показать, что она женщина образованная, а не только пуристка, и заодно поиздеваться над теткой, как она только что поиздевалась над Дегаважо. Ну, это вот что, сказала она со смешком, подавляемым остатками напускного раздражения. Его знают все. Щелкопер значит писатель. Происходит отщелкать пером. Но это противное слово, от него тошнит. Я бы так никогда не сказала. Так он ее брат? До меня это еще не дошло. Впрочем, тут ничего удивительного нет. Она тоже за всеми убивается и за всеми все повторяет, как попугай. Такая же точно подлиза и такая же надоедливая. Теперь это родство не представляет для меня загадки. Садись. Сейчас принесут чайку, сказала маркиза де Вильпорези герцегине германской. Поухаживай за собой сама. Тебе незачем смотреть портреты твоих прабабушек. Ты их знаешь не хуже меня. Маркиза де Вильпорези опять села за свой стол и принялась писать. Все окружили ее, а я, воспользовавшись этим, подошел к Леграндену и, не видя ничего предосудительного в том, что он находится у маркиза де Вильпорези, сказал, не сообразив, что мои слова для него оскорбительны и что он может подумать, что это оскорбление намеренное. Раз и вы сочли возможным посетить этот салон, совесть у меня почти чиста. Легранден вывел из моих слов, по крайней мере, так он отозвался обо мне несколько дней спустя, что я на редкость злой мальчишка, которому доставляет удовольствие делать людям больно. Вам следовало сперва поздороваться со мной хотя бы из вежливости, не подавая мне руки, произнес он резким грубым голосом, каким никогда прежде при мне не говорил, и который, не имея никакой логической связи с обычной его речью, был, однако, непосредственнее и сильнее связан с тем, что он чувствовал. Дело в том, что раз навсегда решив скрывать иные своих чувств, мы не думаем о том, как их выразить, и вдруг в нас начинает рычать неведомый отвратительный зверь, приводя порою в такой же ужас того, кто слышит это невольное, эллиптическое и почти неодолимое признание в слабости или в пороке, в какой приводит неожиданное, косвенное и своеобразное сознание преступника, который не в силах доли скрывать, что он убийца, хотя мы были далеки от этой мысли. Конечно, я прекрасно знал, что идеализм, хотя бы и субъективный, не мешает большим философам быть чревоугодниками или настойчиво добиваться избрания в академию, но, откровенно говоря, Леграндену не следовало так часто заявлять, что он из другого мира, поскольку все судорожные проявления его гнева и любезности управлялись желанием занимать хорошее положение в этом мире. Естественно, когда меня двадцать раз пытаются куда-нибудь затащить, в полголоса продолжал он, то, хотя я и волен распоряжаться собой, все-таки не могу же я поступать по-хамски.